Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. Перевод с английского. Лев Толстой, 1828-1910. Анна Каренина, 1877 год. Толстой — непревзойденный русский прозаик. Оставляя в стороне его предшественников Пушкина и Лермонтова, всех великих русских писателей можно выстроить в такой последовательности. Первый — Толстой. Второй — Гоголь. Третий — Чехов. Четвертый — Тургенев. Читая Тургенева, вы знаете, что это Тургенев. Толстого вы читаете, потому что просто не можете остановиться. Похоже на выпускной список, но, разумеется, Достоевский и Салтыков-Щедрин со своими низкими оценками не получили бы у меня похвальных листов. Идеологическая отрава, пресловутая «идейность» произведения, если прибегнуть к понятию, изобретенному современными критиками-шарлатанами, начала подтачивать русскую прозу в середине прошлого века и прикончила ее к середине нашего. Поначалу может показаться, что проза Толстого насквозь пронизана его учением. На самом же деле его проповедь, вялая и расплывчатая, не имела ничего общего с политикой, а творчество отличает такая могучая хищная сила, оригинальность и общечеловеческий смысл, что оно попросту вытеснило его учение. В сущности Толстого мыслителя всегда занимали лишь две темы — жизнь и смерть. А этих тем не избежит ни один художник. Граф Лев Николаевич Толстой, 1828-1910 Крепкий, неутомимый духом человек, всю жизнь разрывался между чувственной своей природой и сверхчувствительной совестью. Вожделения и соблазны города постоянно уводили его с мирного деревенского проселка, по которому Толстой Аскет жаждал идти с той же страстью, с какой Толстой, сладострастник, нестерпимо жаждал плотских утех. В юности сладострастие одерживало верх. Позднее, после женитьбы, 1862 год, Толстой обрел временный душевный покой в семейной жизни, отданный рачительному управлению имением, он владел богатыми землями на Волге, и работе над лучшими книгами. Как раз тогда, в 60-е и в начале 70-х годов, он и создал свои шедевры «Грандиозную войну и мир» 1869 и «Бессмертную Анну Каренину». А еще позже, в конце 70-х годов, когда ему уже было далеко за 40, совесть переборола личные интересы, семейное благополучие, головокружительную литературную карьеру, которыми он пожертвовал ради того, что считал своим нравственным долгом, предпочтя красочной дерзости, творчество, простую суровую жизнь, построенную на рассудочных принципах христианской морали и отвлеченной идеей гуманизма. И когда в 1910 году ему стало ясно, что, продолжая оставаться в своем имении в лоне неугомонной семьи, он по-прежнему предает идеалы простого безгрешного бытия, этот 80-летний старец ушел из дому, отправился пешком в монастырь, до которого так и не добрался, и встретил смерть на постоялом дворе маленькой железнодорожной станции. Я не выношу копания в драгоценных биографиях великих писателей, не выношу, когда люди подсматривают в замочную скважину их жизни, не выношу вульгарности интереса к человеку, не выношу шуршание юбок и хихиканье в коридорах времени, и ни один биограф, даже краем глаза, не посмеет заглянуть в мою личную жизнь. Но вот что я должен сказать. Злорадное сострадание Достоевского, его упоение жалостью к униженным и оскорбленным — все это были в конце концов одни лишь эмоции, а та особая разновидность мрачного христианства, которую он исповедовал, ничуть не мешала ему вести жизнь весьма далекую от его идеалов. Толстой же, как и его представитель Левин, напротив, был органически не способен к сделке с совестью и жестоко страдал, когда животное начало временно побеждало духовное. Открыв для себя новую религию, помесь буддийского учения о нирване и нового завета, иначе говоря, Иисус минус церковь, и, следуя ей, он пришел к выводу, что искусство безбожно, ибо основано на воображении, на обмане, на подтасовке, и без всякого сожаления пожертвовал великим даром художника, довольствуясь ролью скучного, заурядного, хотя и здравомыслящего философа. Покорив вершины искусства Ванни Карениной, он внезапно решил ограничиться норовоучительными статьями и кроме них ничего не писать. Счастью, движимой, неудержимой потребностью к творчеству, он иногда уступал природному дару и создал еще несколько изумительных произведений, незамутненных нарочитой назидательностью, в том числе величайший рассказ «Смерть Ивана Ильича». Многие относятся к Толстому со смешанным чувством. В нем любят художника и терпеть не могут проповедника. Но в то же время отделить Толстого проповедника от Толстого художника невозможно. Все тот же низкий медлительный голос, то же крепкое плечо, что легко выдерживало и ношу заоблачных видений, и тяжкий груз идей. Так и хочется порой выбить из подобутых в лапте ног мнимую подставку и запереть в каменном доме на необитаемом острове с бутылью чернил и стопкой бумаги, подальше от всяких этических и педагогических вопросов, на которые он отвлекался, вместо того, чтобы любоваться завитками темных волос на шее Анны Карениной. Но это невозможно. Толстой един. И борьба между художником, который упивался красотой черной земли, белого тела, голубого снега, зеленых полей, пурпурных облаков, и моралистом, утверждавшим, что художественный вымысел греховен, а искусство безнравственно, борьба эта шла в одном и том же человеке. Сочиняя ли, проповедуя ли, Толстой рвался наперекор всему к истине. В Анне Карениной он воспользовался одним методом, в проповедях другим, но сколь бы утонченным ни было его искусство и скучными его воззрения, правда, которую он так мучительно искал и порой чудом находил прямо у себя под ногами, и без того всегда была с ним, ибо Толстой художник и был этой правдой. Меня смущает лишь то, что, столкнувшись с этой правдой, он не всегда узнавал в ней себя. Мне нравится одна история. Однажды под старость, ненастным днем, уже давным-давно перестав сочинять, он взял какую-то книгу, раскрыл ее наугад, заинтересовался, увлекся и, взглянув на обложку, с удивлением прочел Анна Каренина «Льва Толстого». Откуда эта одержимость Толстого, которая всю жизнь сковывала его гений, да и сегодня смущает чуткого читателя? Наверное, суть ее в том, что мучительный поиск истины, правдоискательство были для него дороже, чем легкая, красочная, блистательная иллюзия правды. Старая русская истина с ее неистовством и тяжелой поступью никогда не была приятной собеседницей. Не будничная правда, но бессмертная истина. Не просто правда, но озаряющий собой весь мир свет правды. Когда Толстому случалось найти ее в себе, в блеске собственного воображения, он почти бессознательно шел по верному пути. И что нам вся его борьба с господствующей православной церковью, его этические воззрения рядом с отрывком из любого романа, отмеченного печатью этого озарения? Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется. У него нет пары. В русском языке оно стоит одиноко, особняком от других слов, незыблемое, как скала, и лишь смутное сходство с корнем слова «стоять» мерцает в густом блеске этой предвечной громады. Большинство русских писателей страшно занимали ее точный адрес и опознавательные знаки. Пушкин мыслил ее, как благородный мрамор в лучах величавого солнца. Достоевский, сильно уступавший ему, как художник, видел в ней нечто ужасное, состоящее из крови и слез, истерики и пота. Чехов не сводил с нее мнимо загадочного взгляда, хотя очудилось, что он очарован блеклыми декорациями жизни. Толстой шел к истине напролом, склонив голову и сжав кулаки, и приходил то к подножию креста, то к собственному своему подножию. Одно из его открытий по странной случайности ускользнуло от внимания критиков. Он открыл, так никогда и не узнав об этом, метод изображения жизни, который точнее всего соответствует нашему представлению о ней. Он единственный мне известный писатель, чьи часы не отстают и не обгоняют бесчисленные часы его читателей. Великие художники всегда отличались зоркостью, и в том, что принято называть реализмом толстовских описаний, многие превзошли его. Хотя рядовой русский читатель скажет, что в Толстом пленяет совершенная реальность его романов, словно ты встретился со старыми друзьями и очутился в знакомой обстановке. Дело вовсе не в этом. В яркости описаний ему не уступали и другие. В романах Толстого читателей пленяет его чувство времени, удивительно созвучное нашему восприятию. Свойство не столько похвальное, сколько природное, присущее толстовскому гению. Именно это уникальное равновесие времени и вызывает у чуткого читателя то ощущение реальности, которое он склонен приписывать остроте толстовского зрения. Проза Толстого течет в такт нашему пульсу. Его герои движутся в том же темпе, что прохожие под нашими окнами, пока мы сидим за книгой. Самое любопытное состоит в том, что Толстой довольно небрежно обращается с объективным временем. Внимательные читатели заметили, что в войне и мире дети растут или слишком быстро, или слишком медленно, так же, как в мертвых душах, где, несмотря на пристальное внимание Гоголя к костюмам героев, Чичиков в разгар лета разгуливает в медвежьей шубе. Ванне Карениной автора то и дело заносят на скользкой дороге времени. Но эти мелкие промахи ничуть не мешают Толстому передать его ход, саму его сущность, столь созвучную читательскому восприятию. Были и другие писатели, откровенно стремившиеся передать это движение. Так пруст, приводит героя романа в поисках утраченного времени, на последний светский обед, и тот, видя своих знакомых в серых париках, вдруг понимает, что серые парики просто седые волосы, что эти люди состарились, пока он путешествовал вглубь своей памяти. Или обратите, например, внимание, как Джеймс Джойс обходится с временем в Улиссе, когда Блум пускает клочок бумаги от моста к мосту, вниз по Лиффи, из Дублинской бухты в океан Вечности. Но даже эти писатели не добиваются того, чего достигает Толстой, передавая течение времени как бы невзначай, мимоходом. Время у них течет или медленнее, или быстрее, чем шли часы вашего деда. Это время по Прусту или по Джойсу, а не обычное, нормальное, человеческое время, которое удавалось передать Толстому. Неудивительно поэтому, что пожилые люди в России, беседуя за вечерним чаем, говорят о героях Толстого как о совершенно реальных людях, похожих на их знакомых, будто они и впрямь танцевали на балу с Китти, Анной или Наташей, или обедали с Аблонским в его любимом ресторане. Читателям Толстой кажется великаном вовсе не потому, что другие писатели рядом с ним карлики, а потому, что он всегда стоит вровень с нами, идет с нами в ногу, никого не обгоняя на ходу. Хотя Толстой постоянно присутствует в книге, постоянно вторгается в жизнь персонажей и обращается к читателю в тех знаменитых главах, которые считаются его шедеврами, он невидим. Чего так истово требовал от писателя Флобер, говоря, что идеальный автор должен быть незаметным в книге и в то же время вездесущим, как творец во вселенной. Поэтому у нас то и дело возникает ощущение, будто роман Толстого сам себя пишет и воспроизводит себя из себя же, из собственной плоти, а не рождается под пером живого человека, водящего им по бумаге, то останавливаясь и зачеркивая слово, то сидя в задумчивости или почесывая заросшей щетиной подбородок. Как я уже говорил, в романах Толстого не всегда можно провести отчетливую грань между проповедником и художником. Авторскую проповедь подчас трудно отделить от рассуждений того или иного персонажа. И в сущности довольно часто, когда на протяжении многих, явно побочных страниц, объясняется, что и как нам следует думать по тому или иному поводу или что, к примеру, думает сам Толстой о войне, мире и сельском хозяйстве, чары его слабеют и начинает казаться, что прелестные новые знакомые, ставшие уже частицей нашей жизни, вдруг отняты у нас, дверь заперта и не откроется до тех пор, пока величавый автор не завершит утомительного периода и не изложит нам свою точку зрения на брак Наполеона сельское хозяйство или не растолкует своих этических и религиозных воззрений. Например, в книге разбираются сельскохозяйственные вопросы, скажем, в связи с интересами Левина, крайне скучные для иностранцев, и вряд ли вы будете вникать в них сколько-нибудь глубоко. Толстой художник допускает ошибку, уделяя им столько страниц, тем более, что они тесно связаны с определенным историческим отрезком и собственными идеями Толстого, которые менялись со временем и быстро устарели. Сельское хозяйство не вызывает у нас того трепета, как переживания и настроения Анны или Китти. Обычно я не пересказываю сюжет, но для Анны Карениной сделаю исключение, так как сюжет ее по природе своей нравственный. Это клубок этических мотивов, на которых нужно остановиться, прежде чем мы сможем наслаждаться романом на более высоком уровне. Одна из самых привлекательных героинь мировой литературы Анна молодая прекрасная женщина, очень добрая, глубоко порядочная, но совершенно обреченная. Выйдя замуж за чиновника с многообещающей карьеры, Анна ведет беззаботную светскую жизнь в самом блестящем петербургском обществе. Она обожает своего маленького сына, уважает мужа на 20 лет ее старше, и ее кипучая жизнерадостная натура охотно принимает все поверхностные удовольствия жизни. Встретив Вронского по дороге в Москву, она страстно влюбляется. Эта любовь переворачивает ее жизнь, теперь все, на что она смотрит, видится ей в другом свете. В знаменитой сцене, когда Каренин встречает ее на Петербургском вокзале, она вдруг замечает, как торчат у него уши. Раньше она никогда не обращала на них внимания, потому что никогда не оглядывала его критически. Он был неотъемлемой частью той жизни, которую она безоговорочно принимала. Теперь все изменилось. Ее страсть к Вронскому поток белого света, в котором ее прежний мир видится ей мертвым пейзажем на вымершей планете. Анна необычная женщина, не просто образец женственности. Эта натура глубокая, полная сосредоточенного и серьезного нравственного чувства. Все в ней значительно и глубоко, в том числе ее любовь. Она не может вести двойную жизнь, в отличие от другой героини романа княгини Бетси. Ее правдивая и страстная натура не допускает обмана и тайн. Она ничуть не похожа на Эмму Бавари, провинциальную фантазерку, сентиментальную распутницу, пробирающуюся вдоль осыпающихся стен к постелям чередующихся любовников. Анна отдает Вронскому всю жизнь, решается расстаться с обожаемым сыном, несмотря на терзания, которых ей это стоит, и уезжает с Вронским сначала в Италию, потом в его имение в Центральной России, хотя эта открытая связь делает ее безнравственной женщиной в глазах безнравственного света. В определенном смысле о ней можно сказать, что она осуществила мечту Эммы, которая хотела сбежать с Рудольфом, но Эмма не знает мук расставания с сыном и этой маленькой женщине неведомы угрызения совести. Кончается тем, что Анна и Вронский возвращаются в город. Лицемерное общество шокировано не столько ее связью, сколько полным пренебрежением к светским приличиям. В то время, как Анна несет на себе всю тяжесть общественного негодования, она унижена и оскорблена, растоптана и раздавлена. Вронский мужчина не очень глубокий, бездарный во всем, но светский, только выигрывает от скандала. Его приглашают повсюду, он кружится в вихре светской жизни, встречается с бывшими друзьями, его представляют внешне приличным дамам, которые и на минуту не останутся рядом с опозоренной Анной. Он все еще любит Анну, но подчас его тянет к спорту и светским развлечениям, и время от времени он не отказывает себе в них. Анна истолковывает эти мелкие измены как знак его охлаждения к ней. Она чувствует, что может потерять его. Вронский вертопрах с плоским воображением начинает тяготиться ее ревностью, чем только усиливает ее подозрения. Владимир Набоков оставил в скобках следующий абзац. Конечно же, он несравненно более тонкий человек, чем грубый любовник Эммы, но все же в иные минуты, когда у его возлюбленной случаются вспышки раздражения, он вполне может сказать про себя с интонацией Рудольфа «Ты теряешь время, моя девочка». Доведенная до отчаяния грязью и мерзостью, в которой тонет ее любовь, однажды майским воскресным вечером Анна бросается под колеса товарного поезда. Вронский понимает слишком поздно, что он утратил. Весьма кстати для него и для Толстого начинается русско-турецкая война, и в 1876 году он отбывает на фронт с добровольным ополчением. Наверное, это единственный запрещенный прием в романе. Слишком уж он прост, слишком кстати подвернулся. Параллельная линия в романе, развивающаяся как будто совершенно независимо, линия Левина и княжны Кити Щербатской, его ухаживание и женитьба. Левин самый автобиографический герой Толстого, человек с высокими нравственными ценностями и совестью с большой буквы. Совесть не дает ему покоя ни на минут. Левин и отдаленно не похож на Вронского. Вронский живет только ради удовлетворения своих желаний. До встречи с Анной он ведет общепринятый образ жизни. Даже в любви он готов заменить высокие идеалы условностями своего круга. А Левин человек, считающий своим долгом постигать окружающий мир и найти в нем свое место. Поэтому его внутренняя природа постоянно меняется, он духовно растет на протяжении всего романа, он поднимается до тех религиозных идеалов, которые в это время Толстой вырабатывал для себя. Рядом с этими главными героями действуют другие персонажи. Стива Облонский, легкомысленный, никчемный брат Анны. Его жена Долли, урожденная Щербатская, добрая, серьезная и страдавшаяся женщина, одна из идеальных героинь Толстого, вся жизнь которой отдана детям и несносному мужу. Семья Щербатских одна из старинных московских аристократических фамилий, мать Вронского и целая галерея представителей петербургского светского общества. Петербургский свет резко отличается от московского. Москва добрый, домашний, ленивый, патриархальный, старый город. Петербург изысканная, холодная, официальная, модная и сравнительно молодая столица, где я сам родился тридцать лет спустя. Конечно, нельзя забыть о Каренине, муже главной героини, сухом, добропорядочном господине, жестоком в своих холодных добродетелях, идеальном государственном служащем, костном бюрократе, лицемерии и тиране, охотно принимающем поддельную мораль своего круга. В иные минуты он способен на добрые порывы, на широкий жест, но быстро забывает об этом и ради них не может поступиться своей карьеры. У постели Анны, еще не оправившейся после родов и уверенной в близкой смерти, которая, однако, ее минует, Каренин прощает Вронского и пожимает ему руку с истинным христианским смирением и великодушием. Вскоре он опять изменится, станет холодным и неприветливым, но в этот миг близость смерти все меняет, и в глубине души Анна любит его так же, как и Вронского. Обоих зовут Алексеями, оба они снятся ей во сне, как спутники ее жизни. Его искренность и доброта продлятся недолго, и когда Каренин попытается добиться развода, который не очень изменил бы его жизнь, но так много значит для Анны, и вдруг столкнется с неприятными осложнениями, он просто-напросто откажется действовать дальше, ни на минуту не задумавшись о том, что значит для Анны его отказ. Более того, он находит удовольствие в своей праведности. Одна из величайших книг о любви в мировой литературе Анна Каренина не только роман-интрига. Толстого глубоко волновали вопросы нравственности как самые важные вечные и общечеловеческие. И вот какая нравственная идея заложена в Анне Карениной, вовсе не та, что вычитает небрежный читатель. Мораль не в том, что Анна должна платить за измену мужу, в известном смысле, так можно сформулировать мораль, лежащую на самом дне мадам Бавари. Дело не в этом, конечно, и вполне очевидно почему. Останься Анна с мужем, умело скрыв от света свою измену, ей не пришлось бы платить за нее ни счастьем, ни жизнью. Анна наказана не за свой грех, она могла бы жить с мужем и дальше, не за нарушение общественных норм, весьма временных, как все условности, и не имеющих ничего общего с вневременными, вечными законами морали. Так что же тогда нравственный смысл романа? Мы легче поймем его, если посмотрим на другую линию книги и сравним историю Левина Китти с историей Вронского Анны. Женитьба Левина основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении. Союз Анны Евронского основан лишь на физической любви и потому обречен. На первый взгляд может показаться, что общество покарало Анну за любовь к человеку, который не был ей мужем. Конечно, такого рода мораль совершенно аморальна, не говоря уже о художественной недостоверности, ведь у других представительниц света, того же высшего общества, сколько угодно любовных связей, только тайнах под темной вуалью. Вспомните синюю вуаль Эммы во время ее прогулки с Рудольфом и черную вуаль во время свидания с Леоном. Но честная несчастная Анна не надевает этой вуали, чтобы скрыть обман. Законы общества временны, Толстого же интересуют вечные проблемы. И вот его настоящий нравственный вывод. Любовь не может быть только физической, ибо тогда она эгоистична, а эгоистичная любовь не созидает, а разрушает. Значит, она греховна. Толстой художник с присущей ему силой образного видения сравнивает две любви, ставя их рядом и противопоставляя друг другу. Физическую любовь Вронского Анны, бьющуюся в тисках сильной чувственности, но обреченную и бездуховную, и подлинную, истинно-христианскую, как ее называет Толстой, любовь Левина и Китти, тоже чувственную, но при этом исполненную гармонии, чистоты, самоотверженности, нежности, правды и семейного согласия. Эпиграф из Библии «Мне отмщения и ас воздам», говорит Господь, послание к римлянам, глава 12, стих 19, что это значит? Во-первых, общество не имело права судить Анну. Во-вторых, Анна не имела права наказывать Вронского, совершая самоубийство. Джозеф Конрад, английский романист польского происхождения, в письме от 10 июня 1902 года к Эдуарду Гарнету, писателю средней руки, обмолвился. Напомни обо мне своей жене, чей перевод Анны Карениной мне кажется великолепным. О самой же книге я невысокого мнения, так что перевод придал ей некоторого блеска. Я никогда не прощу Конраду этого вздора. На самом деле перевод Гарнет очень слабый. Напрасно мы будем искать на страницах романа Толстого искусных флоберовских переходов в главах от одного героя к другому. Структура Анны Карениной более традиционна, хотя книга написана через 20 лет после мадам Бавари. Разговор между персонажами с упоминанием других действующих лиц, герои-посредники, устраивающие встречи главных героев, таковы нехитрые и подчас довольно топорные приемы Толстого. Еще проще его резкие переходы от главы к главе при смене декораций. Роман состоит из восьми частей, а каждая часть в среднем из тридцати коротких глав по четыре страниц. Автор ставит себе целью проследить две главные линии Левина, Китти и Вронского Анны, хотя существует и третья подчиненная и посредническая линия Облонского Долли, играющая особую роль в структуре романа и призванная по-разному связать две главные линии. Стива Облонский и Долли играют роль посредников между Левином и Китти Анной и ее мужем. Более того, пока Левин ведет холостяцкую жизнь, автор проводит тонкую параллель между Долли Облонской и левинским идеалом матери, который он найдет для своих собственных детей в Ките. Кроме того, разговор с крестьянкой кажется Долли таким же чудом, как Левину разговор с мужиком о сельском хозяйстве. Действие романа начинается в феврале 1872 года и продолжается до июня 1876 года. Проходит в общей сложности четыре с половиной года. Оно перемещается из Москвы в Петербург и развивается в четырех поместьях. Поместье старой графини Вронской под Москвой также играет определенную роль в книге, хотя мы его ни разу не видим. В первой части романа главная тема «Скандал в доме Облонских», с которого все начинается, и второстепенная тема «Треугольник Кити Левин Вронский». Два лейтмотива, две главные темы «Измена Облонского» и «Разрыв Кити с Вронским из-за его увлечения Анной» это вступление к трагической теме Вронского и Анны, которая не завершится так гладко, как перипетия Облонского и Долли или страдания Кити. Владимир Набоков вычеркнул следующее предложение «Нужно отметить, что Анна с такой мудростью и тактом помирившая поссорившихся супругов одновременно приносит зло, покорив Вронского и разрушив его помолвку с Кити». Долли вскоре прощает своего вероломного мужа из любви к нему и ради пятерых детей, а также потому, что, по мнению Толстого, двое женатых и многодетных людей навеки связаны законом. Через два года после разрыва с Вронским Кити выходит замуж за Левина и начинается идеальный с точки зрения Толстого брак. Но Анна, ставшая любовницей Вронского после десяти месяцев его ухаживаний, переживает крах своей семейной жизни и через четыре года после начала книги совершает самоубийство. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Дом, 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 колокольный звон семейной темы, дом домочадцы. Толстой откровенно дает нам ключ на первой же странице романа «Тема дома, тема семьи» из записных книжек Набокова. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженкую гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельницы, прося приискать ей новое место. Повар ушел вчера со двора во время самого обеда. Черная кухарка и кучер просили расчет. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на софьянном диване. Он повернул свое полное выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. — Да-да, как это было, — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было, да, Алабин давал обед в Дармштадте. — Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели «Эльмио тессор». И не «Эльмио тессора», а что-то лучшее, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины. Сон Стивы — род нелогичной комбинации, поспешно выхваченный из жизни постановщиком снов. Не подумайте, что эти столы просто покрыты стеклом. Они целиком сделаны из стекла. Графинчики итальянское пение и в то же время женщины в образе графинчиков — одно из тех лаконичных сочетаний, которые часто использует любитель-постановщик. Это приятный сон. Столь приятный, что он уводит от реальности. Стива просыпается не в супружеской постели, но в тиши своего кабинета. Однако не это самое интересное, самое любопытное заключается в том, что автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стива через призму его сна. Это способ представить Облонского. Мы знакомимся с ним через его сон. И еще сон с маленькими поющими женщинами будет разительно не похож на сон с бормочащим мужичком, который приснится Анне и Вронскому. Мы продолжим наше исследование того, какие впечатления легли в основу сна, приснившегося Вронскому и Анне, в следующих частях романа. Самое значительное в них относится ко времени ее приезда в Москву и встречи с Вронским. На другой день, в одиннадцать часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать. И первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру. — А, ваше сиятельство, — крикнул Облонский, — ты за кем? — Я за матушкой, улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским. — отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. Она нынче должна быть из Петербурга. — А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербатских? — Домой, — отвечал Вронский, — признаться мне. Так было приятно вчера после Щербатских, что никуда не хотелось. Узнаю коней ретивых по каким-то там таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, продекламировал Степан Аркадьевич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор. — А ты кого встречаешь? — спросил он. — Я? — Я хорошенькую женщину, — сказал Облонский. — Вот как? — Стыдно тому, кто это дурно истолкует. — Сестру Анну. — Ах, это Каренину, — сказал Вронский. — Ты ее верно знаешь? — Кажется, знаю. — Или нет? — Прав, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное. — Ну, Алексей Александрович, моего знаменитого зятя, верно знаешь? — Его весь мир знает. — То есть знаю по репутации и по виду, знаю, что он умный, ученый, божественный что-то, но ты знаешь, это не в моей... — Не по моей части, — сказал Вронский. Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека по одному взгляду на внешность этой дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее, не потому, что она была очень красива, не потому изящество и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо него, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза, дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшую ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Мать Вронского, путешествующая с этой дамой, то есть с Анной, представляет ей своего сына. Появляется Облонский. Затем, когда все выходят, происходит трагический случай. Рудольф впервые видит Эмму над тазом с кровью, Вронский встречается с Анной тоже над окровавленным телом. Вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке черной и красной. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Они узнают, что сторож был то ли пьян, то ли слишком закутан от сильного мороза, не услышал идущего назад поезда и его раздавило. Анна спрашивает, нельзя нельзя что-нибудь сделать для вдовы, у него большая семья. Вронский взглянул на нее и сказал матери, что он скоро вернется. Потом мы узнаем, что он передал двести рублей для семьи погибшего. Обратите внимание на замешкавшегося сторожа. Эта смерть соединяет судьбы Анны и Вронского. Все эти подробности необходимы для понимания их двойного сна. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. Вот смерть-то ужасная, сказал какой-то господин, проходя мимо. Говорят на два куска. Я думаю, напротив, самое легкое мгновенное, заметил другой. И Анна запомнила его слова. Как это не примут мер, говорил третий. Каренина села в карету и Степан Аркадьевич с удивлением увидал, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы. Что с тобой, Анна? спросил он, когда они отъехали несколько сот сажений. Дурное предзнаменование, сказала она. Какие пустяки, сказал Степан Аркадьевич. И он продолжает говорить о том, как он рад, что она приехала. Остальные важные события, составляющие канву сна, произойдут позже. Анна встречает Вронского на балу и танцует с ним. Но это всего лишь мимолетная встреча. Она возвращается в Петербург, помирив Долли с братом Стивой. Ну, все кончено и слава Богу. Ее интерес к Вронскому была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, ее горничная, и огляделась в полусвете спального вагона. Слава Богу! Завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная по-старому. Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечание о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной нож и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба, потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам, потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны. Характерная художественная деталь, так как ветер дует с одной стороны, которая, к тому же, прекрасно передает направление мысли Анны потерю внутреннего равновесия. И разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же. Та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Один из тех разрывов в ткани самой жизни, которые так точно соответствуют ее надрывному настроению. Анна Аркадьевна читала и понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своей смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать. Была ли она хорошим читателем с нашей точки зрения? Не напоминает ли ее сопереживание тому, что происходит в книге, другую героиню Эмму? Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение. Как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого, она подставляет на его место Вронского. Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно? спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие и приятные. Вспомнила Бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей «тепло, очень тепло, горячо». Существует игра, в которой прячут предмет и ищут с помощью указаний «тепло-холодно». Обратите внимание, что в вагоне тепло и холод тоже все время сменяют друг друга. «Ну что ж», сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле, «что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что ж, неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости вдруг беспричинно овладевшей ею. Возобладала ее эмоциональная натура. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке, с необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон или назад. Сравните это выражение с важной метафорой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» или вовсе стоит. Аннушка ли подли нее или чужая? Что там на ручке? Шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая? Ей страшно было отдаваться этому забытью, но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, еще один штрих в ее настроении, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь, слабый намек, но потом опять все смешалось. Мужик этот принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком. Потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то. Обратить внимание на этот полусон. Потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного — обратите внимание и на этот штрих — и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину, платок, надела их и направилась к двери. — Выходить изволите? — спросила Аннушка. — Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко. И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Сравните этот эпизод с тем, как ветер борется с Левиным в конце книги. Ветер как будто только ждал ее. Вновь трогательное заблуждение. Люди, утратившие душевное равновесие, склонны приписывать явлениям природы человеческие свойства. Радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы и люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. Отметьте, составную часть ее будущего сна. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами и послышались стуки молотка по железу. — Депешу дай! — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. Занесенные снегом пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо нее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон. Как еще человек в военном пальто подлине ее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря? Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей. Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него, и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? сказала она, опустив руку, которую взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. Зачем я еду? повторил он, глядя ей прямо в глаза. Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, сказал он. Я не могу иначе. И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепетал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сене вагона. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой, отчего у него стали такие уши?» подумала она, глядя на его холеную и представительную фигуру, и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Он, Левин, шел по дорожке к катку и говорил себе, «Надо не волноваться, надо успокоиться, о чем ты, чего ты, молчи, глупая!» обращался он к своему сердцу, и чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. На льду собирались в этот день недели, и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собой. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими, неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все оказались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся казалось совершенно равнодушно, обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней, совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербатский, твой родный брат Китти, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему, — А, первый русский конькобежец, давно ли? Отличный лед! Надевайте же коньки! — У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязанности в ее присутствии, и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, рабея катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снорке, она держала их на готове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругую ножкой и подкатилась прямо к Щербатскому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину, она была прекраснее, чем он воображал ее. Но что всегда, как неожиданность поражала в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых. — Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. Толстой внимательно следит за своими героями. Он лепит их речи, жесты, но они обретают свою собственную манеру говорить и двигаться в том мире, который он для них создал. Понятно ли это? Мне кажется, что да. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь. Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. «Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы иния, упавшие на муфту. Снова ледяной штрих. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью», сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, давайте кататься вместе». «Кататься вместе? Неужели это возможно?» думал Левин, глядя на нее. «Сейчас надену», сказал он, и он пошел надевать коньки. «Давно не бывали у нас, сударь», говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. «После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет?» говорил он, натягивая ремень. Немного погодя, один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням гормыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. «Ах, это новая штука!» сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. «Не убейтесь, надо привычку!» крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. «Мы присутствуем на обеде, через два года после того, как Китти отказала Левину на приеме в доме Облонских. Сначала нужно привести небольшой отрывок о скользком грибе». «А вы убили медведя, мне говорили», сказала Китти, тщетно стараясь поймать вилкой непокорной отскальзывающий гриб и, встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. Великолепное зрение великого писателя, всегда подмечающего, что в следующий момент предпримут его живые куклы. «Разве у вас есть медведи?» прибавила она, в пол оборот, повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь. «Теперь мы переходим к знаменитой сцене с мелом. После обеда Китти и Левин на минутку оказываются одни. Китти, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор, шедший за обедом, о свободе занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастья. — Ах, я весь стол исчертила, сказала она, и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. — Как же я останусь один без нее? — с ужасом подумал он и взял мелок. — Постойте, сказал он, садясь к столу, я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. — Пожалуйста, спросите. — Вот, сказал он и написал начальные буквы КВМО ЭНМБЗЛЭНИТ. Буквы эти значили, когда вы мне ответили «Этого не может быть», значило ли это, что никогда или тогда? — Не было никакой вероятности, что она могла понять эту сложную фразу, но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом «То ли это, что я думаю?» «Я поняла», сказала она, покраснев. «Какое это слово?» сказал он, указывая на «н», которым обозначалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», сказала она, но это неправда. Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т-Я-Н-М-И-О». «Тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно робко. «Только тогда?» «Да», отвечала ее улыбка. «А «Т-Я-Н-М-И-О». «А теперь?» спросил он. «Ну так вот, прочтите. Я скажу то, чего бы желала, очень бы желала». Она написала начальные буквы «Ч-В-М-З-И-П-Ч-М-И-О». «Ч-В-М-И-О». Это значило «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Все это немного натянуто. Хотя любовь, несомненно, творит чудеса, соединяет края пропасти между людьми и может сопровождаться случаями умилительной телепатии. Все же столь детальное чтение мыслей не очень убедительно, однако жесты героев прелестны. И вся сцена художественно оправдана. Толстой выступал за естественную жизнь. Природа, то есть бог, распорядилась так, чтобы женщина страдала в природах сильнее, чем, скажем, самка дикобраза или кита. Поэтому он был яростным противником искусственного обезболивания. В журнале «Лук» жалком подобии лайфа за 8 апреля 1952 года представлена серия фотографий под заголовком «Я сфотографировала рождение моего ребенка». Исключительно несимпатичный младенец ухмыляется в углу страниц. Подпись гласит «Лежа на родильном столе, миссис А. Х. Хэйзенвельд, писательница-фотограф, что бы это значило. Исцедер Рапец Айова щелкнула своим фотоаппаратом и запечатлела эти необычайные мгновения — от первых схваток до первого крика ее первенца. Что же это за фотографии? К примеру, муж в пошлом, раскрашенном от руки галстуке, с простецким, но удрученным видом, навещает жену в разгар родов. Или миссис Хэйзенвельд фотографирует сестру Мэри, опрыскивающую роженицу дезинфицирующим средством. Толстой бы очень рассердился. Кроме опиума в небольших дозах, который почти не помогает, никаких обезболивающих средств не существовало. Время действия — 1875 год. И во всем мире женщины рожают точно так же, как две тысячи лет назад. Здесь звучит как бы двойная тема. Красота и естественность природной драмы, ее тайна и ужас, увиденные глазами Левина. Современные методы, которые используют при родах, госпитализация, уничтожили бы всю прелесть великой пятнадцатой главы из седьмой части, а обезболивание представляется совершенно невозможным толстому христианину. Китти рожает дома. Левин, конечно же, бродит по комнатам. Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову на бок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню, и встал на свое место у изголовья. Крик затих. Но что-то переменилось теперь. Что он не видел и не понимал, и не хотел видеть и понимать. Воспаленное, измученное лицо Китти, с прилипшую к потному лицу прядью волос, было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу. — Не уходи, не уходи, я не боюсь, я не боюсь, — быстро говорила она. — Мама, возьмите сережки, они мне мешают. — Обратите внимание на эти сережки, носовой платок, иглы иния на муфте и другие штрихи, сопутствующие Китти на протяжении всего романа. — Нет, это ужасно, я умру, умру, поди, поди, — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. — Ничего, ничего, все хорошо, — проговорила ему вслед Долли. Она прошла через это уже семь раз. Но чтоб они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда неслыханное им — виск, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Китти. — Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий. — Доктор, что же это? Что же это? — Боже мой, — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора. — Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял — кончается в смысле умирает. Доктор, конечно, имел в виду, что через минуту она родит, и это кончится. Затем начинается часть, оттеняющая красоту этого естественного явления. Кстати говоря, вся история художественной литературы в ее развитии есть исследование все более глубоких пластов жизни. Совершенно невозможно представить, что Гомер в IX веке до н.э. или Сервантес в XVII веке н.э. описывали бы в таких невероятных подробностях рождение ребенка. Дело не в том, оправданы ли те или иные события или чувства этические или эстетические. Я хочу сказать, что художник, как и ученый, в ходе эволюции искусства или науки, все время раздвигает горизонт, углубляя открытие своего предшественника, проникая в суть явлений все более острым и блистательным взглядом. Вот каков результат! Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидал, — это было лицо Лизаветы Петровны, — оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Китти не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения и по звуку, выходившему оттуда. Здесь начинается красота всего описанного. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал. Он сделался еще ужаснее, и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться. Крик затих. И слышалась тихая суетня, шелест, торопливое дыхание, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес. Кончено! Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасное и тихое, она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастье, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силою поднялись в нем, колебля все его тело. Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. Вся глава насыщена великолепными образами. Все фигуры речи, которые встречаются в ней, незаметно переходят в повествование. Но теперь мы готовы к сравнению подытоживающему отрывок. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было, и которая также, с тем же правом, с той уже значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных. Позднее мы отметим образ света, вспыхивающего перед самоубийством Анны, смерть — освобождение души. Поэтому рождение ребенка и рождение души в смерть одинаково сопряжены с тайной, ужасом и красотой. Роды Китти и смерть Анны сходятся в этой точке. Рождение веры в Левине — муки рождения веры. Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям — он не мог еще разобрать их — сколько к душевному состоянию, прежде никогда им неиспытанному. Крестьянин, с которым он разговорился, сказал об одном мужике, что тот живет ради своего брюха и что ради брюха жить нельзя, нужно жить во имя истины, Бога, души. Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания, думал Левин, шагая по пыльной дороге? Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную, лопушистую лесную траву. — Да, надо опомниться и обдумать, — думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. — Все сначала, — говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. — Что радует меня? — Что я открыл? — Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина. Но мы должны обратить внимание не на идеи. В конце концов, необходимо иметь в виду, что идеи в литературе не так важны, как образы и магия стиля. Нас интересует в данном случае не то, что думал Левин или сам Лев Николаевич, а букашка, так изящно обозначившая поворот, изгиб, движение мысли. Мы подходим к последним главам, где завершается линия Левина, к окончательному обращению Левина. Но давайте вновь посмотрим на образы, предоставив идеям карабкаться друг на друга как им угодно. Слово, выражение, образ — вот истинное назначение литературы, но не идеи. В поместье Левина его семья и гости отправляются на пикник. Затем они возвращаются. Князь и Сергей Иванович сели в тележку и поехали. Остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой. Но туча, то белее, то чернее, так быстро надвигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, черные и низкие, как дым с копотью облака, с необыкновенную быстротой бежали по небу. До дома еще было шагов двести, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать ливня. Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди. Дарья Александровна, с трудом борясь со своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла, а бежала, не спустя. Спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами. Они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о край железного желоба. Дети и за ними большие с веселым говором вбежали под защиту крыш. — Катерина Александровна, — спросил Левин у встретившей их в передней Агафь Михайловны с плащами и пледами. — Мы думали с вами, — сказала она, — а Митя? — В колке должно, и няне с ними. — Левин схватил пледы и побежал в колок. В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, как в затмении. Ветер упорно, как бы настаивая на своем трогательное заблуждение ветра, как во время последнего путешествия Анны, но здесь явный образ переходит в сравнение, останавливал Левина, и, обрывая листья и цвет слип, и безобразный, странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону — акации, цветы, лопухи, траву и макушки дерев. Работавшие в саду девки с визгом пробежали под крышу людской. Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе. Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки — трогательная борьба продолжается — Левин уже подбегал к колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от колка, с ужасом увидел прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушку знакомого ему дуба в середине леса. Сравните с эпизодом «Скачек», где Вронский вдруг понимает, что положение его изменилось, когда лошадь, перелетая канаву, сломало себе спину. — Неужели? — Разбило! — едва успел подумать Левин, как все убыстряя и убыстряя движение макушка дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева. Свет молнии, звук грома и ощущения мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса, боже мой, боже мой, чтоб не на них, — проговорил он. И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтобы они не были убиты дубом, который уже упал теперь, он повторил ее, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать. Они были на другом конце леса, под старую липой, и звали его. Две фигуры в темных платьях, они были в светлых, нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Китти и няня. Дождь уже переставал, и начинало светлеть, когда Левин подбежал к ним. У няни подол был сух, но на Ките платье промокло насквозь, и все облепило ее. Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том же положении, в которое они стали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зеленым зонтиком. — Живы, целы, слава богу! — проговорил он, шлепая по неубравшейся воде сбившуюся полную воды ботинкой и подбегая к ним. Он рассердился на жену. — Собрали мокрые пеленки. Мокрые от дождя? Непонятно. Обратите внимание, как проливной дождь превратился в милые сердцу мокрые пеленки. Силы природы отступили перед могуществом семейной жизни. Трогательная ошибка сменилась улыбкой счастливой семьи. Купание ребенка Одною рукою она, Китти, поддерживала подголовку плавающего на спине и корячившего ножонки пухлого ребенка, другою она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку. Ребенка вынули на одной руке из ванны, окатили водой, окутали простыней, вытерли и после пронзительного крика подали матери. — Ну, я рада, что ты начинаешь любить его, — сказала Китти мужу после того, как она с ребенком у груди спокойно уселась на привычные места. — Я очень рада. А то это меня уже начинало огорчать. Ты говорил, что ничего к нему не чувствуешь. — Нет, разве я говорил, что я не чувствую? Я только говорил, что я разочаровался. — Как в нем разочаровался? Не то, что разочаровался в нем, а в своем чувстве. Я ждал больше. Я ждал, что, как сюрприз, распустятся во мне новые приятные чувства, и вдруг вместо этого — годливость, жалость. Она внимательно слушала его через ребенка, надевая на тонкие пальцы кольца, которые она снимала, чтобы мыть Митю. Толстой всегда точно передает жест. Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясно. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим слип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением. Прелестный и правитческий образ, отмеченный особым обаянием. При каждой вспышке молнии не только млечный путь, но и яркие звезды исчезали, но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой опять появлялись на тех же местах. — Понятно ли это сравнение? — Ну, что же смущает меня? — сказал себе Левин. — Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. — Что же я делаю? — Действительно, что, — бормочет умный читатель. — Мне лично, моему сердцу открыто, несомненно, знание, непостижимое разумом. — А я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Вопроса же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить. — А, ты не ушел? — сказал вдруг голос Китти, шедший тем же путем в гостиную. — Что ты ничем не расстроен, — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если попять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. — И вновь этот чисто практический прием, меткая деталь. Он помогает уяснить суть дела. — Она понимает, — думал он. — Она знает, о чем я думаю. — Сказать ей или нет? — Да, я скажу ей. Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. — Вот что, Костя, сделай одолжение, — сказала она. — Пойди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу, его сводному брату, все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник? — Хорошо, я пойду непременно, — сказал Левин, вставая и целуя ее. — Нет, не надо говорить, — подумал он, когда она прошла вперед его. — Это тайна для меня одного нужная, важная и невыразимая словами. — Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера — не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь и буду молиться, но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной каждая минута ее, не только небессмысленно, какую была прежде, но имеет несомненный смысл добра, которой я властен вложить в нее. На этой мистической ноте кончается книга, которая, мне кажется, скорее дневниковой записью самого Толстого, а не его героя. Это как бы задник всей книги, ее млечный путь, линия семейной жизни Левина-Китти. Теперь перейдем к образам железа и крови, относящимся к линии Вронского и Анны, которая создает зловещий контраст с этим темным звездным небом. Вронский впервые появляется в 14 главе первой части у Щербатских, хотя он упоминается и раньше. Кстати сказать, именно здесь начинается интересный мотив спиритизма, столоверчения, медиумов, впадающих в транс и прочих модных в те времена забав. Вронский легкомысленно решает принять участие в этой модной затее, но значительно позднее, в 22 главе 7 части. И по странной случайности, именно благодаря медиумическим видениям французского шарлатана, который нашел себе покровителей в высшем петербургском обществе, Каренин решает отказать Анне в разводе. Телеграмма, извещающая ее об этом, приходит в момент трагического обострения отношений между нею и Вронским и подталкивает ее к самоубийству. Перед встречей с Вронским молодой чиновник из департамента ее мужа признается ей в любви, и она весело рассказывает об этом мужу. Но сейчас, с первого же взгляда, которым она обменялась с Вронским на балу, в жизнь ее вторгается роковая тайна. Она ничего не говорит заловки о том, что Вронский дал деньги вдове погибшего железнодорожного служащего, тем самым тайно соединяя себя с будущим любовником. Потом Вронский приходит к Щербатским накануне балла в тот самый миг, когда Анна так живо вспоминает сына, с которым она рассталась на несколько дней, улаживая в Москве дела брата. Любовь к сыну будет потом постоянной преградой между ней и Вронским. В сценах скачек во второй части множество откровенной символики. Во-первых, язвительный намек Каренина. В павильоне на скачках высокопоставленный генерал, чином выше Каренина и член царской фамилии, подтрунивая над ним, спрашивает, — А вы не скачете? На что Каренин почтительно двусмысленно отвечает, — Моя скачка труднее. Ответ с подтекстом, ибо он может означать, что обязанности должностного лица сложнее спортивного азарта, и намекает на сложное положение обманутого мужа, который должен скрывать его и найти изощренный компромисс между браком и карьерой. Важно отметить, что Анна признается в измене мужу на скачках, где лошадь ломает себе спину. Еще более глубокий подтекст скрыт в поведении Вронского во время этих знаменательных скачек. Сломав спину фру-фру и разбив жизнь Анны, Вронский в сущности действует одинаково. Вы увидите, что выражение «у него дрожала нижняя челюсть» повторяется и в том, и в другом эпизоде. В сцене падения Анны, когда он склоняется над ее грешным телом, и в сцене настоящего реального падения с лошади, когда он стоит над умирающим животным. Весь тон этой главы о скачках с ее трогательной кульминацией отзовется в главах, где происходит самоубийство Анны. Взрыв страстного гнева, негодование на эту прекрасную беспомощную лошадь с тонкой шеей, которую он убил одним неловким движением, не поспев за нею и опустившись на седло раньше времени, особенно поразителен, если сравнить его с описанием, встречающимся у Толстого несколькими страницами ранее, когда Вронский готовится к скачкам. Он был, как всегда, спокоен и важен, и вдруг поток проклятий, с которым он обрушился на поверженную кобылу. Пред ним, тяжело дыша, лежала фру-фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, трепеща крыльями седла, выпростала передние ноги, но не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледной, с трясущуюся нижнюю челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводье. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим глазом. — А-а-а! — промычал Вронский, схватившись за голову. — А-а-а! — что я сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка, и своя вина постыдная, непростительная, и эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Анна едва не умерла от родов. Я не буду распространяться о попытке Вронского покончить с собой после разговора с Карениным у ее постели. Это слабая сцена. Конечно, мотивы самоубийства легко объяснимы. Главное из них — уязвленное самолюбие, ведь муж Анны повел себя благороднее его. Сама Анна назвала своего мужа святым. Вронский стреляет в себя, потому же, почему оскорбленный дворянин прошлого века вызывал своего обидчика на дуэль не за тем, чтобы убить, но напротив, чтобы тот выстрелил в него. Гибель от руки противника перечеркивает оскорбление. Если бы Вронский умер, он отомстил бы за себя угрызениями совести других людей. Если бы выжил, он разрядил бы пистолет в воздух, сохранив жизнь противнику, тем самым унизив его. Такова подоплека всех дуэлей. Хотя, конечно же, бывали случаи, когда оба дуэлянта желали убить друг друга. К сожалению, Каренин не принял бы вызова, и Вронский должен сразиться сам с собой, погибнуть от собственного выстрела. Словом, попытка самоубийства — вопрос чести для Вронского, нечто вроде харакири, как его понимают японцы. С точки зрения общепринятой морали тут все правильно. Но глава неубедительна с художественной точки зрения, с точки зрения структуры романа. Это незначительное событие вклинивается в тему сна смерти, которая проходит через всю книгу и стилистически нарушает красоту и глубину самоубийства Анны. Если я не ошибаюсь, в главе о последнем путешествии героини в ее памяти ни разу не всплывает попытка Вронского покончить с собой. Не странно ли это? Анна должна была бы вспомнить о ней, задумав свой собственный роковой план. Толстой художник понимал, что тема самоубийства Вронского звучит в иной тональности, что она другого оттенка и тона решена совсем в ином ключе и стиле, и художественно не связана с предсмертными мыслями Анны. Двойной кошмар Сон-кошмар играет исключительно важную роль в книге. Я говорю о двойном кошмаре, потому что и Анна, и Вронский видят один и тот же сон. Он скрепляет вензелеобразной связью два индивидуальных сознания, случай, хорошо известный в так называемой реальной жизни. Кроме того, ясно, что Анна и Вронский в этот миг телепатии переживают то же самое, что Китти с Левиным, когда они угадывают мысли друг друга и мелом пишут буквы признаний на зеленом сукне ломберного стола. Но между Китти и Левиным связь светлая, лучезарная, открывающая целые дали нежности, влюбленной привязанности, уважения и настоящего блаженства, Анна и Вронский видят гнетущий, чудовищный ночной кошмар с ужасными провидческими подробностями. Как вы, должно быть, уже догадались, я, мягко, но безоговорочно, отметаю фрейдийское толкование снов с его упором на символы, которые, возможно, имеют какую-то реальную основу в довольно-таки плоском и педантичном уме венского шарлатана, но вовсе не в сознании людей, не приученных к современному психоанализу. Поэтому я буду говорить о теме кошмара, опираясь на понятия автора, то есть на толстовский художественный метод. И вот что я хочу сделать. Я пройдусь с фонариком по темным закоулкам книги, где можно обнаружить три стадии двойного кошмара Анны Ивронского. Во-первых, доберусь до тех эпизодов внутренней жизни Анны Ивронского, из которых мог родиться этот кошмар. Во-вторых, я остановлюсь на самом сне, приснившемся им в переломный момент их переплетающихся жизней, и покажу, что хотя двойной сон распадается на составные части, результат, то есть сам кошмар, один и тот же, впрочем, у Анны он ярче и много детальнее. В-третьих, я покажу связь между кошмаром и самоубийством Анны, когда она понимает, что маленький страшный мужичок из ее сна делает с железом то же, что ее греховная жизнь сделала с ее душой, растаптывает и уничтожает, и что с самого начала идея смерти присутствовала на заднем плане ее страсти, за кулисами ее любви, что теперь она будет двигаться по направлению, указанному ей во сне, и поезд, то есть кусок железа, уничтожит ее тело. Итак, посмотрим, из чего состоит двойной кошмар Анны Ивронского. Что я имею в виду, говоря о составных частях сна? Мы должны уяснить, что сон — это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании, при приглушенном свете, перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником, поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители. Но в данный момент нас интересует то, что актеры, подпорки и декорации взяты режиссером сна из нашей дневной жизни. Некоторые свежие и старые впечатления небрежно и наспех перетасованы на мутной сцене наших снов. Время от времени пробуждающийся мозг обнаруживает островок смысла во вчерашнем сне. И если это нечто очень яркое или хоть в чем-то совпадающее с глубинными пластами нашего сознания, тогда сон может составить единое целое и повторяться, возобновляться, что и происходит у Анны. Каковы же впечатления, которые сон выносит на сцену? Очевидно, что они похищены из нашей дневной жизни, но приняли новые формы и вывернуты наизнанку экспериментаторам-постановщикам, а вовсе не венским затейникам. Кошмар Анны Евронского принимает образ страшного мужичка с рыжей бородой, склонившегося над мешком, копошащегося в нем и что-то бормочащего по-французски, хотя по виду это русский пролетарий. Чтобы понять искусство Толстого, важно обратить внимание на то, как строится сон, на соединение обрывков, из которых этот кошмар должен состоять. Построение начинается с их первой встречи, когда железнодорожного сторожа раздавило насмерть. Я предлагаю просмотреть все отрывки, где встречаются элементы, из которых составлен этот общий сон. Эти формообразующие впечатления я называю составляющими сна. Воспоминание о раздавленном сокрыто на дне кошмара, который преследует Анну. Его же видит Воронский, хотя и не в таких подробностях. Как выглядел раздавленный? Во-первых, он весь закутан из-за мороза и поэтому не замечает поезда, который привез Анну Ивронского. Эта закутанность показана перед тем, как происходит несчастный случай при помощи таких изобразительных средств. Вот впечатление Воронского на станции перед прибытием поезда, где едет Анна. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. И когда прокатился паровоз, можно было увидеть кланяющегося машиниста, обвязанного и за Индивилова. Этот раздавленный был несчастный бедный человек, после которого осталось огромное семейство. Отсюда образ растерзанного бедняги. Обратите внимание, этот несчастный — первое звено, связавшее Воронского и Анну. Анна знает, что Воронский дал деньги семье сторожа лишь ради нее. Это его первый подарок ей, а замужняя женщина не должна принимать подарки от посторонних. Сторожа раздавила огромной массой железа. И вот первое впечатление Воронского при приближении поезда, слышится свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого. Очень ярко изображено дрожание платформы. Теперь посмотрим на этот образ — закутанный, раздавленный, расплющенный металлом человек. Идея закутанности прослеживается в странных сдвигах сна и яви, которые происходят у Анны по дороге в Петербург в ночном поезде. Закутанный, занесенный снегом кондуктор и истопник, которого она видит в полусне, грызущий что-то в стене с таким звуком, словно кого-то раздирают на части. Это все тот же раздавленный человек, только в другом обличье, символ чего-то сокровенного, постыдного, терзающего, ломающего и мучительного, лежащий на дне ее новой страсти к Вронскому. Именно закутанный человек объявляет остановку, на которой она встречает Вронского. Тяжелая железная идея связывается со всеми этими картинками во время ее путешествия домой. На этой остановке она видит скользнувшую под ногами согнутую тень человека, бьющего молотком по железу, а потом Вронского, который едет за нею в том же поезде и стоит около нее на платформе, где слышится стук молотка по железу. Черты раздавленного разрастаются и глубоко отпечатываются в ее сознании. Возникают два новых лейтмотива, сопровождающих мотив закутанности — растерзанность и стук по железу. Растерзанный человек нависает над текстом. Он трудится над железными колесами. Красный мешочек Красный мешочек Анны приготовлен толстым в 28 главе первой части. Он описан как игрушечный, крошечный, но позднее он вырастает. Собираясь покинуть московский дом Долли, Анна, борясь с внезапно подступившими слезами, склоняет свое раскрасневшееся лицо над маленьким мешочком, в который она кладет ночной чепчик и батистовые платки. Она откроет этот Красный мешочек, когда устроится в вагоне, чтобы вынуть подушечку, английский роман и нож для разрезания бумаги, а затем Красный мешочек переходит в руки ее служанки, зевающей перед нею. Это последняя вещь, которую она роняет, бросаясь под поезд, через четыре с половиной года, в мае 1876-го, когда мешочек, который она старается отвязать, на минуту задерживает ее. Теперь мы подходим к тому, что обозначалось словом «падение». В моральном смысле сцена эта очень далека от Флобера, от блаженства Эммы и сигары Рудольфа в небольшом залитом солнцем сосновом лесу неподалеку от Ионвилля. Через весь эпизод проходит развернутое смысловое сравнение супружеской измены с жестоким убийством. Тело Анны растоптано и раздавлено ее любовником, ее грехом. Она жертва какой-то сокрушительной силы. То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможную, ужасную и тем более обворожительную мечтою счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. «Анна! Анна!» — говорил он дрожащим голосом. Он чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Стыд пред духовную наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит и режет его, так и он покрывал поцелуями ее лицо и плеч. Так развивается тема смерти, которая впервые зазвучала в тот миг, когда закутанный сторож попал под поезд, на котором Анна приехала в Москву. Теперь мы подготовлены к двум снам, которые они увидят через год. Часть четвертая, глава вторая Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала, «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но не могу долия не видать вас. Приезжайте вечером». В семь часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти. Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковнике, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни он был приставлен к иностранному принцу, вкусившему всевозможных удовольствий, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике, об кладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте. И Вронский заснул. Он проснулся в темноте. Наступил вечер. Дрожа от страха и поспешно зажег свечу. Что такое? Что? Что такое страшное, я видел во сне. Да-да, мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, сказал он себе. Но отчего же это было так ужасно? Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. Что за вздор, — подумал Вронский и взглянул на часы. Он опаздывал к Анне. Войдя в дом своей любовницы, он встретил выходящего Каренина. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и горным блеском. Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась, и теперь вернулась в гостиную. — Нет, — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза. — Нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо-гораздо прежде. — Что? Что, мой друг? — Что? — Я жду, мучаюсь, час-два. — Нет, я не буду, я не могу ссориться с тобой. — Верно, ты не мог. — Нет, не буду. Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. — Обратите внимание, первое, что она говорит ему, таинственно связано с ее смертью. — Сон, — повторил Вронский, и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. — Да, сон, — сказала она. — Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. — Ты знаешь, как это бывает во сне, — говорила она с ужасом, широко открывая глаза. — И в спальне, в углу стоит что-то. — Ах, какой вздор! Как можно верить? Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенную бородой и страшной. Я хотел обижать, но он нагнулся над мешком, и руками что-то копошится там. Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице, и Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнивший его душ. Он копошится и приговаривает по-французски «скоро-скоро» и, знаешь, грассирует. И я от страха захотела проснуться, проснулась, но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит, родами, родами умрете, родами, матушка. Она умрет не родами, она умрет родами души при рождении веры. Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни. Обратите внимание, что идея смерти перекликается с идеей рождения ребенка. Ее нужно связать с мерцанием света, символизирующим ребенка Китти, и со светом, который увидит Анна перед тем, как она умрет. Для Толстого — смерть, рождение души. Теперь сравним сны Анны и Вронского. В главном они похожи, и оба основаны на происшествии, случившемся полтора года назад на железной дороге, когда сторожа раздавила поездом. Но у Вронского, закутанный несчастный мужик, заменен, лучше сказать, его играет, крестьянин-обкладчик, участвовавший в медвежьей охоте. В сон Анны вторгаются впечатления из ее путешествия в Петербург, кондуктор и стопник. В обоих снах у страшного мужика взлохмаченная борода. Он копошится и что-то бормочет. Остатки закутанного образа. В обоих снах он наклоняется и бормочет по-французски. Они оба обычно говорили по-французски в поддельном, по мнению Толстого, мире. Но Вронский не понимает, а вот Анна понимает, что в этих французских словах звучит идея железа, то есть чего-то расплющенного и раздавленного, чем станет она сама. Последний день Анны. Череда и последовательность событий этого майского дня 1876 года вполне очевидны. В пятницу она ссорится с Вронским. Потом они мирятся и решают уехать из Москвы в поместье Вронского в Центральной России в понедельник или во вторник, как ей хотелось. Неточность Набокова. У Толстого речь идет о субботе и воскресенье. Вронский желает ехать позже из-за своих дел, которые ему необходимо закончить, но затем соглашается. Он продает лошадь и дом, принадлежащий матери. В субботу от Облонского, который находится в Петербурге, приходит телеграмма, сообщающая, что Каренин вряд ли даст Анне развод. Анна вновь ссорится с Вронским, и Вронский целый день отсутствует, улаживая свои дела. В воскресенье утром, в последний день ее жизни, она просыпается от кошмара, который уже не раз снился ей, еще до того, как она стала любовницей Вронска. Мужичок с взъерошенной бородой что-то делает, склонившись над железом и бормоча бессмысленные французские слова. А она, как часто бывало с нею во сне, чувствует, что этот мужик не обращает на нее никакого внимания, но все, что он делает с железом, происходит с нею. Увидев этот чудовищный кошмар в последний раз, Анна замечает из своего окна, что Вронский ведет изысканную беседу с молодой дамой и ее матерью, которую старая графиня Вронская попросила передать бумаге из своего загородного имения. Их нужно подписать в связи с продажей дома. Вронский уезжает, так и не примирившись с Анной. Сначала он направляется в конюшни за лошадью, которую хочет продать, потом отсылает экипаж Анне и уезжает на поезде в загородное имение матери, чтобы получить ее подпись на бумагах. Первое письмо, где Анна умоляет его не оставлять ее одну, послано ею с кучером Михайлой в конюшни. Но Вронский уже уехал, посыльные и письмо возвращаются обратно. Вронский приехал на станцию, чтобы отправиться на поезде к матери. Анна посылает все того же Михайлу с той же запиской к старой графине Вронской и одновременно посылает телеграмму ему вдогонку с просьбой вернуться к ней. Короткая телеграмма приходит прежде трагической записки. Примерно в три часа пополудни она едет к Долли Облонской в легком двухместном экипаже с кучером Федором на козлах, и мы проследим ход ее мыслей. Будем придерживаться такого плана. Около шести часов она приезжает домой и находит ответ на свою телеграмму. Вронский пишет, что он не может быть дома раньше десяти вечера. Она решает ехать на загородном поезде до станции Обираловка в имение его матери, чтобы найти Вронского, а если он не вернется к ней в город, решает ехать дальше, неважно куда, и никогда больше не видеться с ним. Поезд отбывает в восемь часов вечера. Через двадцать минут она уже в Обираловке. Кругом полно народа. Дело происходит в воскресенье, и разнообразные впечатления, праздничные и будничные, переплетаются с ее драматическими раздумьями. В Обираловке ее встречает кучер Михайла, которого она послала с запиской. Он вновь приносит ответ от Вронского, извещающий ее, что тот не может вернуться до десяти часов вечера. Анна узнает у слуги, что молодая дама, на которой графиня Вронская хочет женить сына, находится в том же имении. Вся ситуация представляется ей дьявольской интригой, направленной против нее. Она решает покончить с собой и бросается под колеса грузового поезда в этот ясный майский воскресный вечер 1846 года, через сорок пять лет после смерти Эммы Бавари. Такова цепь событий. Теперь вернемся на пять часов назад, к некоторым обстоятельствам ее последнего воскресного дня. Поток сознания или внутренний монолог, способ изображения, изобретенный толстым русским писателем задолго до Джеймса Джойса. Это естественный ход сознания, то натыкающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира. Своего рода запись сознания действующего лица, текущего «Вперед и вперед», перескакивание с одного образа или идеи на другую, без всякого авторского комментария или истолкования. У Толстого этот прием существует в зачатке, так как автор помогает читателю. У Джеймса Джойса он доведен до максимальной степени объективной записи. Вернемся к последнему дню Анны. Москва. Воскресенье. 1876 год. После утреннего дождя погода прояснилась. Железные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей — все ярко блестело на майском солнце. Три часа дня, воскресенье, Москва. Пока Анна сидела в углу удобной коляски, она стала вспоминать события прошлых дней, свои ссоры с Вронским. Она упрекала себя за унижения, до которых она опустилась. Затем она стала читать вывески на лавках. Здесь начинается поток сознания. Контора и склад, зубной врач. Да, я скажу Доле все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. Я не покорюсь ему. Я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов-калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша, а мытищинские колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с теткой к троице, на лошадях еще. Неужели это была я с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он будет горд и доволен, получив мою записку? Но я докажу ему, как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты», — вспомнила она, как это говорил Вронский, — «наши». Почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего. Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки, верна любви. Они не знают, как это не весело, как низко. Бульвары, дети, три мальчика бегут, играя в лошадки, Сережа. Снова внутренний лирический крик. «И я все потеряю и не возвращу его». После ничем не кончившейся встречи с Долли, когда она случайно видится с Китти, она едет домой. По пути домой снова начинается поток сознания. Ее мысли движутся от случайного, единичного, к драматическому, общему. Толстый румяный господин принимает ее за свою знакомую, приподнимает лоснящуюся шляпу над лысой лоснящейся головой, потом убеждается, что он ошибся. Он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают, наверное, — думала она, гляня на двух мальчиков, остановивших мороженщика, который снимал с головы катку и утирал концом полотенца потное лицо. Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. И Китти так же, не Вронский, то Левин. И она завидует мне и ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Китти, Китти меня, вот это правда. Тютькин, тютькин. Я это скажу ему, когда он приедет, — подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного. Да и ничего смешного, веселого нет, все гадко. Звонят к вечерне. И купец этот как аккуратно крестится. Точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви? Этот звон и эта ложь. Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бронятся. Кучер Федор правит. Петр сидит на козлах. Она едет на станцию, чтобы отправиться в Абираловку. Мы вновь слышим поток сознания. Да, о чем я в последнем так хорошо думала, — старалась вспомнить она. Тюткин? Нет, не то. Да, про то, что говорит Яшвин. Борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете. Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертвого, пьяного фабричного, скачающуюся головой, которого вез куда-то городовой. Вот этот скорее, — подумала она. Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него. Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет за тем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других? Гимназисты идут, смеются. Сережа, — вспомнила она, — снова внутренний лирический крик. Я тоже думала, что любила его и умилялась над своей нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью. И она с отвращением подумала о том, что она имела в виду, говоря себе о той любви, свою плотскую страсть к Вронскому. Она приезжает на станцию и садится в поезд до Абираловки, ближайшей к поместью матери Вронского станции. Когда она занимает место, происходят два случая. Она слышит разговор по-французски и в то же время видит безобразного мужика со спутанными волосами, покрытого грязью, нагибающегося к колесам поезда. С невыносимым ощущением сверхъестественного узнавания она вспоминает свой прежний сон, страшного мужика, ударявшего по железу и бормочущего французские слова. Французский язык — символ фальши, а закутанный карлик — символ ее греха, отвратительного и опустошившего душу. Эти два образа сливаются в одну вспышку рока. Вы увидите, что вагоны этого загородного поезда не похожи на ночной экспресс Москва-Петербург. В этом загородном поезде вагоны намного меньше и состоят из пяти купе. Здесь нет коридора. В каждом купе двери внутри и снаружи, так что люди входят и выходят, сильно хлопая пятью дверями, расположенными по обеим сторонам вагона. Так как коридора нет, кондуктору между остановками приходится стоять на подножке с той или иной стороны вагона. Максимальная скорость загородного поезда этого типа — примерно 35 миль в час. Она приезжает через двадцать минут в Абираловку и из записки, принесенной слугой, узнает, что Вронский отказался ехать сразу, как она умоляла его сделать. Она идет по платформе, обращаясь к своему собственному измученному сердцу. Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете. «Настоящее!» — сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то, ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик-продавец квасу не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» Все дальше и дальше, уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом, спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась, подлив плоть мимо нее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона, и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее. — Туда, — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединую первый вагон, но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно, середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона, и ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колено. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. Где я? Что я делаю? Зачем? Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое, толкнуло ее в голову и потащила за спину. Господи, прости мне все, проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом, и свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла. Действующие лица Все смешалось в доме Облонских, но во владениях Толстого царит полный порядок. Красочная панорама главных действующих лиц разворачивается уже в первой части романа. Двойственная природа Анны просвечивает уже в той роли, которую она играет при первом появлении в доме брата, когда своим тактом и женской мудростью восстанавливает в нем мир и в то же время, как злая обольстительница, разбивает романтическую любовь молодой девушки. Быстро выбравшись из жалкого положения с помощью дорогой сестры, Облонский, светловолосый Бон Виван, с влажными глазами, уже при встрече с Левиным и Вронским исполняет роль искусного светского дипломата, которая ему отведена в романе. Множество поэтических образов передают нежность и пылкость Левина к Ките. Сначала безответные, но потом возвышающиеся до толстовского идеала любви, трудного и божественного, то есть брака и рождения детей. Левин делает предложение не вовремя, но оно приносит Ките облегчение после ее неудачного романа с Вронским, своего рода неуклюжей влюбленность, которую она перерастает вместе с юностью. Вронский, поразительно красивый, но чересчур коренастый человек, чрезвычайно обходительный, но без всякого таланта, милый, но довольно заурядный, проявляет некоторую бесчувственность Ките, которая впоследствии легко может перейти в бездушие и даже жестокость. Увлеченный читатель отметит, что торжествующий влюбленный в первой части книги не кто-то из молодых людей, а величавый Каренин с некрасивыми ушами. Мы подходим к главной морали книги. Брак Карениных, где нет истинной любви, так же греховен, как любовь Анны к Вронскому. Здесь же в первой части зарождается тема этой трагической любви, и вступлением к ней служат три супружеские измены, которые Толстой противопоставляет друг другу. Первое. Долли, увядающая женщина тридцати трех лет, многодетная мать, находит любовную записку, написанную ее мужем Стивой Облонским, молодой француженке, гувернантке их детей. Второе. Брат Левина Николай, жалкая личность, живет с доброй, но необразованной женщиной, которую в порыве общественного рвения, свойственного той эпохе, он забрал из дешевого публичного дома. Третье. Последнюю главу первой части Толстой завершает историей Петрицкого и баронессы Шильтон, легкомысленным адюльтером без обмана и разрушения семейных уз. Эти три случая незаконных связей, Облонского, Николая Левина и Петрицкого, как бы маячит на полях нравственных и душевных переживаний Анны. Нужно отметить, что трагедия Анны начинается в ту минуту, когда она встречает Вронского. Действительно, Толстой так выстраивает действия, что события первой части, происходящие за год до того, как Анна становится любовницей Вронского, бросают роковую тень на ее трагическую судьбу. С художественной силой и тонкостью, прежде русской литературе неведомыми, Толстой соединяет тему насильственной смерти с темой пылкой страсти Вронского и Анны. Роковая смерть железнодорожного сторожа, совпавшая с их знакомством, становится мрачным и таинственным предзнаменованием, соединившим их. Вронские хладнокровно помогают семье покойного лишь потому, что Анна беспокоится о ней. Замужние великосветские дамы не должны принимать подарков от незнакомых мужчин, а Вронский делает Анне этот подарок. Еще нужно отметить, что Анна стыдится и благородного жеста и внезапного сближения выросшего из случайной смерти или несчастного случая, словно это первый шаг в ее неверности мужу, поступок, о котором нельзя упоминать в присутствии Каренина или Кити, влюбленной во Вронского. А всего острее Анна вдруг понимает, что это происшествие, ознаменовавшее ее встречу с Вронским и попытку уладить дела изменника брата, дурной знак. Ее охватывает непонятная печаль. Один прохожий говорит другому, что внезапная смерть самая легкая. Анна слышит эту фразу, она западает ей в душу, чтобы впоследствии вырасти в нечто большее. Не только неверность Облонского в начале книги гротескно пародирует судьбу его сестры. Еще одна необыкновенная тема промелькнет в эпизодах этого утра тема многозначительных сновидений. Сон Стивы определяет его беззаботную переменчивую натуру, точно так же, как позднее пророческий кошмар Анны, ее глубокую, богатую и трагическую личность. Хронология Толстого Хронология Ванни Карениной построена на уникальном для мировой литературы чувстве времени. Досконально изучив первую часть книги, 34 небольшие главы, составляющие 135 страниц, читатель остается в убеждении, что утренние, полуденные и вечерние часы на протяжении по крайней мере целой недели жизни нескольких персонажей изображены с изумительной обстоятельностью. Мы остановимся на реальных событиях, но прежде уместно будет поговорить о том, как и когда едят герои книги. Каков был распорядок дня в состоятельных московских или петербургских домах в 70-е годы прошлого века? Завтрак около девяти часов. Состоял из чая или кофе, хлеба с маслом или, как у облонских, калача. Легкий ланч между двумя и тремя часами, а затем сытный обед около половины шестого с русским ликером и французскими винами. Вечерний чай с пирогами, вареньем и разными русскими лакомствами подавался между девятью и десятью часами, после чего семья удалялась в свои покои, но наиболее легкомысленные ее члены могли завершить день ужином в городе в одиннадцать часов вечера или даже позже. Действие романа начинается в восемь часов утра в пятницу одиннадцатого февраля по старому стилю тысяча восемьсот семьдесят второго года. Эта дата нигде не упоминается, но ее легко установить. Первое. Политические события накануне Турецкой войны, которые упоминаются в последней части романа. Приурочивают его конец к июлю тысяча восемьсот семьдесят шестого года. Вронский становится любовником Анны в декабре тысяча восемьсот семьдесят второго года. Эпизод на скачках происходит в августе тысяча восемьсот семьдесят третьего года. Вронский и Анна проводят лето и зиму тысяча восемьсот семьдесят четвертого года в Италии и лето тысяча восемьсот семьдесят пятого года в имении Вронского. Потом в ноябре они едут в Москву, где Анна кончает жизнь самоубийством майским воскресным днем тысяча восемьсот семьдесят шестого года. Второе. В шестой главе первой части говорится, что Левин провел два месяца с середины октября до середины декабря тысяча восемьсот семьдесят первого года в Москве, затем перебрался в загородное имение на два месяца и в феврале вернулся в Москву. Через три месяца поздней весной начинаются драматические события книги. Глава двенадцатая, часть вторая. Третье. Облонский читает в утренней газете о графе Бейсте австрийском пасле в Лондоне, который едет через Висбаден в Англию. Это происходит перед благодарственным молебном в честь выздоровления принца Уэльского, который служили во вторник пятнадцатого двадцать седьмого февраля тысяча восемьсот семьдесят второго года, и поэтому единственная возможная пятница одиннадцатая двадцать третье февраля тысяча восемьсот семьдесят второго года. Из тридцати четырех небольших глав, составляющих первую часть, первые пять последовательно описывают действия Облонского. Он просыпается в восемь часов утра, завтракает между девятью и девятью тридцатью и около одиннадцати приезжает в присутствие. Около двух часов дня туда неожиданно приходит Левин. С шестой главы Облонский исчезает из поля зрения автора и в центре его внимания оказывается Левин. В первый раз Толстой изменяет хронологическую последовательность и начинает линию Левина. Мы ненадолго возвращаемся на четыре месяца назад, затем в главах седьмой-девятой следуем за Левином с его прибытия в Москву в пятницу утром, когда он беседует со своим сводным братом, у которого он остановился, до его прихода на службу к Облонскому, а затем на каток в четыре часа дня, где он катается скить. Облонский появляется вновь в конце девятой главы. Он приходит около пяти, чтобы привезти Левина на обед в Англию, описанный в десятой и одиннадцатой главах. Затем Облонский опять исчезает. Мы узнаем, что Левин возвращается домой, чтобы переодеться и направляется на вечер к Щербатским. Попадаем туда и ждем его. Глава двенадцатая Он появляется в семь тридцать и в следующей главе описана встреча Левина с Вронским. На протяжении десятка страниц главы двенадцатая и четырнадцатая мы остаемся наедине с Левиным и Китти. Левин уходит около девяти часов вечера. Вронский остается еще примерно на час. Щербатский беседует перед сном глава пятнадцатая и в шестнадцатой главе описано, как окончил день Вронский приблизительно до полуночи. Здесь читатель заметит, что остаток вечера после того, как Левин покидает Щербатских будет описан позже. Тем временем этот первый день романа пятница одиннадцатого февраля в шестнадцатой главе для Вронского подошел к концу. Он крепко спит после ужина в гостиничном номере. Облонский же завершает этот драматичный и бурный день в ночном ресторане. Следующий день суббота 12 февраля начинается в одиннадцать часов, когда Вронский и Облонский приезжают на станцию Петербургской железной дороги, чтобы встретить поезд из Петербурга, в котором едут мать Вронского и сестра Облонского. Главы 17 и 18 Оставив Анну у себя дома, Облонский едет на службу около полудня, и мы наблюдаем за первым днем Анны в Москве до девяти тридцати вечера. Рассказ о субботних событиях занимает двадцать страниц. Главы двадцать вторая двадцать третья около десяти страниц посвящены балу, который происходит через три или четыре дня в среду 16 февраля 1872 года. В следующей двадцать четвертой главе Толстой прибегает к приему, который намечен в шестой и восьмой главах и последовательно проводится в книге. Он опрокидывает время, когда речь идет о левине. Мы возвращаемся к одиннадцатому февраля в ночь на субботу, чтобы последовать за левиным, уехавшим от Щербатских к брату, куда он приезжает в девять тридцать и ужинает с ним. Главы двадцать четвертая, двадцать пятая. На следующее утро в субботу Левин уезжает в свое имение в Центральной России не с Петербургской станции, куда прибывает Анна, а с Нижегородской. Имение расположено недалеко от Тулы, в трехстах километрах к югу от Москвы, и его вечер там изображен в главах двадцать шестой, двадцать седьмой. Потом мы забегаем чуть вперед. Четверг, семнадцатого февраля, тысяча восемьсот семьдесят второго года. После бала Анна уезжает в Петербург, куда она прибывает на следующее утро, главы двадцать девятая, тридцать первая, около одиннадцати часов утра в пятницу, восемнадцатого февраля. Эта пятница целиком описана в главах тридцать первой, тридцать третий, где Толстой воспользовался точной хронологией специально для того, чтобы ироническими полунамеками передать расписанное по минутам существование Каренина, впоследствии разрушенное. Встретив Анну на вокзале, он тотчас же уезжает председательствовать в комитет. Возвращается в четыре часа дня. В пять часов они ждут гостей к обеду. Он уезжает около семи на заседание совета, возвращается в девять тридцать, пьет чай с женой, возвращается в свой кабинет и ровно в полночь входит в супружескую спальню. В последней тридцать четвертой главе Вронский возвращается домой в ту же пятницу. Из этого краткого анализа хронологии видно, что Толстой использует время как художественный инструмент всегда по-разному и в разных целях. Размеренный ход жизни Облонского в первых пяти главах подчеркивает однообразие его будней. С восьми часов утра до обеда примерно в половине пятого вечера его животное существование не может омрачить даже несчастье жены. Первая часть начинается с описания этого однообразия и симметрично завершается более величавым и неукоснительным распорядком дня Каренина Шурина Облонского. Внутренний переворот в жизни Анны нисколько не меняет расписание ее мужа. Выполнив свои служебные обязанности и все административные дела, он приспокойно и степенно отправляется в спальню, дабы получить свою порцию законных супружеских радостей. Время Левина перебивает размеренный распорядок Облонского резкими рывками в хронологической конве, сотканной толстым, которые передают нервную порывистую натуру. И, наконец, мы замечаем поразительную гармонию, которую являют собой две характерные сцены первой части. вечерний бал, где мечтательная Китя очарована Анной, и ночное путешествие Анны в Петербург с мелькающими в ее сознании причудливыми фантазиями. Эти две сцены воздвигают две внутренние колонны в том здании, где время Облонского и время Каренина образуют два флигеля. Композиция Как нам правильно понять композицию грандиозного романа? Ключ можно найти только в распределении времени. Цель и достижение Толстого — единовременное развитие семи основных линий романа. И мы должны исследовать их синхронизацию, чтобы объяснить ту магическую прелесть, которой он завораживает нас. В первых двадцати одной главах главный конфликт сосредоточен вокруг скандала в доме Облонских. Он помогает ввести два новых сюжета. Первый — треугольник Китти Левин-Вронский, второй — начало темы Анны и Вронского. Отметьте, что Анна с грацией и мудростью ясноглазой богини Афины мирит брата с женой и в то же время демонически разрывают помолвку Китти и Вронского, пленяя последнего. Измена Облонского и несчастье Долли подготавливают тему Вронского Анны, которая не разрешится так легко, как неприятности Облонского, Долли и горечь Китти. Долли прощает своего мужа во имя детей и своей любви к нему. Китти через два года выходит замуж за Левина, который оказывается прекрасным мужем. Брак этот явно нравится Толстому, но Анна, демоническая красавица книги, разрушит свою семейную жизнь и погибнет. На протяжении первой части 34 главы семь судеб поставлены в один временной ряд Облонский, Долли, Китти, Левин, Вронский, Анна и Каренин. Отношения в семье Облонских и Карениных испорчены с самого начала. Потом они наладятся у Облонских, но начнут разрушаться у Карениных. Полный разрыв отношений произошел у двух гипотетических пар в распавшейся паре Вронского и Китти и точно так же распавшейся паре Левина и Китти. Таким образом, Китти остается одинокой, Левин тоже одинок, а Вронский, временно соединенный с Анной, грозит разрушить Каренинскую пару. Итак, отметим некоторые важные моменты первой части. Автор перетасовывает семь персонажей, нужно следить за семью судьбами, их связывают маленькие главы, и эти семь жизней текут в одной хронологической последовательности, исходное время, февраль 1872 года. Часть вторая состоит из тридцати пяти глав и начинается для всех участников в середине марта того же 1872 года. Но затем мы становимся свидетелями любопытного явления. Треугольник Вронский Каренин Анна проживает свою жизнь быстрее, чем одинокий Левин или одинокая Китти. Это прелестная деталь в структуре романа. Пары живут быстрее, чем одиночки. Если взглянуть на линию Китти, мы увидим, что одинокая девушка, чахнущая в Москве, 15 марта проходит осмотр у знаменитого доктора, но несмотря на ее собственные беды, она помогает нянчить и выхаживать шестерых детей Долли, заболевших скарлатиной, младшему всего два месяца, а затем в начале апреля 1872 года родители увозят Китти на немецкий курорт Соден. Об этом рассказывается в первых трех главах второй части. Только в тридцатой главе мы следуем за Щербатскими в Соден, где время и Толстой полностью вылечивают Китти. Пять глав повествуют об этом лечении. Затем в конце июня 1872 года Китти возвращается в Россию в имение Облонских Щербатских, расположенное неподалеку от поместья Левина. На этом обрывается линия Китти во второй части. С той же второй части жизнь Левина в деревне в точности синхронизирована с жизнью Китти в Германии. О его деятельности повествуют шесть глав 12-17. Они обрамлены главами, изображающими жизнь Вронского и Карениных в Санкт-Петербурге. И самое главное в них то, что треугольник Вронский и Каренины живет быстрее, чем Китти или Левин в течение года с лишним. С пятой по одиннадцатую главу муж все раздумывает, а Вронский упорно добивается своего, и к одиннадцатой главе после целого года настойчивых домогательств Вронский становится любовником Анны. Это происходит в октябре 1872 года. Но для Левина и Китти стоит весна 1872 года. Они отстают во времени на несколько месяцев. Другой рывок вперед происходит в двенадцати главах с восемнадцатой по двадцать девятую, в которых изображен знаменитый эпизод скачек, завершающийся признанием Анны в измене. Это август 1873 года. Осталось три года до конца романа. Затем действие снова поворачивает вспять. Мы возвращаемся к весне 1872 года к Китти, находящейся в Германии. Таким образом, в конце второй части мы наблюдаем любопытную картину. Китти и Левин отстают во времени на четырнадцать или пятнадцать месяцев от Вронского и Карениных. Повторим, что пары движутся быстрее, чем одиночки. В третьей части, состоящей из тридцати трех глав, мы ненадолго остаемся с Левиным, потом вместе с ним наносим визит Долли в имении Облонских перед приездом Китти, и, наконец, в двенадцатой главе, летом 1872 года, Левину является прелестное видение. Китти едет в карете со станции, возвращаясь из Германии. В следующих главах мы оказываемся в Петербурге с Вронским и Каренинами после сцены скачек лета 1873 года, а затем опять возвращаемся к сентябрю 1872 года в имение Левина, из которого он в октябре 1872 года непонятно зачем уезжает в Германию, Францию и Англию. Мне бы хотелось подчеркнуть, что Толстой в затруднении. Его любовники и обманутый муж живут быстрее. Они сильно опередили одинокую Китти и одинокого Левина. В первых шестнадцати главах четвертой части стоит уже середина зимы 1873 года. Толстой нигде не обмолвился, сколько времени Левин провел за границей, и разница более чем в год между временем Левина, Китти и Вронского, Анны проступает только в одной хронологической ремарке в одиннадцатой главе второй части, где сказано, что Анна стала любовницей Вронского. Целый год Вронский добивался этого, и, наконец, она сдалась. На этот промежуток Левин и Китти отстают от них. Но читатель не может пристально следить за временем в романе. Даже талантливые читатели редко бывают настолько внимательны, поэтому мы заблуждаемся, считая и чувствуя, что эпизоды с участием Вронского и Анны полностью синхронизированы с эпизодами, где участвуют Левин и Китти, и разнообразные события этих жизней происходят примерно в одно и то же время. Читатель уверен, что мы передвигаемся в пространстве, из Германии в Центральную Россию, из деревни в Петербург или в Москву и обратно, но он вовсе не осознает, что мы движемся и во времени, то забегаем вперед вместе с Вронским и Анной, то возвращаемся назад с Левиным и Китти. В первых пяти главах четвертой части мы следим за развитием темы Вронского Карениных в Петербурге. Середина зимы 1873 года. Анна ждет ребенка от Вронского. В шестой главе Каренин приезжает в Москву по своим общественным делам, и в это же время сюда прибывает Левин после поездки за границу. Облонский в девятой и тринадцатой главах устраивает у себя обед в первую неделю января 1874 года, где вновь встречаются Левин и Китти. Ровно через два года после начала романа происходит сцена с Мелым, как вам подсказывает этот временной указатель. Но для читателей Китти посмотрите на некоторые указания в ее разговоре с Левиным за ломберным столом, когда они пишут Мелым, почему-то прошел только год. И вот что удивительно, есть разница между физическим временем Анны и духовным временем Левина. К четвертой части, точно в середине книги, все семь судеб опять поставлены в один временной ряд, как в начале книги в феврале 1872 года. Наступил январь 1874 года по моему календарю и календарю Анны, но, согласно календарю читателя и Китти, идет всего лишь 1873 год. Во второй половине четвертой части главы 17-23 Анна чуть не умирает от родов в Петербурге. Затем происходит временное примирение Каренина с Вронским и Вронский пытается покончить с собой. Часть четвертая заканчивается в марте 1874 года. Анна порывает с мужем и вместе с любовником уезжает в Италию. Часть пятая состоит из тридцати трех глав. Семь персонажей живут синхронно совсем недолго. Вронский и Анна в Италии вновь опережают остальных. Это напоминает гонки. Женитьба Левина в первых шести главах происходит ранней весной 1874 года, и когда мы снова встречаем Левинах сначала в деревне, а затем у постели умирающего брата главы 14-20 уже наступил май 1874 года, но Вронский и Анна, втиснутые между этими двумя цепочками глав, опередили их на два месяца и наслаждаются июльским теплом в Риме. Теперь синхронизирующее звено между двумя группами персонажей одинокий Каренин. Поскольку в книге семь главных героев и действие основано на их парном соединении, а число семь нечетное, один человек естественно выпадает из игры и остается без пары. Вначале лишним был Левин, теперь Каренин. Мы возвращаемся к Левинам весной 1874 года и затем участвуем в разнообразной деятельности Каренина и постепенно приближаемся к марту 1875 года. К этому времени Вронский и Анна вернулись в Петербург, проведя год в Италии. Очаровательная сцена свидания с сыном, которому первого марта исполнилось десять лет. Вскоре после этого она с Вронским уезжает в его загородное имение, расположенное неподалеку от имений Облонского и Левина. Посмотрите, как семь жизней вновь движутся в одной хронологической последовательности с июня до ноября 1875 года в шестой части, которая состоит из тридцати трех глав. Мы проводим первую половину лета 1875 года с Левинами и их родственниками. Потом в июле Долли отправляется в экипажи в имение Вронского, чтобы поиграть там в теннис. Облонский, Вронский и Левин встречаются в остальных главах на земских выборах 2 октября 1875 года, а через месяц Вронский и Анна уезжают в Москву. Седьмая часть состоит из тридцати одной главы. Это самая важная часть в книге, ее трагическая кульминация. Мы вновь оказываемся в Москве в ноябре 1875 года. Шесть персонажей составляют пары. Непрочная, уже отмеченная печатью горечи пара Вронского Анны, ожидающая потомство Левины и Облонские. У Китти рождается ребенок, и в начале мая 1876 года мы посещаем вместе с Облонским Каренина в Петербурге. Затем возвращаемся в Москву. Здесь начинается ряд глав с 23 до конца седьмой части, посвященных последним дням Анны. Ее самоубийство происходит в середине мая 1876 года. Я уже говорил об этих бессмертных страницах. Восьмая последняя часть довольно громоздкая махина, состоящая из девятнадцати глав. Толстой использует прием, который уже встречался в книге и раньше. Перемещает героев из одного места в другое. Таким образом, действия переносятся от одной группы людей к другой. Поезда и экипажи играют важную роль в романе. Анна дважды путешествует в первой части из Петербурга в Москву и обратно в Петербург. Облонский и Долли в разных главах оказываются как бы путешествующими посредниками, переносящими читателя туда, куда Толстой хочет их направить. Облонский в конце концов получает прекрасную работу с большим окладом за те услуги, которые он оказал автору. Теперь в первых пяти главах последней восьмой части сводный брат Левина Сергей путешествует тем же поездом, что и Вронский. Время действия можно легко установить благодаря многочисленным упоминаниям военных событий. Славяне из Восточной Европы сербы и болгары сражались с турками. Это происходило в августе 1876 года. Через год Россия вступит в войну с Турцией. Вронский во главе добровольного полка отбывает на фронт. Сергей в том же поезде едет к Левинам, и это обстоятельство связывает нас не только с Вронским, но и с Левиным. Последние главы посвящены семейной жизни Левинах в деревне и обращению Левина к Богу по указке Толстого. Из этого исследования видно, что переходы у Толстого значительно менее гибкие и продуманные, чем переходы от группы к группе внутри глав в мадам Бавари. Краткая, резко обрывающаяся глава заменяет долгий параграф у Флобера. Но необходимо отметить, что у Толстого действует значительно больше персонажей. У Флобера верховая езда, прогулка, танец, поездка в экипажи между деревней и городом, многочисленные мелкие действия, движения служат этими переходами от сцены к сцене внутри глав. В великом романе Толстого лязгающие паровозы перевозят и убивают героев, и любой старомодный переход используется для смены одной главы другой. Например, новая часть или глава часто начинается с самого обыкновенного утверждения о том, что прошло столько-то времени и что те или иные герои поступают так или иначе в том или ином месте. В поэме Флобера больше музыкальной стройности. Это одно из самых музыкальных произведений мировой литературы. В великом романе Толстого больше мощи. Таков движущийся каркас книги, который можно назвать гонкой. Сначала все семь персонажей идут нога в ногу, затем Вронский и Анна вырываются вперед, оставляя позади Левина и Китти, опять подравниваются, а потом с забавной поспешностью прелестных кукол Вронский и Анна опять опережают остальных, но ненадолго. Анна не закончит этой гонки. Из шести героев автор до конца книги сохраняет интерес лишь к Левину и Китти. Образность Образность можно определить так. Писатель средствами языка пробуждает у читателя чувство цвета, облика, звука, движения или любое иное чувство, вызывая в его воображении образы вымышленной жизни, которая станет для него столь же живой, как его собственное воспоминание. Для создания этих ярких образов у писателей есть широкий спектр приемов, начиная кратким выразительным эпитетом и кончая точенными примерами изобразительного мастерства и сложными метафорами. Первое. Эпитеты Среди самых изумительных отметим такие шлюпающие и шершавые, прилагательные, великолепно передающие скользкую внутренность и грубую поверхность выбранных облонским устриц, которые он с наслаждением уплетает в ресторане во время обеда с Левиным. Нужно обратить внимание на прилагательные, употребленные в сцене балы, подчеркивающие девическую прелесть Китти и опасное очарование Анны. Особенно интересно поразительное сложно составное прилагательное тюлево лента кружевно цветное, описывающее толпу дам на балу. Княгиня Щербатская называет вялых стареющих завсегдатаев клубов шлюпиками детское словцо, обозначающее крутое яйцо, ставшее совсем мягким и рыхлым от слишком долгого катания во время пасхальных игр, где яйца катаются и стукаются друг об друга. Второе. Жесты. Облонский, когда ему бреют верхнюю губу, отвечая на вопросы слуги, приедет ли Анна одна или с мужем, поднимает палец вверх, а Анна, разговаривая с Долли о способности все забыть, делает жест перед лбом. Третье. Примеры иррационального прозрения. Множество примеров и с полусна Анны в поезде. Четвертое. Яркие комедийные черты. Старый князь думает, что он передразнивает свою жену, когда самодовольно и жеманно ухмыляется и делает реверанс, говоря о выгодной партии для дочери. Пятое. Примеры изобразительного мастерства. Их бесчисленное множество. Долли жалко сидит перед трюмо и быстрым глубоким голосом, скрывающим ее страдания, спрашивает мужа, что он хочет. Выпуклые ногти Гриневича, липкие губы старой, сонной, блаженной охотничьей собаки. Все это чудесные и незабываемые образы. Шестое. Поэтические сравнения. Толстой редко использует их, говоря о чувствах. Например, прелестные отсылки к рассеянному свету и бабочке на балу и в сцене, когда Китти катается на катке. Седьмое. Вспомогательные сравнения. Они обращены скорее к разуму, чем к зрительному восприятию, к этическому, а не эстетическому началу. Когда чувства Китти перед балом сравниваются с чувствами юноши перед битвой, смешно было бы увидеть Китти в форме лейтенанта, но сравнение это вполне годится для черно-белой словесной схемы и имеет иносказательный оттенок, который Толстой последовательно применяет в некоторых последующих главах. В прозе Толстого далеко не все приемы относятся к явной образности. Иносказательные сравнения незаметно переходят в назидательные интонации с их многозначительными повторами, выражающими отношения Толстого к ситуациям и настроениям людей. Тут особенно важно выделить прямые утверждения, открывающие главы. Облонский в школе учился хорошо или Вронский не знал семейной жизни. Восьмое Уподобления и метафоры Старые кудрявые березы, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Часть первая, глава девятая. Но для Левина также легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. Место, где она была, показалось ему недоступную святыней. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. Глава девятая. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Глава девятая. Как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость. Глава девятая. Татарин тотчас как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую карту вин. Глава десятая. Она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. Глава двенадцатая. Китти испытывала после обеда до начала вечера чувство, как юноша перед битвою. Глава тринадцатая. Анна, помню и знаю этот голубой туман вроде того, что на горах в Швейцарии, этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга счастливого, веселого делается путь все уже и уже. Глава двадцатая. Из зала несся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения. Глава двадцать вторая. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцепившиеся за травку и готовые вот-вот вспорхнув развернуть радужные крылья. Глава двадцать третья. И на лице Вронского она, Китти, видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Глава двадцать третья. Сравнения делятся на уподобления и метафоры или сочетают то и другое. Вот несколько примеров. Образец уподобления. Туман висел над морем как дымка. Это уподобления. Такие связки, как подобно, словно, характерны для уподоблений. Один предмет выглядит как другой. Если вы продолжите сравнение, сказав, что туман был похож на дымчатую вуаль невесты, это развернутое уподобление с элементами поэзии. Но если вы скажете, что туман был похож на вуаль толстый невест, чей отец был еще толще и носил парик, это уже будет ветвистое сравнение, искаженное бессмысленным продолжением. Такие сравнения использует Гомер в своем эпическом повествовании и Гоголь, описывая фантасмагорические сны. Образец метафоры. Дымка тумана повисла между небом и землей. Связка как исчезла сравнение стало составной частью метафоры. Развернутая метафора звучала бы так «Дымка тумана была местами порвана». Конец фразы служит логическим продолжением ее начала. Ветвистая метафора завершалась бы нелогичным продолжением. Морально-практические сравнения Самое удивительное в стиле Толстого то, что какие бы сравнения уподобления или метафоры он не употреблял, большинство из них служат этическим, а не эстетическим целям. Иными словами, его сравнения утилитарны, функциональны. Автор воспользовался ими не для усиления образности, не для открытия нового угла зрения на ту или иную сцену, но для того, чтобы подчеркнуть свою нравственную позицию. Поэтому я называю их толстовскими эпическими метафорами или сравнениями. Этические категории выражены при помощи сравнений. Повторяю, эти сравнения и метафоры чисто практические, то есть довольно окостенелые, и построены они всегда по одной и той же схеме. Схема, формула такова. Он чувствовал себя, как человек, который... В первой части сравнения называется чувство, затем следует сравнение, как человек, который... и так далее. Приведу несколько примеров. Левин размышляет о браке. На каждом шагу он испытывал то, что испытал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно. Часть пятая, глава четырнадцатая. Во время размолвки с женой. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, и надо перенести и утешить боль. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек в полусне, томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место, и, опомнившись, чувствовал, что больное место он сам. Божественный образ госпожи Шталь, который она, Китти, месяц целой носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Часть 2, глава 34. Теперь он, Каренин, испытывал чувства, подобные тому, какое испытал бы человек, человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Часть 2, глава 8. Теперь он испытал чувства, подобные тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. Часть 2, глава 9. Как бык покорно опустив голову, он ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят. Часть 2, глава 10. Но он, Вронский, очень скоро заметил, что, хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной. Часть 5, глава 28. Нельзя было ни о чем начать говорить, чтобы разговор не свернулся на Алексея Александровича. Никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так, по крайней мере, казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо все задевает этим самым больным пальцем. Имена У воспитанных русских людей наиболее распространенная и нейтральная форма обращения не имя, а имя отчества Иван Иванович или Нина Ивановна. Крестьянин может окликнуть другого Иваном или Ванькой, но вообще только кровные родственники, друзья детства или люди, служившие в одном полку, называют друг друга по имени. Я знал многих русских, с которыми дружил десятилетиями, но никогда бы не рискнул называть их иначе, чем Иван Иванович или Борис Петрович. Поэтому та легкость, с которой степенные американцы становятся друг для друга Гарри или Биллами после двух стаканов виски, кажется бывшему Иван Ивановичу совершенно немыслимой. Комментарии Часть первая Ссылки на страницы даются по изданию. Лев Николаевич Толстой Анна Каренина Москва Художественная литература 1976 год Библиотека Всемирной литературы Номер один Все смешалось в доме Облонских Слово дом в доме домочадцы дома Повторяется восемь раз в шести предложениях Этот тяжеловатый и торжественный повтор дом 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 звучащий как погребальный звон над обреченной семейной жизнью одна из главных тем книги Откровенный стилистический прием Страница 23 Номер 2 Алабин Дармштад Америка Облонский с несколькими друзьями в том числе Вронским и вероятно Алабиным дает обед в честь знаменитой певицы Смотрите примечание 75 Эти приятные планы окутывают его сон и переплетаются с последними газетными новостями Он большой любитель политической мешанины В это время февраль 1872 года Кернская газета выходившая в Дармштадте столица великого германского герцогства Гессенского входившего в состав германской империи в 1866 году уделяла большое внимание так называемому Алабамскому вопросу этим термином обозначали американские претензии к Великобритании после гражданской войны в ходе которой был нанесен урон американскому морскому флоту В результате Дармштадт Алабин и Америка смешались в сне Облонского Страница 23 Номер 3 Ильмио Тесеро Мое сокровище Слова из оперы Моцарта Дон Жуан 1787 год которые поет Дон Оттавио персонаж значительно более нравственный по отношению к женщинам чем Облонский Страница 23 Номер 4 Но ведь пока она была у нас в доме я не позволял себе ничего и хуже всего то что она уже первое местоимение она относится к мадемуазель Ролан второе к жене Облонского Долли которая находится на восьмом месяце беременности Долли родит девочку в конце зимы в марте страница 25 Номер 5 От хозяина извозчики приходили у которого Облонский брал экипаж и пристяжную теперь нужно платить за них Номер 6 Анна Аркадьевна Дарья Александровна Говоря скамердинером Облонский называет сестру и жену по имени отчеству вместо Дарья Александровна он мог бы сказать княгиня или барыня Номер 7 Между длинными кудрявыми бакенбардами модными в 70-е годы в Европе и Америке Номер 8 Попробовать хотите? Матвей понимает, что хозяин хочет проверить реакцию жены после ссоры Страница 27 Номер 9 Образуется Старый слуга выражается простонародно уютным хотя и с оттенком фатализма словом Страница 27 Номер 10 Люби кататься Няня цитирует известную русскую пословицу Любишь кататься люби саночки возить Страница 27 Номер 11 Вдруг покраснев Герои романа удивительно часто краснеют пунцовеют багровеют покрываются румянцем и так далее и наоборот бледнеют что вообще было свойственно литературе этого времени можно было бы специально поговорить о том что люди 19 века могли краснеть и бледнеть охотней и заметней чем ныне ибо человечество было моложе на самом же деле Толстой всего лишь следует старинной литературной традиции в которой внезапный румянец служил своего рода кодом или знаком душевного волнения но все равно автор слегка перебарщивает и прием обнаруживает явное несоответствие с отрывками где эта особенность обретает ценность и реальность индивидуальной черты например у Анны этот штрих можно сравнить с другим оборотом которым злоупотребляет Толстой слабая улыбка передающая множество оттенков чувств насмешливую снисходительность вежливую симпатию озорное дружелюбие страница 27 номер 12 купец купца приобретающего лес в Ергушеве поместье Облонского зовут Рябининым он появится во второй части в главе 16 страница 28 номер 13 еще сырую утреннюю газету по старой системе принятой в России и во всем мире хорошая печать требовала пропитывать бумагу влагой поэтому только что отпечатанная газета была сырой страница 28 номер 14 газета Облонского умеренно-либеральная газета, которую читал Облонский, очевидно, русские ведомости, выходившие ежедневно, начиная с 1868 года, страница 28 номер 15 1917 Род менее древний, чем Рюриковичи В генеалогии русского дворянства, составленной Долгоруковым, записаны только 60 семейств, происходивших от Рюрика и просуществовавших до 1855 года. Среди них есть и Оболенские. Вероятно, Толстой несколько небрежно переделал эту фамилию в Облонских. Страница 29 Номер 16 Бентам и Миль и Еремия Бентам, 1740-1832, английский юрист, и Джеймс Миль, 1773-1836, шотландский экономист. Их гуманистические идеи вызывали симпатии в русском обществе. Страница 29. Номер 17 Граф Бейст, как слышно, проехал в Визбаден Граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, 1809-1886, австрийский государственный деятель. В то время Австрия была настоящим осиным гнездом политических интриг, и в русской прессе шли бесконечные дебаты по поводу того, что Бейст был внезапно освобожден от должности канцлера 10 ноября по новому стилю 1871 года и назначен послом при английском дворе. Перед самым Рождеством 1871 года, сразу же после представления верительных грамот, он покинул Англию, чтобы провести со своей семьей два месяца в Северной Италии. Согласно газетам того времени, а также его собственным мемуарам «Лондон, 1887 год», его возвращение в Лондон через Визбаден совпало с приготовлениями к благодарственному молебну, который должен был состояться в соборе святого Павла во вторник, 15, 27 февраля 1872 года, в честь выздоровления принца Уэльского от Тифа. Облонский прочел о путешествии Бейста в Англию через Визбаден в пятницу и единственная подходящая пятница, 11, 23 февраля 1872 года, день, с которого начинается роман. Некоторые из вас, наверное, все еще недоумевают, почему мы с Толстым упоминаем подобные пустяки. Чтобы магия искусства, художественный вымысел казались реальными, художник иногда помещает их в особую историческую систему отсчета, ссылаясь на какой-либо факт, который можно легко проверить в библиотеке этой цитадели иллюзий. Случай с графом Бейстом может служить великолепным примером в споре о так называемой реальной жизни и так называемом вымысле. С одной стороны, имеется исторический факт. Некий фон Бейст, государственный деятель и дипломат, оставил два тома воспоминаний, где он с большой обстоятельностью перечисляет все остроумные реплики и политические каламбуры, придуманные им за долгие годы его политической карьеры. С другой стороны, перед нами Стива Облонский, с головы до пят созданный толстым, и встает вопрос, кто же из них более живой, более реальный, более достоверный? Настоящий, невыдуманный граф Бейст или вымышленный князь Облонский? Несмотря на свои мемуары, многословные, тягучие, полные избитых клише, милейший Бейст так навсегда и остался ненатуральной и условной фигурой, между тем, как никогда не существовавший Облонский, бессмертный, живой человек. Скажу больше. Сам Бейст слегка оживает, попадая в толстовский вымышленный мир. Страница двадцать девятая Номер восемнадцать Два детские голоса Степан Аркадьевич узнал голоса Гриши, Меньшова мальчика и Тани, старшей девочки, послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили. — Все смешалось, — подумал Степан Аркадьевич. Чуткий читатель отметит, что этот небольшой эпизод с игрушечным поездом, бегущим на фоне переполоха в доме, вызванного супружеской изменой, — тонкое предупреждение, спланированное прозорливым искусством Толстого и указывающее на более страшную катастрофу в седьмой части. Особенно интересно, что маленький сын Анны Сережа позже будет играть в школе в выдуманную игру, где мальчики изображают движущийся поезд. Страница 29. Номер 19. Значит, опять не спала всю ночь. Долли обыкновенно вставала позже и никогда не была на ногах в столь ранний час. Девять часов тридцать минут. Если хорошо спала ночью. Страница 30. Номер 20. Танчурочка. Еще одно уменьшительно ласкательное имя, образованное от обычного Таня или Танечка. Облонский соединяет его со словом «Дочурочка». Страница 28. Номер 21. Просительница. Облонский, как всякий высокопоставленный служащий, мог ускорить рассмотрение дел или покончить с волокитой и даже повлиять на исход сомнительного дела. Визит просителя можно сравнить с визитом к конгрессмену в целях особого благоприятствования с его стороны. Естественно, среди просителей было больше простолюдинов, чем аристократов и высокопоставленных лиц, так как друзья Облонского или люди его круга могли попросить его об услуге за обедом или через общего знакомого. Страница 31. Номер 22. Часовщик. В домах русских господ часовщики, здесь это немец, приходили раз в неделю, обычно по пятницам, чтобы проверить и завести настольные, настенные и дедовские часы. В этом отрывке назван день недели, когда начинается действие. Для романа, где время играет столь важную роль, часовщик — самое подходящее лицо, чтобы на свой лад завести действие. Страница 34. Номер 23. 10 рублей. В начале 70-х годов прошлого столетия 1 рубль составлял приблизительно 3 четверти доллара. Но покупательная способность доллара, рубль 30, была в определенном смысле выше, чем сегодня. Грубо говоря, государственное жалование в 6 тысяч рублей в год, которое платили Облонскому в 1872 году, соответствует 4 тысячам-пятистам долларам в том же году. Это, по крайней мере, 15 тысяч долларов сегодня, без пошлины. Страница 34. Номер 24. Ужасно главное то. Долли больше всего обеспокоены тем, что она должна родить через месяц. Страница 35. Здесь слышится явный отзвук размышлений Облонского на ту же тему. Страница 25. Номер 25. Совершенная либеральность. Либеральность в понимании Толстого не совпадает с западными демократическими идеалами и с истинным либерализмом прогрессивных слоев прежней России. Либеральность Облонского патриархальна, и, заметим, что Облонский захвачен распространенными российскими предрассудками. Страница 36. Номер 26. Мундир. Облонский снял свой пиджак и переоделся в официальный, то есть в зеленый сюртук. Страница 36. Номер 27. Пензенское губернское правление. Пенза — главный город Пензенской губернии в восточной части Центральной России. Страница 36. Номер 28. Камер-Юнкер. Немецкий камер-Юнкер приблизительно соответствует английскому представителю Королевской палаты. Один из многочисленных русских придворных чинов, довольно почетный, дающий банальные привилегии, как, например, право посещать придворные балы. Гриневич гордится тем, что благодаря этому чину он стоит на более высокой ступени общественной лестницы, чем его коллега, старый служака Никитин. Страница 37. Последнего не следует путать с Никитином, которого упоминает Китти. Номер 29. Образование Китти. Хотя высшие учебные заведения для женщин начали появляться лишь в 1859 году, девушки из дворянских семей, подобных Щербатским, поступали в один из институтов благородных девиц, созданных в XVIII веке, или получали образование дома с гувернантками и приходящими учителями. Программа состояла из тщательного изучения французского языка и литературы, танцев, музыки, рисования. Во многих семьях, особенно в Петербурге и Москве, наряду с французским, изучали английский язык. Молодые женщины из окружения Китти никогда не выходили на улицу без гувернантки или матери. Их можно было увидеть в определенный светский час на определенном модном бульваре, и тогда за ним следовал лакей для защиты и для престижа. Номер 30. Левин Толстой образует фамилию своего героя, русского аристократа, прообразом которого служил молодой Толстой, от своего собственного имени Лев. Толстой произносил свое имя как Лев, а не Лев. Львов Назвав мужа Натали Щербатской, дипломата с исключительно изысканными манерами, Львовым, Толстой пользуется производным именем от Льва, тем самым подчеркивая другую сторону своей собственной личности, особенно юношеское стремление быть совершенно комильфо. Номер 31. Степан Аркадьевич был на «ты». Русские, как и французы и немцы, обращаясь к близким знакомым, говорят им «ты», французское «ты», немецкое «ду» вместо «вы». Хотя обычно «ты» следует за именем собеседника, нередко встречается и сочетание с фамилией, даже с именем-отчеством. Страница 38. Номер 32. Земский деятель, новый земский человек. Земства, созданные по правительственному указу от 1 января 1864 года, представляли собой окружные и провинциальные собрания и советы, которые избирались тремя слоями населения, помещиками, крестьянами и горожанами. Левин сначала горячо поддерживал эти административные советы, но затем начал резко возражать против них, критикуя помещиков, устраивавших своих закадычных друзей на самые прибыльные должности. Страница 39. Номер 33. Новое, очевидно, от французского портного платья. По моде того времени Левин, возможно, был в хорошо сшитой просторной куртке, отделанной по краю тесьмой, а потом переоделся в сюртук перед вечерним визитом к Щербатским. Страница 40. Номер 34. Гурин. Имя купца. Подразумевается хороший, но не шикарный ресторан, годный для дружеского обеда. Страница 40. Номер 35. Три тысячи десятин в Каразинском уезде. Тут слышится явная аллюзия на Тульскую губернию, позднее названную Кашинской, в Центральной России, расположенную к югу от Москвы, где Толстой сам владел обширными землями. Губерния состояла из уездов. Толстой выдумал Каразинский уезд, причудливо образовав это слово от имени Каразина, знаменитого общественного деятеля 1773-1842, и Крапивинского уезда, где расположено его собственное имение Ясная Поляна, около восьми миль от Тулы по Московско-Курской дороге. С прибавлением названия соседней деревни — Карамышево. Земли Левина также расположены в Селезневском районе, той же Кашинской губернии. Страница 42. Номер 36. Зоологический сад. Толстой имеет в виду Пресненские пруды в Москве, где зимой был каток. Страница 41. Страница 41. Номер 37. Красные чулки. Согласно моему источнику, Mode in Costume, by Turner Wilcox, New York, 1948 год, страница 308, Лиловые и красные нижние юбки и чулки пользовались большим успехом у молодых парижанок приблизительно в 1870 году, и московские модницы, конечно, подражали парижской моде. У Кити, вероятно, были полотняные или кожаные полусапожки на пуговках. Номер 38. И весьма важный философский вопрос. Толстой не дает себе труда слишком углубляться в этот легко доступный предмет. Вопросы материи и сознания до сих пор обсуждают во всем мире. Но сама проблема, как ее формулирует Толстой, к 1870 году настолько устарела, казалась столь очевидной и излагалась в столь общем виде, что едва ли профессор философии проделал бы такой огромный путь, более 300 миль, из Харькова в Москву, чтобы обсудить ее со своим коллегой. Страница 44. Номер 39. Кейс, Вурст, Кнауст, Припасов. Согласно Allemaine Deutsche Biografie, Лейпциг, 1882 год, существовали ученые по имени Раймонд Джакоб Вурст, 1800-1845, и композитор XVI века Генрих Кнауст или Кнаустинус. Я не нашел Кейса, не говоря уже о Припасове, и предпочитаю думать, что Толстой остроумно выдумал эту вереницу имен философов-материалистов с правдоподобным процентным отношением. Одна русская фамилия, на три немецких. Страница 45. Номер 40. Каток. С незапамятных времен, когда берцовую кость лошади использовали для изготовления полозьев, мальчишки и юноши пристрастились играть на льду замерзших рек и болот. Этот спорт был чрезвычайно популярен в Старой России, а к 1870 году стал модным и у мужчин, и у женщин. Коньки из стали с круглыми или острыми носами привязывали к ботинку и плотно прикрепляли специальными зажимами, шипами или винтами, привинчивающимися к подметке. Это было до того, как появились специальные ботинки, к которым крепились коньки. Страница 48. Номер 41. Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Так я говорил раньше, стиль Толстого, охотно подпускающий утилитарные и насказательные сравнения, совершенно лишен поэтических уподоблений или метафор, предназначенных в первую очередь для того, чтобы пробудить художественное чутье читателя. Эти березы, а также сравнение с солнцем и розаном, — исключение. Вскоре иглы иния упадут на меховую муфту кити. Страница 48. Интересно сравнить, как видит Левин эти символические деревья в начале своего ухаживания с описанием старых берез, о которых впервые упоминает его брат Николай, побитых сильным летним ураганом в последней части книги. Номер 42. За креслами. Новичок в неуклюжих коньках мог ковылять, цепляясь за спинку зеленого кресла, и в тех же самых креслах дамы могли кататься с помощью своих друзей или платных катальщиков. Страница 48. Номер 43. Мальчик в русском платье. Молодой человек, сын дворянина, надел на каток костюм простолюдина или стилизованный простонародный наряд, высокие сапоги, короткую подпоясанную куртку, овечью шапку. Страница 49. Номер 44. Четверги, как всегда, мы принимаем. Стало быть, нынче? Это небольшая ошибка Толстого, но, как уже говорилось раньше, на протяжении всей книги время Левина отстает от времени других персонажей. Страница 52. Побывав у Облонских, глава 4, мы узнаем, что была пятница. Позднее это подтвердят ссылки на воскресенье. Страница 52. Номер 45. В Англию или в Эрмитаж? Эрмитаж упомянут, но отвергнут, поскольку романисту едва ли подобает рекламировать один из лучших московских ресторанов, где, согласно путеводителю Бедекера 90-х годов, то есть на 20 лет позже, хороший обед без вина стоил 2 рубля 25 копеек или пару долларов. Номер 46. А то я отпустил карету. Личными экипажами и нанятыми, не считая карет, закрытая коляска на колесах, в которой ездил Облонский, были в основном уютные сани на двоих. Снег, по которому катались сани, лежал на улицах Москвы и Петербурга приблизительно с ноября до апреля. Страница 53. Номер 47. Татары. Так называется народность. Приблизительно 3 миллиона жителей бывшей Российской империи, в основном тюркского происхождения и, главным образом, мусульмане, остатки монголо-татарских завоевателей XIII века. Из Казанской губернии несколько тысяч в XIX веке перебрались в Москву и Петербург, где некоторые из них служили официантами. Страница 53. Номер 48. Француженка, сидевшая за конторкой. Она должна была наблюдать за буфетом и продавать цветы. Страница 53. Номер 49. Князь Голицын. Здесь это обобщенный тип. Толстой, моралист, испытывал отвращение к вымыслу, хотя Толстой художник больше выдумал правдоподобных персонажей, чем кто бы то ни было до него, за исключением Шекспира. И в своих набросках он часто прибегал к подлинным именам вместо слегка завуалированных, которые он придумывал впоследствии. Голицын — широко известная фамилия, и в данном случае Толстой явно не заботился о превращении его в Гольцова или Лицына. Страница 54. Номер 50. Устрицы. Фленсбургские устрицы привозили из Германии, из шлезвиг Гольштейнского княжества, расположенного на побережье Северного моря, к югу от Дании. И с 1859 по 1879 год ими торговала компания во Фленсбурге на датской границе. Мелкие остенские устрицы с 1765 года привозили из Англии через бельгийский город Остенде. И фленсбургские, и остенские устрицы были редкостью в 70-е годы и высоко ценились российскими гурманами. Страница 54. Номер 51. Мне лучше всего щи и каша. Щи, суп, почти целиком состоящий из вареной капусты, и гречневая каша, были и по сей день остаются главным блюдом русских крестьян, чью грубую пищу будет есть левен, превратившись в земледельца и деревенского жителя, отстаивавшего свою простую жизнь. В мое время, сорок лет спустя, хлеба чьи было так же изысканно, как лакомиться французскими кушаниями. Страница 54. Номер 52. Шабли, Нюи. Бургундские вина, белое и красное. Белое вино, известное как Шабли, производят в восточной части Франции, точнее, в древней провинции Бургундия, где расположены древнейшие виноградники в Европе. Вино Нюи, название места Сен-Жорж, очевидно, предложенное официантом, делают из винограда, выращиваемого к северу от Бона, в центре Бургундии. Страница 55. Номер 53. Пармезан. Сыр ели с хлебом на закуску и между переменами блюд. Страница 55. Номер 54. Узнаю коней ретивых. Величайший русский поэт Александр Пушкин, 1799-1837, перевел на русский язык с французской версии 45-ю оду из так называемой «Анакрионте» — сборник стихов, приписываемых поэту «Анакриону». Родился в VI веке до н.э. в Малой Азии, умер в возрасте 85 лет. Ода отличается отсутствием своеобразных форм ионического диалекта древнегреческого языка, на котором «Анакрион» писал, согласно подлинным отрывкам, цитируемым древними авторами. Облонский сильно перевирает Пушкина. Пушкинские стихи звучат так. Узнают коней ретивых по их выжженным таврам, узнают парфянки чливых по высоким клобукам, я любовников счастливых узнаю по их глазам. Страница 56-я Номер 55. И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь. Левин цитирует отрывок из пронзительного стихотворения Пушкина «Воспоминания». 1828 год. Страница 58-я Номер 56. Рекрутский набор В обзоре недельных новостей в Пелмелбюджет за 29 декабря 1871 года я прочел следующее. В Санкт-Петербурге император издал указ о наборе рекрутов на 1872 год из расчета 6 человек на 1000 для всей Российской империи, включая Польшу. Этот обычный рекрутский набор может увеличить армию и флот до должных размеров. Эта заметка почти не связана с текстом, но интересна сама по себе. Страница 59-я Номер 57. Химлиш Ист Великолепно, если я поборол свою земную страсть, но если это и не удалось, я все же испытал блаженство. Как говорится в коротком примечании в переводе «Мот» 1937 год, Облонский цитирует эти строки из «Летучей мыши» Штрауса, которая, однако, появилась лишь спустя два года после описанного обеда. Точная ссылка «Ди Фледермаус», «Комише оперетте» и «Драй актен» на «Мэйлах» и «Халеви», авторы французского водевиля «Ле Ревильон», который, в свою очередь, был переделан из немецкой комедии «Das Gefangnis», написанной Бенедиксом. Беарбетит фон Хафнер и Гене, мюзик фон Йоханн Штраус Впервые поставлено в Вене, 5 апреля 1874 года, как сообщает Левенберг, Веннелс оф Опера, 1943 год. Я не нашел этой анахронической цитаты в партитуре, но она может быть в полном тексте, страница 60-я. Номер 58. Как этот диккенсовский господин. Речь идет о напыщенном и величавом мистере Джоне, Потснепе, персонаже романа «Наш общий друг», который печатался в Лондоне с мая 1864 по ноябрь 1865 года в двадцати номерах ежемесячного журнала. Потснеп даже выработал себе особый жест. Правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов и тем самым совершенно их устранял. Страница 61. Номер 59. Обе любви, которые Платон определяет в своем пире. В диалоге известного афинского философа Платона 427-347 годы до н.э. несколько пирующих разговаривают о любви. Один из них риторически разделяет любовь на земную, чувственную и небесную, свободную от чувственных желаний. Другой воспевает любовь и ее творение. Третий, Сократ, говорит о любви, выражающей стремление к красоте. Страница 61. Номер 60. Счет. Этот литературный обед стоит 26 рублей, включая чаевые. Поэтому доля Левина составила 13 рублей, примерно 10 долларов в то время. Двое мужчин взяли две бутылки шампанского, немного водки и, по крайней мере, одну бутылку белого вина. Страница 62. Вторая. Номер 61. Княгиня вышла замуж 30 лет тому назад. Это ошибка Толстого. Судя по возрасту Долли, это было, по крайней мере, 34 года назад. Страница 63. Номер 62. Многое изменилось в приемах общества. В 1870 году в Москве открылось первое высшее женское учебное заведение — «Лубянские курсы». Вообще, это было время эмансипации русских женщин. Молодые женщины стремились к свободе, который раньше не знали, и, среди прочего, к тому, чтобы самим выбирать себе мужа. Его выбирали родители. Страница 64. Номер 63. Во время мазурки. Один из бальных танцев того времени — «Господа начинают с левой ноги, дамы с правой, скользят ноги вместе, поворот кругом» и так далее. Сын Толстого, Сергей Львович, в своих записках о бане Карениной говорит, «Дамы особенно дорожили мазуркой. На нее кавалеры приглашали тех дам, которые им больше нравились». Литературное наследство. Тома 37-38. Страница 572. Страница 64. Номер 64. Калужская деревня. Калуга. Расположена к югу от Москвы, по направлению к Тули. Центральная Россия. Страница 68. Номер 65. Классическое и реальное образование. Классическое образование в русских школах включало изучение латыни и греческого языка, тогда как реальное подразумевало замену их современными языками, а упор делался на научное и практическое изучение других дисциплин. Страница 70. Номер 66. Спиритизм. Разговор у Щербатских о столоверчении в первой части, глава 14, в котором Левин критикует спиритизм, Вронский предлагает испытать столы, а Китти ищет какой-нибудь стол. Все это получит странное продолжение в четвертой части, в главе 13, когда Левин и Китти будут писать мелом на ломбертном столе, разговаривая с помощью любовного шифра. Вызывание духов, столоверчения, музыкальные инструменты, перелетающие с места на место и прочие странные аберрации материи и духа с хорошо оплачиваемыми медиумами, вещающими в гипнотическом трансе от имени умерших, были в то время модной прихотью. Страница 71. Хотя танцующая мебель и привидения стары как мир, их возрождение произошло в деревеньке Хайтсвилл, что возле Рочестера, штат Нью-Йорк, где в 1848 году у сестер Фокс слышали стук костей или иных анатомических кастаньет. Несмотря на разоблачение, спиритизм охватил весь мир, и к 1870 году вся Европа вращала столы. Комитет, избранный Лондонским обществом по изучению спиритических явлений, недавно сообщал, что на одном сеансе медиум Юм был поднят на 27,5 см. В другой части книги мы встретим мистера Юма в другом обличье и увидим, как спиритизм, в шутку, предложенный Вронским в первой части, странным и трагическим образом повлияет на решение Каренина и судьбу его жены. Страница 71. Номер 67. Играя в колечко. Светская игра молодых людей в России, а, возможно, и в других странах. Игроки встают в круг. Все держат веревку, по которой пускают колечко от одного игрока к другому, а тот, кто водит, стоя в центре, пытается отгадать, в чьи руки оно попало. Страница 72. Номер 68. Князь. Манера обращения княгини Щербатской к мужу. Старомодный московизм. Заметьте также, что князь называет своих дочерей Катенька и Дашенька на старый русский лад, не прибегая к англизированным новомодным сокращениям Китти и Долли. Страница 74. Номер 69. Тютьки. Этим существительным множественного числа грубоватый князь называют молодых вертопрахов, недалеких и фотоватых. Оно не очень подходит к Вронскому, которого, по-видимому, имеет в виду отец Китти. Вронский, возможно, тщеславен и фриволен, но, кроме того, он чистолюбив, умен и настойчив. Читатель услышит любопытное эхо этого причудливого слова в фамилии парикмахера Тютькин Куафер. Проезжая перед смертью по улицам Москвы, Анна скользит рассеянным взглядом по вывеске с этим именем. Ее поражает нелепое несоответствие русской комической фамилии чопорному английскому существительному Куафер, и в следующее мгновение она уже думает о том, что может развлечь Вронского этой шуткой. Страница 73. Номер 70. Пажеский корпус. Пажеский, его императорского величества корпус, военная школа для отпрысков благородных русских фамилий, основан в 1802 году, преобразован в 1865 году. Страница 75. Номер 71. Шато-де-Фрейе-Канкан. Увеселительное заведение с водевильным представлением на сцене. Знаменитый Канкан. Всего лишь кадриль, которую танцуют полные люди. Аллен Додворд. Танцы и их связь с образованием и общественной жизнью. Лондон, 1885 год. Страница 76. Номер 72. Станция. Вокзал Николаевской или Петербургской железной дороги в северной части Москвы. Эта дорога была построена в 1843-57 годах. Скорый поезд проходил расстояние от Петербурга до Москвы, около 400 миль, за 20 часов в 1862 году и за 13 в 1892. Выехав из Петербурга около восьми часов вечера, Анна прибыла в Москву на следующий день, чуть позже 11 часов. Страница 76. Номер 73. А, ваше сиятельство. Человек ниже званием слуга, служащий, торговец. Обращался к титулованным особым князьям или графам ваше сиятельство. Князь Облонский, сам сиятельство, обращается к Вронскому игриво-покровительственным тоном, как бы изображая пожилого слугу, наставляющего юного шалопая, или, что более вероятно, степенного отца семейства, беседующего со взбалмошным холостяком. Страница 76. Номер 74. Хонни Суа Квеймал Упенс. Девиз Ордена Подвязки. Стыдно тому, кто плохо подумает. Эти слова произнес Эдуард Третий в 1348 году, укоряя одного рыцаря, засмеявшегося, когда у одной дамы упала подвязка. Страница 76. Номер 75. Дива. Этим итальянским словом, божественное, называли знаменитых певиц. Например, Ла Дива Патти. В 1870-е годы во Франции и других странах так называли и фривольных актрис варьете. Но здесь, я думаю, имеется в виду уважаемая певица или актриса. Эта дива, отраженная и размноженная, принимает участие в сне Облонского, в том самом сне, от которого он просыпается в 8 часов утра, 11 февраля, в пятницу. Здесь же Облонский разговаривает о ней, новой певице, на станции с графиней Вронской в субботнее утро, 12 февраля. И, наконец, в 9 часов 30 минут, в ту же субботу, он говорит своей семье, что Вронский только что заезжал, чтобы справиться об обеде, который они должны дать на следующий день, в честь заграничной знаменитости. Кажется, Толстой никак не может решить, должен ли этот прием быть официальным или дружеским. Страница 77. Необходимо отметить, что в конце пятой части появление знаменитой певицы Дивы Патти, на сей раз она названа по имени, происходит в решающей для Анны Ивронского миг. Номер 76. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Здесь начинается цепочка искусных толстовских приемов, подготавливающих страшный эпизод и одновременно пробуждающих те впечатления, из которых впоследствии возникнет ночной кошмар Анны Ивронского. Сквозь морозный пар смутно виднеются закутанные фигуры, железнодорожные рабочие, а чуть позже — закутанный, покрытый инеем, машинист. Смерть железнодорожного сторожа, которую подготавливает Толстой, происходит на 82-й странице. Сторож был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавило. Вронский видит обезображенное тело и замечает мужика с мешком через плечо, выходящего из поезда. Анна, возможно, тоже видит его. Это зрительное впечатление еще усилится. Тема железа, по которому бьют и крушат в ночном кошмаре, также предстает здесь в образе сотрясаемой платформы, подрагивающей от чудовищного веса. Страница 78 Номер 77. Прокатился паровоз На знаменитой фотографии двух первых трансконтинентальных поездов, встречающихся на вершине Промонтри, штат Юта, видно, что у паровоза, идущего по железной дороге, протянувшейся на запад от Сан-Франциско, труба имеет конусообразную форму. Тогда как у паровоза, идущего по дороге Юнион-Пасифик, протянутой к западу от Амахи, изящная дымовая труба, увенчана искроуловителем. Оба типа труб использовались в русских паровозах. Согласно книге Колиньона «Шамми Ла Фер Русси. Русские железные дороги Париж. 1868 год» У 7,5-метрового паровоза скорого поезда, идущего из Петербурга в Москву, была прямая труба высотой в 2 метра 30 сантиметров, то есть на 30 сантиметров больше диаметра движущихся колес, чье движение с такой живостью изобразил Толстой. Страница 78. Номер 78. На внешность этой дамы. Читателю не обязательно смотреть на Анну глазами Вронского, но для тех, кто хочет оценить все детали мастерства, необходимо себе четко представлять внешность героини. Анна была довольно полной женщиной, но с удивительно изящной фигурой и исключительно легкой походкой. Лицо ее, очень свежее и живое, было прекрасно, черные вьющиеся волосы довольно непослушны, а серые глаза блестели и казались темными от густых ресниц. Ее взгляд мог светиться чарующим светом или принимать серьезное и грустное выражение. У нее румяные губы, она их не красит, полные руки, изящные запястья и маленькие кисти. Пожатие энергично, а движение быстрое. Все в ней казалось элегантным и неподдельным. Страница 79. Номер 79. Облонский здесь. Два светских человека, близкие и знакомые, или однокашники, могут называть друг друга по фамилии и даже с указанием титула «Граф, князь, барон», оставляя имена или клички для особых случаев. Когда Вронский обращается к Стиве Облонский, он прибегает к несравненно более интимной форме обращения, чем если бы назвал его по отчеству. Страница 80. Номер 80. «Ва фе ле, ле парфе амо». «У тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый». Страница 80. Номер 81. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. На самом деле никакой связи между двумя прилагательными нет. Но повторы характерны для стиля Толстого с его неприятием фальшивых красивостей и готовностью допустить любую тяжеловесность, лишь бы она напрямую вела к суть. Сравнить похожее сочетание слов «неторопливый» и «торопливо» которые встречаются через пятьдесят страниц. Фуражка начальника станции была ярко-красного цвета. Страница 82. Номер 82. «У Бобрищевых всегда весело». Мы можем предположить, что именно Бобрищевы давали тот самый бал. Страница 89. Номер 83. Платья Анны. Внимательно изучив статью «Парижские моды» на февраль в газете London Illustrated News 1872 года, мы увидим, что туалет де променад, городское платье, едва касались земли, а вечернее платье оканчивалось длинным квадратным шлейфом. Особенно модным считался бархат, и дамы надевали платье из королевского черного бархата, поверх юбки из фая, отороченной кружевом шантильи, а волосы украшали букетом цветов. Страница 95. Номер 84. Вальс. Сергей Толстой в своих записках, смотрите номер 63, описывает порядок танцев на балу, напоминающим описанный в романе. Начинался бал с легкого вальса. Затем следовали четыре кадрили, потом мазурка с фигурами. Последним танцем был котельон, кадриль с разными фигурами, например, гранд-ранд, большой хоровод, шейн-цепь с вводными танцами, вальсом, мазуркой, галопом, гросс-фаттером и другими. Додворд в своей книге «Танцы» 1885 год перечисляет не менее 250 фигур в котельоне или немецком танце. Большой тур описан под номером 63. Кавалеры выбирают кавалеров, дамы выбирают дам. Образуется большой круг. Кавалеры берут друг друга за руки в одной части круга, дамы в другой. Фигура начинается поворотом налево. Затем ведущий, который правой рукой держит даму, идет вперед, оставляя остальных танцующих позади, и проходит через центр круга. Затем он поворачивает налево вместе с остальными кавалерами, а его партнер поворачивает направо вместе со всеми дамами, продолжающими двигаться по другой стороне комнаты, образуя два симметричных ряда. Когда двое последних выходят из круга, обе линии движутся вперед, и каждый кавалер танцует с дамой напротив. Разнообразные цепочки, двойные, сплошные и прочее, предоставляются воображению читателя. Страница 96. Номер 85. О будущем общественном театре. Согласно замечанию в переводе МОД, Народный театр, или точнее театр, который финансируют частные лица, был организован во время московской выставки 1872 года в Москве. В ту пору были только государственные театры. Страница 96. Номер 86. И пятерым отказала Мазурку. Она отказала и Левину несколько дней назад. Весь бал с этой удивительной паузой, Вдруг музыка остановилась, Передает настроение и состояние Китти. Страница 97. Номер 87. Прелестно твердая шея с ниткой жемчуга. Прелестны вьющиеся волосы, Расстроившиеся прически. Прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук. Прелестно это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Повторение ожужжащего звука Же, Зловещее свойство ее красоты, Искусно завершается в предпоследнем абзаце этой главы. Неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его. Страница 100. Номер 88. Ведущий в танце. Ведущий в танце должен постоянно следить за всем и быть все время на чеку, Чтобы подгонять запоздавших, подсказывать замешкавшимся, Подталкивать невнимательных, сигналить топчущимся на месте, Смотреть за подготовкой к новой фигуре, Следить, чтобы каждый танцующий стоял с правильной стороны от своего партнера, И подавать знак, если партнерам нужно проделать одно и то же движение. Таким образом, он вынужден выполнять обязанности надсмотрщика, Так же, как и ведущего наставника и руководителя. Все это делает Корсунский, Но значительно тактичней и мягче. Страница 99. Номер 89. Какой это барин. Николай Дмитриевич. Простоватая любовница Николая Левина Называет его по имени и отчеству, Произнося его сокращенно, Как уважающая мужа жена из мещанской семьи. Страница 102. Когда Долли, говоря о своем муже, Называет его по имени и отчеству, Она имеет в виду совсем другое. Она выбирает самый формальный И нейтральный способ обращения, Чтобы подчеркнуть, что они чужие. Номер 90. И березы, и наша классная. С острой ностальгической нежностью Он вспоминает комнаты в родовом имении, Где детьми они занимались наставником или гувернанткой. Страница 106. Номер 91. Цыгане. В ночных ресторанах Плясали и пели цыгане. Красивые цыганки Пользовались огромным успехом У русских кутил. Номер 92. Свои ковровые сани. Удобные деревенские сани Выглядели так, Словно это ковер на полозьях. Страница 107. Номер 93. Топил дом. В особняке Левина Топили дровяные голландские печи. В каждой комнате стояла печь. В доме были двойные окна, Проложенные ватой между рамами. Страница 110. Номер 94. Тиндаль. Джон Тиндаль. 1820-1893. Автор книги Теплота, рассматриваемая Как род движения. 1864. Это было первое популярное Изложение тепловой Механической теории, Которая в начале 60-х годов Еще не попала в учебники. Страница 110. Номер 95. Третий звонок. Три звонка на российских Железных дорогах В 70-х годах прошлого века Превратились в национальную традицию. Первый звонок, Который давали за четверть часа До отхода поезда, Просто напоминал пассажирам О поездке. Второй звонок через 10 минут Предупреждал о скором отправлении поезда. Сразу же после третьего звонка Паровоз давал свисток И уплывал вдаль. Страница 114. Номер 96. Вагон. Грубо говоря, В последней треть прошлого века В мире господствовало два представления Об удобствах ночных путешествий. Американская система пульмана с купе Перегороженными занавесками, В которых ноги пассажиров Свисали как попало, И система манна в Европе, Где можно было развалиться в кресле. Но в 1872 году Вагон первого класса, Который Толстой называет Эффемизмом, Спальный вагон. В ночном поезде Москва-Петербург Был устроен примитивно, Являясь чем-то средним Между пульмановской конструкцией И системой Будуара полковника манна. В нем был боковой коридор, Туалеты, Дровяные печь, А также открытые платформы, Которые Толстой называет Крылечками. Тамбуров еще не существовало, Поэтому снег летел Через крайние двери, Когда кондукторы и стопники Переходили из вагона в вагон. В спальных отделениях Гулял сквозняк. Они были полуотгорожены Полуотгорожены От остального вагона. И из толстовского Описания видно, Что одно купе Занимали шесть пассажиров, А не четверо, Как в более поздних Спальных вагонах. Шесть дам В спальном отделении Сидели, Откинувшись в креслах. Трое напротив троих, Между противоположными креслами Места было достаточно, Чтобы вытянуть ноги. В 1892 году Карл Д. Декер Говорит, что В первоклассных вагонах На этой линии Существовали кресла, Которые можно было Раскладывать на ночь, Но он не изображает Этого превращения В подробностях. Как бы то ни было, В 1872 году Подобие полноценного сна, При котором можно Вытянуть ноги, Не предполагало постели. Чтобы понять Некоторые важные обстоятельства Ночного путешествия Анны, Читатель должен Отчетливо Представлять себе Вот что. Толстой Без разбора Называет Плюшевые сиденья В вагоне То диванчиками, То креслами. Оба названия Правильны. Диван С каждой стороны Купе Делился на три кресла. Анна сидит, Повернувшись Лицом к северу, В правом углу У окна, И может видеть Окна слева Напротив. Слева от нее Сидит ее Горничная Аннушка, Которая путешествует В том же вагоне, А не вторым классом, Как во время Поездки в Москву. С другой стороны, Еще восточнее, У самого прохода, В левой части Вагона, Восседает Толстая Старуха, Испытывающая Неудобства От смены Жары и холода. Прямо Напротив Анны Старая больная Дама Укладывается Спать, Две другие Занимают Места Напротив, И Анна Обменивается С ними Краткими Репликами. Страница 114. Номер 97. Фонарик. В 1872 году Этот фонарик Для путешествий, Примитивное Приспособление Со свечой Внутри, Рефлектором И металлической Ручкой, Которую Можно было Прикрепить К подлокотнику Железнодорожного Кресла. Страница 114. Номер 98. Истопник. Здесь Разворачивается Еще одна Цепочка Впечатлений Относящихся К закутанному Сторожу, Как будто Раздирали Кого-то. И Ведущих К самоубийству Анны Красный огонь Ослепил глаза, И потом Все Закрылось Стеной. Сонный Анне Кажется, Что жалкий Истопник Что-то Грызет В стене, И эта Картина Обернется Ночным Кошмаром С копошащимся И что-то Сокрушающим Мужичком. Страница 116. Номер 99. Остановка. Станция Балагоя Расположена На полпути От Москвы В Петербург. В 1870 году Там была 20-минутная Остановка Вскоре После полуночи, Чтобы пассажиры Успели Выпить Остывший Чай В буфете. Смотрите Также Номер 72. Страница 116. Номер 100. Круглая Шляпа. В 1853 году Появилась Твердая Шляпа С низкой Тульей Сконструированная Английским Шляпником Уильямом Баулером. Это был Первый Вариант Котелка Или Дерби. Граф Дерби Надевал Серый Котелок С черной Ленты Отправляясь На английские Скачки. Котелок Был Широко Распространен В 70-е Годы Прошлого Века. Уши Каренина Нужно Счесть Третьим Пунктом В ряду Дурных Вещей Вызвавших У Анны Неприятные Чувства. Страница 118. Номер 101. Пан Славист. Сторонник Духовного И Политического Единства Всех Славян Сербов Болгар И так Далее С Россией Во главе. 122. Страница. Номер 102. Уложила Его Сережу Спать. Это происходит Около Девяти Часов Вечера. Почему-то Сережу Уложили Раньше, Чем Обычно. Выше Сказано, Что Обычно Он Ложился Спать Около Десяти Часов Вечера. Необычайно Поздно Для Ребенка Восьми Лет. Страница 124. Номер 103. Дюк Делиль. Вероятно, Толстой Пародирует Имя Французского Писателя Велье Делиль Адана 1840-1889. Название Поэзия Ада Вымышленная. Страница 125. Номер 104. Зубы Вронского На протяжении всего романа Толстой несколько раз возвращается к чудесным правильным зубам Вронского. Когда он улыбается, сплошные зубы образуют ровный ряд цвета слоновой кости. Но перед его исчезновением со страниц романа в восьмой части его создатель, наказывая Вронского, вернее, его великолепную внешность, награждает его мастерски описанной зубной болью. Страница 129. Номер 105. Специальные замечания по поводу игры в теннис. В конце 22-й главы шестой части Долли Облонская смотрит, как Вронский Анна и двое гостей играют в теннис. Время действия июль 1875 года и теннис, в который они играют в загородном имении Вронского, еще молодая игра. Ее в 1873 году предложил майор Уинкфилд в Англии. Она имела мгновенный успех. Уже в 1875 году в нее стали играть в России и Америке. В Англии теннис часто называют лоун-теннисом. Сначала в него играли на крокетных площадках, твердых или покрытых дернам, чтобы отличать от старинной игры, в которую играют в специальных теннисных залах и иногда называют корт-теннис. Корт-теннис упоминается у Шекспира и Сервантеса. Старинные короли играли в него пыхтя и задыхаясь в гулких залах. А вот лоун-теннис, повторяю, наша современная игра. Заметьте, как тщательно описывает ее Толстой. Игроки, разделенные на две команды, стоят по обе стороны туго натянутой сетки на тщательно выровненной крокетной площадке с позолоченными ракетками в руках. Мне нравится позолота, отзвук королевского происхождения этой игры и благородного ее возрождения. Описаны разные приемы игры. Вронский и его партнер Свияжский играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за летящим к ним мечом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и метко и верно поддавая мяч ракетой, перекидывали за сетку. Боюсь, что, скорее всего, это были свечи. Партнер Анны по фамилии Весловский, которого Левин несколько недель назад вышвырнул из своего дома, играл хуже, чем остальные. Тут прелестная деталь. Мужчины с разрешения дам сняли сюртуки и играли в рубашках. Долли вся игра казалась ненатуральной. Взрослые люди бегают за мячом, как дети. Вронский большой поклонник английских манеры причуд. Увлечение теннисом еще раз доказывает это. Между прочим, эта игра была значительно более спокойной в 70-е годы, чем сегодня. Мужчины подавали решительным ударом, держа ракету вертикально на уровне глаз. Женская подача была слабей. Номер 106. Примечания о религии. Герои романа принадлежат к русской православной, или точнее восточно-православной церкви, которая отделилась от единой христианской церкви тысячу лет назад. Когда мы впервые встречаемся с одной из второстепенных героинь, графиней Лидией, она проявляет интерес к объединению церквей, так же, как набожная дама госпожа Шталь, изображающая христианское благочестие, от влияния которой Китти вскоре избавится в Садене. Но, как я сказал, основное вероучение в книге православие. Долли и Китти и их родители сочетают традиционную обрядовую сторону религии со старомодной добродушной верой, которую одобряет Толстой. В 70-е годы, сочиняя роман, он еще не проникся жгучей ненавистью к обрядовой стороне православия. Венчание Китти и Левина и священнослужитель изображены с большой симпатией. Именно во время венчания Левин, который годами не бывал в церкви и считал себя атеистом, чувствует первые схватки рождения веры, их вновь сменяют сомнения, но в конце книги мы видим, что он переживает внутренний переворот, обретает благодать, и Толстой деликатно тянет его в секту толстовцев. Смерть Ивана Ильича 1884-1886 В каждом человеке в той или иной степени противодействуют две силы — потребность в уединении и жажда общения с людьми, которые принято называть интроверсией, то есть интересом, направленным в себя, к внутренней жизни духа и воображения, и экстраверсией, интересом, направленным на внешний мир людей и осязаемых ценностей. Возьмем простой пример. Университетский ученый, я имею в виду и профессоров, и студентов, может сочетать в себе оба качества. Он может быть книжным червем и душой общества, при этом книжный червь будет вести борьбу с общительным человеком, студент, получивший или желающий получить повышенную стипендию, может сознательно или бессознательно стремиться к так называемому лидерству. Люди разных темпераментов склоняются к разным решениям. У одних внутренний мир постоянно одерживает верх над внешним, у других наоборот. Но для нас важен сам факт борьбы между двумя «я в одном человеке» борьбы между интровертом и экстравертом. Я знал студентов, обуреваемых жаждой знаний, самоуглубленных, страстно увлеченных любимым предметом, которые нередко затыкали уши, спасаясь от шума долетавшего из общежития. Но в иные минуты их одолевало стадное чувство, желание присоединиться к общему веселью, пойти на вечеринку или встречу с друзьями и отложить книгу ради компании. Отсюда уже рукой подать до проблем, занимавших Толстого, в ком художник боролся с проповедником, великий интроверт с сильным экстравертом. Толстой, конечно, осознавал, что в нем, как и во многих других писателях, происходит борьба между желанием творческого уединения и стремлением слиться со всем человечеством, борьба между книгой и обществом. По толстовскому определению, к которому он пришел, уже закончив Анну Каренину, творческое уединение равноценно эгоизму, самоупоению, то есть греху. И наоборот, идея растворения во всечеловеческом для Толстого означала Бога, Бога в людях и Бога всеобщую любовь. Толстой призывал к самоотречению во имя всемирной божественной любви. Иными словами, по мысли Толстого, в личной борьбе между безбожным художником и богоподобным человеком победить должен последний, если он хочет быть счастливым. Нужно отчетливо представлять себе эти духовные реальности, чтобы понять философский смысл рассказа «Смерть Ивана Ильича». Иван, конечно же, русский вариант древнееврейского имени Иоанн, что в переводе означает «Бог благ, Бог милостив». Ильич, сын Ильи, это русский вариант имени Илья, которое переводится с древнееврейского как «Иегова есть Бог». Во-первых, я считаю, что это история жизни, а не смерти Ивана Ильича. Физическая смерть, описанная в рассказе, представляет собой часть смертной жизни, всего лишь ее последний миг. Согласно философии Толстого, смертный человек, личность, индивид, человек во плоти, физически уходит в мусорную корзину природы. Дух же человеческий возвращается в безоблачные выси всеобщей божественной любви, в обитель нирваны, понятие столь драгоценного для восточной мистики. Толстовский догмат гласит, Иван Ильич прожил дурную жизнь, а раз дурная жизнь есть не что иное, как смерть души, то, следовательно, он жил в смерти, а так, как после смерти должен воссиять божественный свет жизни, то он умер для новой жизни, жизни с большой буквы. Во-вторых, надо помнить, что рассказ написан в марте 1886 года, когда Толстому было около шестидесяти, и он твердо уверовал в толстовское положение, утверждавшее будто сочинять шедевры литературы греховно. Он твердо решил, что если когда-нибудь и возьмется за перо после великих грехов своих зрелых лет, войны мира и Анны Карениной, то будет писать лишь простодушные рассказы для народа, благочестивые поучительные истории для детей, назидательные сказки и тому подобные. В смерти Ивана Ильича то и дело попадаются не вполне чистосердечные попытки такого рода, породившие образцы псевдонародного стиля, но в целом побеждает художник. Этот рассказ самое яркое, самое совершенное и самое сложное произведение Толстого. Стиль Толстого на редкость громоздкое и тяжеловесное орудийное средство. Возможно, и даже наверняка, вам попадались чудовищные учебники, написанные не педагогами, а демагогами, людьми, которые разглагольствуют о книге, вместо того, чтобы раскрыть ее душ. Вероятно, они уже втолковали вам, что главная цель великого писателя и, конечно же, главный ключ к его гению — простота. Предатели, а не преподаватели. Читая экзаменационные сочинения сбитых с толку студентов обоего пола о том или ином авторе, я часто натыкался на подобные фразы, возможно, запавшие им в память в самом нежном возрасте. Его стиль прелестен и прост, или у него простой и изысканный слог, или стиль его прост и совершенно очарователь. Запомните, простота — это вздор, чушь, всякий великий художник сложен, прост Saturday Evening Post, прост журналистский штамп, прост Эптон Льюис. Просты пищеварение и говорение, особенно сквернословие, но Толстой и Мелвилл совсем непросты. У толстовского стиля есть одно своеобразное свойство, которое можно назвать поиском истины на ощупь. Желая воспроизвести мысль или чувство, он будет очерчивать контуры этой мысли чувства или предмета до тех пор, пока полностью не удовлетворится своим воссозданием, своим изложением. Этот прием включает в себя так называемые художественные повторы или плотную цепочку повторяющихся утверждений, следующих одно за другим, каждая последующая выразительнее, чем предыдущая, и все ближе к значению, которое вкладывает в него Толстой. Он продвигается на ощупь, разрывает внешнюю оболочку слова ради его внутреннего смысла, очищает смысловое зерно предложения, лепит фразу, поворачивая ее и так и сяк, нащупывает наилучшую форму для выражения своей мысли, увязает в трясине предложения, играет словами, растолковывает и растолствовывает их. Другая особенность его стиля — яркость, свежесть, детали, сочные, живописные мазки для передачи естества жизни. Так в 80-е годы в России не писал никто. Этот рассказ предвещает русский модернизм, расцветший перед скучной и банальной советской эрой. Если в нем порой и слышатся отголоски норовоучительной басни, тем пронзительнее звучат поэтическая интонация и напряженный внутренний монолог героя, тот самый поток сознания, который автор ввел еще раньше в сценах последнего путешествия Анны. Заметная особенность рассказа то, что, когда начинается повествование, Иван Ильич уже мертв. Однако между мертвым телом и людьми, обсуждающими эту смерть, и оглядывающими покойника, разница невелика, поскольку, с точки зрения Толстого, существование этих людей равноценно смерти заживо, а не жизни. В самом начале мы обнаруживаем одну из многочисленных тем рассказа — бесчувственную пошлость, бессмысленность и бездушность жизни городского чиновничества, в которой сам Иван Ильич совсем недавно принимал живое участие. Его сослуживцы гадают о том, как его смерть повлияет на их перемещение по службе. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещение или повышение самих членов или их знакомых. «Теперь, наверное, получу место штабеля или Винникова», подумал Федор Васильевич. «Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 рублей прибавки, кроме канцелярии». «Надо будет попросить теперь о переводе Шурина из Калуги», подумал Петр Иванович. «Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных». Обратите внимание на то, как кончается первый диалог. Эгоизм, в конце концов, вполне обычная будничная черта, Толстой прежде всего художник, а не обличитель общественных нравов, поэтому обратите внимание, как разговор о смерти Ивана Ильича сменяется невинной игривой веселостью его сослуживцев, когда их корыстные мысли проходят. После семи вступительных страниц первой главы Иван Ильич воскрешен, он мысленно проживает всю свою жизнь заново, а затем физически возвращается в состояние, описанное в первой главе, ибо смерть и дурная жизнь равноценны, а духовно в состояние, которое так прекрасно обрисовано в последней главе, смерть кончена, ибо кончилось его физическое существование. Эгоизм, фальш, лицемерие и, прежде всего, тупая заведенность жизни, наиболее характерные ее свойства. Эта тупая заведенность ставит человека на уровень неодушевленных предметов, поэтому неодушевленные предметы тоже включаются в повествование, становясь действующими лицами рассказа. Не символами того или иного героя, не отличительной их чертой, как у Гоголя, но действующими лицами, существующими наравне с людьми. Возьмем сцену, которая происходит между вдовой Ивана Ильича Просковьей Федоровной и его лучшим другом Петром Ивановичем. Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Просковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола, она на диван, а Петр Иванович на расстроившейся пружинами и неправильно подававшейся под его сиденьем низкий пуф. Просковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение несоответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самым розовым с зелеными листьями критоне. Садясь на диван и проходя мимо стола, вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели, вдова зацепилась черным кружевом черной мантильи за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. — Курить, пожалуйста, сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась Соколовым, вопросом о цене мест. — Я все сама делаю, сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе. И, заметив, что пепел угрожал столу, немешкая, подвинула Петру Ивановичу пепельницу. Когда Иван Ильич по воле Толстого окидывает взглядом свою жизнь, он видит, что высшим взлетом его счастья в этой жизни, перед тем, как началась его смертельная болезнь, было назначение на высокую должность и возможность снять дорогую буржуазную квартиру для себя и своей семьи. Слово «буржуазный» я употребляю в обывательском смысле, а не в классовом. Я имею в виду квартиру, которая могла бы поразить плоское воображение человека восьмидесятых годов относительной роскошью, всевозможными побрякушками, безделушками и украшениями. Сегодняшний обыватель мечтает о стекле из стали, видео и радио, замаскированных под книжные полки и прочие немые предметы обихода. Я сказал, что это была вершина обывательского счастья Ивана Ильича, но как только он достиг ее, на него обрушилась смерть. Вешая гордину и упав с лестницы, он смертельно повредил левую почку. Это мой диагноз, в результате у него, вероятно, начался рак почки. Но Толстой, не жаловавший врачей и вообще медицину, намеренно темнит, выдвигая другие предположения, блуждающая почка, желудочная болезнь, даже слепая кишка, которая уж никак не может быть слева, хотя она упоминается несколько раз. Позже Иван Ильич мрачно шутит, говоря, что на этой гордине он, как на штурме, потерял жизнь. Отныне природа с ее жестоким законом физического распада вторгается в его жизнь и ломает ее привычный автоматизм. Глава вторая начинается с фразы «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и самая ужасная». Жизнь его была ужасна от того, что она была костной и лицемерной. Животное существование и детское самодовольство. Теперь все круто меняется. Природа для Ивана Ильича неудобна, омерзительна, бесчестна. Одной из опор его устоявшейся жизни была правильность, внешняя приятность, элегантность ее отлакированной поверхности, ее нарядные декорации. Теперь их убрали. Но природа является ему не только в образе театрального злодея, у нее есть свои добрые черты, очень добрые и приятные. Так мы подходим к теме Герасима. Толстой как последовательный дуалист проводит грань между бескрылой искусственной фальшивой в корне своей вульгарной и внешне изысканной городской жизнью и жизнью природы, которую в рассказе олицетворяет опрятный, спокойный, глубоглазый мужик из самых незаметных слуг в доме, с ангельским терпением, выполняющий самую черную работу. В системе ценностей Толстого он символизирует природное добро и тем самым оказывается ближе всего к Богу. Он появляется как воплощение самой природы, с ее легкой, стремительной и сильной поступью. Герасим понимает и жалеет умирающего Ивана Ильича, но жалость его светла и бесстрастна. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича, только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала. Главное мучение Ивана Ильича была ложь, та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. Один Герасим не лгал. По всему видно было, что он один понимал в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его, все умирать будем, отчего же не потрудиться, сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для тот же труд. Финальная тема может быть вкратце сформулирована вопросом Ивана Ильича, что если вся жизнь была неправильна? Впервые в жизни он испытывает жалость к другим. Затем все происходит как в волшебной сказке, где чудовище превращается в принца и женится на красавице, а вера даруется в награду за духовное обновление. Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру и там в конце дыры засветилось что-то. Да, все было не то, сказал он себе, но это ничего, можно, можно сделать то. Что, что, спросил он себя и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрал скацу и подошел к его постели. В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. Да, я мучаю их, подумал он. Им жалко, но им лучше будет, когда я умру. Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. Впрочем, зачем же говорить, надо сделать, подумал он, и указал жене взглядом на сына и сказал уведи, жалко и тебя. Он хотел сказать еще прости, но сказал пропусти, и не в силах, уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его, и не выходило, что вдруг все выходит сразу, из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Как хорошо и как просто, подумал он. Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. «Так вот что!» вдруг вслух проговорил он. «Какая радость!» Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то, изможденное тело его вздрагивало, потом реже и реже стало клокотание и хрипение. «Кончено!» сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть!» сказал он себе. «Ее нет больше!» Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. Антон Чехов 1860-1904 Дед Антон Павлович Чехов был рабом. За 3500 рублей выкупил он себя и свою семью. Отец был мелким лавочником. Он разорился в 1870-е годы, после чего вся семья переехала в Москву. Один Чехов остался в Таганроге, на юго-востоке России, чтобы закончить гимназию. На жизнь приходилось зарабатывать самому. Окончив гимназию осенью 1879-го года, он тоже перебирается в Москву и поступает в университет. Свои первые рассказы Чехов начал сочинять, чтобы помочь семье, иначе она бы не выпуталась из унизительной бедности. Он изучал медицину и, окончив Московский университет, стал помощником уездного лекаря в небольшом провинциальном городе. Здесь начал он собирать сокровищницу ценнейших наблюдений, врачу и крестьян, сталкиваясь с армейскими офицерами, в городке стоял полк, в трех сестрах нарисованы портреты этих военных, и бесчисленными представителями уездной российской глуши, которых он позднее воссоздал в своих коротких рассказах. Эти небольшие юморезки печатались в разнообразных листках, часто принадлежавших к резко враждебным политическим направлениям. Сам Чехов никогда не занимался политической деятельностью, и не потому, что был безразличен к участи простого народа. Он не считал политическую деятельность своим предназначением. Он тоже служил народу, но на свой лад. Главной общественной добродетелью для него была справедливость, и всю жизнь он стремился возвысить свой голос против всякой несправедливости, но только как писатель. Прежде всего, он был индивидуалистом и художником. Поэтому завлечь его в политическую партию было не так-то просто. Свой протест против несправедливости и жестокости он выражал по-своему. Обыкновенно критики, которые пишут о Чехове, повторяют, что им совершенно непонятно, почему он в 1890 году предпринял опасную и утомительную поездку на Сахалин, где изучал жизнь Катаржан. Два первых сборника рассказов «Пестрые рассказы и в сумерках» появились в 1886 и в 1887 годах и заслужили мгновенное признание читателей. После этого он стал считаться одним из лучших русских писателей, получил возможность печататься в лучших журналах, оставить врачебную практику и целиком посвятить себя литературе. Вскоре он купил небольшой дом недалеко от Москвы, где поселилась его семья. Годы, проведенные там, оказались счастливейшими в его жизни. Он насладился сполна независимостью и уютом, который сумел создать для своих стареющих родителей свежим воздухом, работой в саду, приездами многочисленных друзей. В доме Чеховых не умолкали веселье и радость, веселье и смех составляли главную черту их жизни. Не только к озеленению, оплодотворению земли чувствовал он такую горячую склонность, но ко всякому творческому вмешательству в жизнь. Натура жизнеутверждающая, динамическая, неистащимо активная, он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее. То хлопочет об устройстве в Москве первого народного дома с читальней библиотекой, аудиторией, театром. То добивается, чтобы тут же в Москве была выстроена клиника кожных болезней. То хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции. То собирает книги для всех сахаринских школ и шлет их туда целыми партиями. То строит невдалеке от Москвы одну за другой три школы для крестьянских детей, а заодно и колокольню и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строит там четвертую школу. Вообще всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья. «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», сказал он однажды горькому. И записал в своей книжке «Мусульманин для спасения души копает колодезь». «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь, или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Часто эта деятельность Чехова требовала от него продолжительной черной работы. И когда он, например, строил школы, то сам ведался с каменщиком, конопатчиком, печником, землекопом, плотником, закупал все материалы вплоть до печных изразцов и заслонок и лично наблюдал за постройкой. А его работа в качестве земского врача на холере, когда он один, без помощников, должен был обслуживать двадцать пять деревень, а помощь голодающим в неурожайные годы, а его многолетняя лечебная практика главным образом среди подмосковных крестьян. По свидетельству его сестры Марии Павловны, которая была у него фельдшерицей, он принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно, да еще снабжал каждого из них лекарствами. Можно написать целую книгу о том, как работал он в Ялте, в попечительстве о приезжих больных. Взвалил на себя такую нагрузку, что, в сущности, один одинешенек являл в своем лице чуть ли не все учреждение, все попечительство о приезжих больных. Многие чахоточные приезжали тогда в Ялту без гроша в кармане, из Одессы, из Кишинева, из Харькова, лишь потому, что им было известно, что в Ялте живет Антон Палч Чехов. Чехов устроит, Чехов обеспечит и койкой, и столовой, и лечением. Корней Чуковский Та же великая доброта пронизывает его книги. Он не делал ее своей литературной платформой или программой, она была естественной окраской его таланта. И его обожали все читатели, то есть, в сущности, вся Россия, так как в последние годы жизни слава его была поистине грандиозной. Без феноменальной общительности, без постоянной охоты якшатся с любым человеком, без жгучего его интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен и тысяч людей, он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии русского быта восьмидесятых и девяностых годов, которая называется «Мелкими рассказами» Чехова. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» сказал он Короленко, когда тот только что познакомился с ним. «Вот». Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, то оказалось пепельница, поставил ее передо мною и сказал «Хотите, завтра будет рассказ?» Заглавие «Пепельница». И Короленко почудилась, что над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже оживленные юмором. Чехов никогда не отличался хорошим здоровьем. У него был туберкулез, обострившийся после поездки на Сахалин, так что он вынужден был искать более мягкий климат, чем московский. Он уезжает из России, сначала во Францию, затем оседает в Ялте, в Крыму, где он купил себе дом с садом. Крым вообще и Ялта в особенности чудесные места, с довольно мягким климатом. Чехов прожил здесь с конца 80-х годов почти до самой смерти, бывая в Москве лишь наездами. Знаменитый Московский художественный театр, основанный в 90-х годах двумя любителями, актером-любителем Станиславским и литератором Немировичем Данченко, оба были одарены необыкновенным сценическим талантом, завоевал известность еще до постановок чеховских пьес, но тем не менее театр этот поистине нашел себя и достиг художественного совершенства благодаря его пьесам, а им принес настоящую славу. Чайка стала символом театра, стилизованная чайка изображена на занавесе в программках. Вишневый сад, дядя Ваня, три сестры стали праздником не только для автора, но и для всей труппы. Смертельно больной Чехов присутствовал на премьере, увидел восторженных зрителей, насладился успехом своей пьесы, а затем ослабевший как никогда прежде вернулся в свое ялтинское уединение. Его жена Ольга Книппер, одна из ведущих, я бы даже сказал, первая актриса театра, изредка и ненадолго приезжала к нему в Ялту. Брак этот не был счастливым. В 1904 году, совсем слабый, он все же приехал на премьеру Вишневого сада. Зрители не ожидали его увидеть, и появление это вызвало громовые аплодисменты. Тогда московская элита принялась его чествовать. Говорились бесконечные речи. Он был так слаб, и это было так явно, что в зале поднялись крики «Садитесь, садитесь, пусть Антон Палыч сядет!» Вскоре после того, он в последний раз поехал лечиться, теперь в Баден-Вейлер, в немецкий Шварцвальд. Когда он прибыл в Германию, жить ему оставалось три недели. 2 июля 1904 года он умер вдали от своей семьи и друзей среди чужих в чужом городе. Одно дело настоящий художник, как Чехов, совсем другое какой-нибудь моралист вроде Горького, из числа тех наивных и неугомонных русских интеллигентов, которые считали, что стоит проявить по отношению к несчастному, полудикому, загадочному мужику хоть немного доброты и терпения, и мир преобразится. Для примера можно взять рассказ Чехова «Новая дача». Богатый инженер выстроил для себя и своей жены дом с садом, фонтаном, зеркальным шаром, но без пахотной земли. Им нужен чистый воздух и отдых. Кучер приводит к кузнецу лошадей, роскошных, сытых, гладких, белых, как снег, и поразительно похожих одна на другую. «Чистые лебеди», — говорит тот, глядя на них с благоговением. Подходит старый мужик. «Только что белые», — говорит он с хитрой и насмешливой улыбкой. «А что в них? Поставь моих на овес, такие же будут гладкие. В саху бы их, да кнутом». В нравоучительном рассказе с благими идеями и намерениями фраза эта прозвучала бы голосом самой мудрости, а старый мужик, так глубоко и просто выразивший идею соразмерного с бытием образа жизни, был бы потом выставлен чудеснейшим стариком, символом крестьянства, сознающего себя восходящим классом и тому подобное. Что же делает Чехов? Скорее всего, он просто не заметил, что вложил в уста старого крестьянина священную для тогдашних радикалов истину. Ему важно, чтобы эти слова были верны жизни, верны человеческому характеру, а не символу. Герой язвителен не потому, что мудр, а потому, что любит говорить гадости, портить людям настроение. Он возненавидел белых лошадей и сытого красивого кучера. Сам он, человек одинокий, вдовец, жил скучно, работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами. Деньги на пропитание получал от сына, служившего в кондитерской, и с утра до вечера праздно бродил. И если видел, что мужик везет бревно или рыбу ловит, то говорил, это бревно трухлявое или в такую погоду не будет клевать. Словом, вместо того, чтобы сделать из персонажа средство для поучения и добиваться того, что горькому и любому советскому писателю показалось бы общественной правдой, то есть выставить его образцом добродетелей, как в пошлом буржуазном рассказе, где герой не может быть плохим человеком, если он любит мать или собаку, вместо этого Чехов изображает живого человека, не заботясь о политической назидательности и литературных традициях. Набоков завершает этот раздел вычеркнутым пассажем. Итак, Чехов наряду с Пушкиным чистейшие писатели в смысле той совершенной гармонии, которой дышат их сочинения. Я понимаю, как немилосердно по отношению к Горькому упоминать его в этой лекции, но разница между ними крайне поучительна. В двадцать первом веке, когда, я надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству. Кстати говоря, его мудрецы обыкновенно зануды, напоминающие полония. Главная мысль, которую внушают читателю чеховские герои, от самых милых до самых противных, состоит, видимо, вот в чем. Пока в России отсутствует настоящая нравственная духовная и физическая культура, усилия благороднейших интеллигентов, которые строят мосты и школы рядом с вечной распивочной, будут тщетными. Чехов пришел к выводу, что чистое искусство, чистая наука, чистое знание, даже дойдя до народа, принесут, в конце концов, больше пользы, чем неуклюжая и бестолковая благотворительность. Между прочим, сам Чехов был типичным чеховским интеллигентом. Ни один писатель не создал столь трогательных, но без грана сентиментальности персонажей, которых можно определить одной цитатой из рассказа на подводе. И непонятно, думала она, зачем красоту, эту приветливость, грустные милые глаза Бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям? Зачем они так нравятся? Вот старый Соцкий из рассказа по делам службы. Версту за верстой бредущей по снегу по ничтожным и бессмысленным поручениям, которых он не может и не хочет понять. Вот молодой человек из повести «Моя жизнь», ушедший из уютного дома, чтобы стать нищим маляром, потому что не вынес задхлого и жестокого самодовольства провинциальной жизни с ее гнусными домами, которые его отец-архитектор выстроил на улицах города. Какой писатель удержался бы от соблазна трагической параллели? Отец строит дома, сын обречен их красить. А Чехову не досуг даже намекнуть на это обстоятельство, не то, что подчеркнуть его, разрывая тем самым ткань повествования. Вот в рассказе «Дом с мезонином» хрупкая девушка, чье имя по-английски не выговорить, хрупкая миссюсь, зябнущая в тонкой рубашке осенней ночью, и герой рассказа, накидывающий на нее пальто. А в конце ее горящее окно и угасающая влюбленность. Вот старик из новой дач, который не понимает тщетную вялую доброту чудаковатого помещика, при этом благословляя его от всего сердца. А когда дочка барина, маленькая избалованная девочка с кукольной внешностью, рыдает, почувствовав враждебность крестьян, он вынимает из кармана огурец с налипшими крошками и сует ей, приговаривая «Не плачь, деточка, а то маменька отцу пожалится, а отец прибьет». И у нас создается точное представление о нравах, царящих в его собственном доме, хотя автор ничего не объясняет и не подчеркивает. Вот деревенская учительница из рассказа на подводе, трогательные грезы, которые то и дело прерывают ухабы или оклики возницы, грубо, хоть и добродушно зовущего ее Васильевна. Алипа из самого поразительного его рассказа «Во враги» кроткая и наивная крестьянка, у которой убивают голенького младенца. А как хорош предыдущий эпизод, когда ребенок еще здоров, весел, и молодая мать играет с ним, отойдет к двери, поклонится ему издали и скажет «Здравствуйте, Никиф Ранисимыч», а потом бросится, прижмет к себе, ласково причитая. О несчастной бродяга в том же чудном рассказе, говорящей слипой о своих странствиях по России. Однажды проезжий господин, наверное, политически ссыльный из Москвы, встретил его где-то на Волге, увидел обноски, худое лицо, и заплакал, «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные». Чехов первым из писателей отвел под тексту важную роль в передаче конкретного смысла. В том же рассказе о Липе и ее ребенке есть образ мошенника мужа, сосланного на каторгу. Раньше, успешно занимаясь своими махинациями, он присылал домой письма, написанные прекрасным почерком. Он вскользь замечает, что письма ему пишет приятель самородов. С его другом мы так и не встречаемся, но когда мужа приговаривают к каторжным работам, от него начинают приходить письма из Сибири, написанные тем же почерком. Больше ничего не сказано, но яснее ясного, что кем бы ни был его друг самородов, он замешан в его преступлениях и теперь отбывает то же наказание. Один издатель как-то сказал мне, что у каждого писателя где-то внутри оттиснута определенная цифра, точнее, число страниц, которые он не превысит ни в одной книге. Мое число помнится было 385. Чехов никогда бы не смог написать настоящий длинный роман, он был спринтером, а не стайером. Он словно не умел подолгу удерживать в фокусе узор жизни, который повсюду выхватывал его гений. Он мог сохранять его живую прелесть ровно столько, сколько требуется для рассказа, но не мог сохранить детальность, необходимую для длинного и развернутого повествования. Его драматические способности — те же способности новеллиста. Недостатки его пьес — те же самые, что стали бы очевидны, вздумая он писать полновесные романы. Чехова сравнивали со второразрядным французским писателем Мапассаном, почему-то именуемым Де-Мапассаном. И хотя в художественном смысле такое сравнение оскорбительно для Чехова, одна общая черта у них есть — у обоих короткое дыхание. Когда Мапассан принуждал себя покрывать пространство, сильно превышающее масштабы его природного дара, и писал романы вроде «Милый друг» или «Жизнь», то в лучшем случае они оказывались серией искусственно сцепленных рассказов, довольно неровных и бесподводного течения, пронизывающего всю книгу, столь естественного для стиля таких прирожденных романистов, как «Флобер» или «Толстой». За исключением одного юношеского промаха, Чехов не написал ни одной толстой книги. Самые длинные его вещи «Дуэль» и «Три года» — те же рассказы. Чехов писал печальные книги для веселых людей. Я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль. Есть писатели, издающие средне между сдавленным смехом и зевком звук. Многие из них профессиональные юмористы. У других, например, Диккенса, получается нечто среднее между смешком и всхлипом. Существует и та ужасная разновидность юмора, которую автор намеренно использует для чисто технического облегчения после бурной трагической сцены, но это низкопробный литературный трюк. Юмор Чехова чужд всему этому. Он был чисто чеховским. Мир для него смешон и печален одновременно, но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны. Русские критики писали, что ни стиль Чехова, ни выбор слов, ни все прочее не свидетельствуют о той особой писательской тщательности, которой были одержимы Гоголь, Флобер или Генри Джеймс. Словарь его беден, сочетания слов почти банальны, сочный глагол, оранжерейное прилагательное, мятно-сливочный эпитет, внесенные на серебряном подносе. Все это ему чуждо. Он не был словесным виртуозом, как Гоголь, его муза всегда одета в будничное платье, поэтому Чехова хорошо приводить в пример того, что можно быть безупречным художником и без исключительного блеска словесной техники, без исключительной заботы об изящных изгибах предложений. Когда Тургенев принимается говорить о пейзаже, видно, как он озабочен отглаженностью брючных складок своей фразы. Закинув ногу на ногу, он укратко и поглядывает на цвет носков. Чехову это безразлично, не потому, что детали эти не имеют значения для писателей определенного склада, они естественны и очень важны, но Чехову все равно от того, что по своему складу он был чужд всякой словесной изобретательности. Даже легкая грамматическая неправильность или газетный штамп совершенно его не беспокоили. Набоков сначала написал «не беспокоили его» и продолжил фразу. Ее стоит привести, хотя автор ее вычеркнул. Беспокоили его меньше, чем, скажем, Конрада, когда тот, как сообщает Форд Мэдокс Форд, отыскивал слово из двух с половиной слогов, не просто из двух или трех, а именно из двух с половиной, которое ему представлялось абсолютно необходимым в конце какого-нибудь описания. И он, Конрад, был совершенно прав, поскольку такова была природа его дара, а Чехов окончил бы эту фразу, написав «где-то» или «когда-то» и даже не задумался бы о своей концовке. При этом Чехов великий писатель, чего не скажешь о старине Конраде. Волшебство его искусства в том, что, несмотря на терпимость к промахам, которых легко избежал бы блестящий новичок, несмотря на готовность довольствоваться первым встречным словом, Чехов умел передать ощущение красоты, совершенно недоступное многим писателям, считавшим, будто им-то доподлинно известно, что такое роскошная пышная проза. Добивается он этого, освещая все слова одинаковым тусклым светом, придавая им одинаковый серый оттенок, средний между цветом ветхой изгороди и нависшего облака. Разнообразие интонации, мерцание прелестной иронии, подлинно художественная скупость характеристик, красочность деталей, замирание человеческой жизни — все эти чисто чеховские черты заливают и обступают радужно-расплывчатая словесная Марьева. Его спокойный и тонкий юмор пронизывает серость созданных им жизней. Для русской философской или общественно настроенной критики он стал неповторимым выразителем неповторимого русского типа. Мне довольно сложно объяснить, что это за тип, поскольку он тесно связан с психологической и общественной историей России, девятнадцатого века. Сказать, что Чехов занят милыми и беспомощными людьми, было бы не совсем точно. Точнее, его мужчины и женщины милы именно потому, что беспомощны. Но по-настоящему привлекало русского читателя то, что в чеховских героях он узнавал тип русского интеллигента, русского идеалиста, причудливое и трогательное существо, малоизвестное за границей и неспособное существовать в советской России. Чеховский интеллигент был человеком, сочетавшим глубочайшую порядочность с почти смехотворным неумением осуществить свои идеалы и принципы, человеком, преданным нравственной красоте, благу всего человечества, но в частной жизни, неспособном ни на что дельное. погрузившим свою захолустную жизнь в туман утопических грез, точно знающим, что хорошо, ради чего стоит жить, но при этом все глубже тонущим в грязи надоевшего существования, несчастным в любви, безнадежным неудачником в любой области, добрым человеком, неспособным творить добро. Таков человек, проходящий в обличии врача, студента, сельского учителя и людей других профессий через все рассказы Чехова. Политизированных критиков бесило то, что тип этот не принадлежал к определенной политической партии и что автор не снабдил его четкой политической программой. Но в том-то все и дело. Беспомощные интеллигенты Чехова не были ни террористами, ни социал-демократами, ни будущими большевиками, ни кем иным из бесчисленных членов бесчисленных российских партий. Важно, что типичный чеховский герой неудачливый защитник общечеловеческой правды, возложивший на себя бремя, которого он не мог ни вынести, ни сбросить. Все чеховские рассказы — это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Он всегда несчастен и делает несчастными других. Любит ни ближних, ни тех, кто рядом, а дальних. Страдания негров в чужой стране, китайского кули, уральского рабочего, вызывают у него больше сердечных мук, чем неудачи соседа или несчастья жены. Чехов извлекал особое писательское наслаждение из фиксации мельчайших разновидностей этого довоенного, дореволюционного типа русских интеллигентов. Такие люди могли мечтать, но не могли править. Они разбивали свои и чужие жизни, были глупые, слабые, суетливые, истеричные, но за всем этим у Чехова слышится — благословенно страна, сумевшая породить такой человеческий тип. Они упускали возможности, избегали действий, не спали ночами, выдумывая миры, которых не могли построить. Но само существование таких людей, полных пылкого, пламенного самоотречения, духовной чистоты, нравственной высоты — одно то, что такие люди жили и, возможно, живут и сейчас, где-то в сегодняшней безжалостной и подлой России — это обещание лучшего будущего для всего мира ибо из всех законов природы возможно самый замечательный выживание слабейших. С этой точки зрения оценивали Чехова те, кто был поглощен и несчастьями русского народа, и славой русской литературы. Не заботясь о социальных или этических построениях, его гений раскрыл больше самых мрачных сторон голодной сбитой с толку рабской злосчастной крестьянской России, чем множество других писателей типа Горького, у которых под видом раскрашенных марионеток выступают общественные идеи. Скажу больше. Человек, предпочитающий Чехову, Достоевского или Горького, никогда не сумеет понять сущность русской литературы и русской жизни, и, что гораздо важнее, сущность литературного искусства вообще. У русских была игра делить знакомых на партии сторонников и противников Чехова. Нелюбивших его считали людьми не того сорта. Я от души советую вам почаще заглядывать в книги Чехова, даже в переводах, которым они подверглись, чтобы, забываясь, пережить эти сказочные сны так, как они были задуманы. Век пышущих силой Голиафов полезно вспомнить о хрупких Давидах. Унылые пейзажи, увядшие ивы, склоненные вдоль удручающих грязных дорог, серые вороны, прорезающие серое небо, воспоминания, внезапно повеявшие в самом затрапезном углу, всю эту трогательную тусклость, всю эту чудную слабость, весь этот чеховский воркотливо невзрачный мир, стоит сберечь среди блистания могучих наглых миров, которые сулят нам поклонники тоталитарных государств. Дама с собачкой 1899 год Чехов входит в рассказ «Дама с собачкой» без стука. Он не мешкает. В первом же абзаце появляется главная героиня, молодая блондинка, прогуливающаяся по набережной Ялты в Крыму на Черном море, в сопровождении белого шпица. И следом тотчас же является главный герой Гуров. Красочно описана его жена, которую он с детьми оставил в Москве. Тяжелая фигура, темные брови, привычка называть себя мыслящей женщиной. Сразу замечаешь магию деталей, подбираемых автором, манера жены не употреблять на письме непроизносимую букву, твердый знак, и то, как она называет своего мужа полным и длинным именем. В сочетании с выразительной важностью ее лица с нависшими бровями и прямой осанкой, обе эти черты производят нужное автору впечатление. Суровая женщина с твердыми феминистскими и социальными идеями, которую муж, однако, в глубине души считает узкой, недалекой и бестактной. И потому естественным кажется переход к давней неверности ей Гурова и к его отношению к женщинам. Низшая раса, так он их называет, но без этой низшей расы не может существовать. Вскользь говорится о том, что российские романы вовсе не были такими легкими, как Мапасановский Париж. Сложности и проблемы неизбежно возникали у этих порядочных, нерешительных москвичей, которые тяжелы на подъем, но уж если поднимутся, то опускаются в утомительные сложности. Затем тем же изящным и прямым броском с помощью переходной фразы «И вот однажды» мы возвращаемся к даме с собачкой. Все в ней, даже прическа, говорила ему, что она скучает. Соблазн приключения, хотя он и отдавал себе отчет в том, что это влечение к одинокой женщине, отдыхающей на модном морском курорте, основано на пошлых историях, по большей части выдуманных, соблазн приключения толкает его подозвать собачку, которая тем самым становится связующим звеном между ними. Оба они сидят в городском ресторане. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем, шпиц заворчал, Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо, «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней пять». Они разговорились. Автор уже упоминал, что Гуров в женском обществе становится остроумным, но вместо того, чтобы предоставить читателю поверить на слово, знаете этот излюбленный прием описания разговоров как блестящих, без единого примера этого блеска, Чехов дает ему привлекательную обезоруживающую шутку. Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь. Здесь Чехов приводит замечательно подобранные названия архипровинциальных городов, и ему не скучно, а приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумая, что он из Гренады приехал. Название особенно заманчивое для русского воображения. Остальная часть их беседы, для которой этого эпизода более чем достаточно, передана уже косвенно. И вот первый проблеск чеховской системы передавать обстановку наиболее выразительными деталями природы. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Тот, кто жил когда-нибудь в Ялте, знает, насколько точно это описание создает впечатление летнего вечера. Эта первая часть рассказа заканчивается тем, что Гуров, один в своем гостиничном номере, думает о ней, ложась спать и вызывает в воображении ее тонкую слабую шею и красивые серые глаза. И заметьте, что только теперь в воспоминании героя Чехов дает зримые и определенные черты героине, превосходно совпадающие с уже знакомыми нам несколько вялыми манерами и выражением скуки на лице. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости и угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. Что-то в ней есть жалкое все-таки, подумал он и стал засыпать. Следующий шаг в развитии событий, каждая из четырех крохотных главок или частей сюжета, из которых состоит рассказ, не превышает четырех-пяти страниц, происходит неделю спустя. Гуров в жаркий ветреный день, слетящий по воздуху пылью, заходит в павильон и приносит даме холодную воду с сиропом. А потом вечером, когда ветер затих, они идут на мол смотреть, как приходит пароход. Дама потеряла в толпе лорнетку, коротко замечает Чехов, и эти вскользь брошенные слова, никак не связанные с сюжетом, просто беглое замечание почему-то соответствует тому беспомощному воодушевлению, о котором Чехов уже говорил. Затем искусно изображены ее неловкость и мягкая угловатость у нее в номере. Они стали любовниками. Она сидела с распущенными волосами, висящими по сторонам лица, в унылой позе грешницы, со старинной картины. На столе лежал арбуз. Гуров отрезался беломоть и стал не спеша есть. Этот реалистический штрих еще один типично чеховский прием. Она рассказывает ему о своей жизни в далеком городе, из которого она приехала, и Гурова начинают слегка тяготить ее наивность, смущение и слезы. Только сейчас мы узнаем фамилию ее мужа фон Дидеритс, вероятно, немецкого происхождения. Они бродят по Ялте в тумане раннего утра. В Арианде сидели на скамье недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады. И однообразный глухой шум моря, доносившаяся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Арианды. Теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. Роса на траве, сказала Анна Сергеевна после молчания. Да, пора домой. Потом проходит несколько дней, и ей пора уезжать. Пора и мне на север, думал Гуров, уходя с платформы. На этом кончается глава. Третья часть погружает нас в московскую жизнь Гурова. Роскошь веселой русской зимы, домашние дела, обеды в клубах и ресторанах — все это передано с большой живостью. Затем целая страница посвящена странному обстоятельству. Он не может забыть даму с собачкой. У него много друзей, но томительное желание рассказать о своем приключении, не находит выхода. Когда Гурову случалось говорить неопределенно, в самом общем виде о любви и женщинах, никто не догадывался, что он имел в виду. И только его жена подымала темные брови и говорила «Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата». И вот наступает миг, который в спокойных чеховских рассказах можно назвать кульминацией. Существует то, что наш обыватель называет поэзией, и то, что он называет прозой жизни, хотя и то, и другое пища для художников. Контраст между ними уже мелькнул в сцене, когда Гуров в самый романтический момент ест кусок арбуза, грузно усевшись и чавкая. Он превосходно доведен до конца, когда Гуров проговаривается своему приятелю, выходя с ним поздно ночи из клуба. «Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Его приятель, чиновник, садится в сани, кони трогают. Он неожиданно оборачивается и окликает Гурова. «Что?» спрашивает Гуров, в явной надежде услышать реакцию на то, что он сказал. «Адавича», говорит чиновник, «вы были правы, осетрина-то с душком». Этот переход к новому состоянию Гурова, новому ощущению, что он живет среди дикарей, которых интересуют только карты и обжорство, очень естествен. Его семья, банк, весь ход жизни, все теперь кажется ему пустым, скучным, бессмысленным. Перед Рождеством он говорит жене, что уезжает по делам в Петербург, а вместо этого едет в далекий Волжский город, где живет дама с собачкой. В старые добрые времена, когда вся Россия была охвачена манией общественной деятельности, критиков Чехова возмущало, что вместо того, чтобы тщательно изучать и решать проблемы буржуазного брака, он описывал то, что казалось им банальным и бесполезным. Ведь едва Гуров рано утром приезжает в город и занимает лучший номер в местной гостинице, Чехов, вместо того, чтобы описывать его настроение или нагнетать и без того трудное душевное состояние, поступает как настоящий художник. Он замечает серый ковер, сделанный из солдатского сукна, и чернильницу, тоже серую от пыли, с всадником со шляпой в поднятой руке и отбитой головой. Вот и все, как будто бы ничего особенного, но это самое важное в подлинной литературе. В этом же смысле хороша и другая деталь. Искажение немецкой фамилии фон Дидериц в устах Швейцара. Узнав адрес, Гуров отправляет сюда и смотрит на дом. Напротив тянется забор, утыканный гвоздями. От такого забора убежишь, говорит Гуров самому себе, и здесь находит завершение мотив однообразия и серости, начатый ковром, чернильницей и неграмотным швейцаром. Неожиданные маленькие повороты и легкость касаний вот что поднимает Чехова над всеми русскими прозаиками до уровня Гоголя и Толстого. Вскоре он увидел, как из дверей вышла старушка со знакомой собачкой. Он хотел ее позвать, движимый своего рода условным рефлексом, но у него вдруг забилось сердце, и от волнения он не мог вспомнить, как зовут Шпиц. Еще один очаровательный штрих. Позже он решает пойти в местный театр на премьеру опереты Гейша. В нескольких словах Чехов дает картину провинциального театра, не забыв и губернатора, скромно прячущегося за плюшевой портьерой, так что видны были только руки. Затем появляется героиня, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека, чем эта затерявшаяся в провинциальной толпе маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках. Он увидел ее мужа и вспомнил, как она называла его лакеем. Он и в самом деле походил на лакея. Потом следует замечательно тонкая и точная сцена. Гурову удается заговорить с ней, и они блуждают, как помешанные, по бесконечным лестницам и коридорам вверх-вниз, снова вверх, мимо людей в мундирах провинциальных учреждений. Не забывает Чехов и двух гимназистов, которые повыше на площадке курили и смотрели вниз. Четвертая и последняя главка передает атмосферу тайных свиданий в Москве. Как только она приезжала, она посылала к нему, Гурову, человека в красной шапке. Однажды он шел к ней, и с ним была его дочь. Она направлялась в гимназию, и это было по дороге. Медленно падал крупный мокрый снег. Гуров говорил своей дочери, что термометр показывает несколько градусов выше нуля, но тем не менее идет снег. Объяснение состояло в следующем. Тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура. И пока он шел и говорил, он все время думал о том, что ни одна душа не знает и, вероятно, никогда не узнает об этих тайных свиданиях. Его смущало, что ложная сторона его жизни, служба в банке, хождение в клуб, ссоры, социальные обязанности была явной, в то время как истинная и наиболее интересная пряталась за этой ложью. У него были две жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая протекавшая тайна. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилеи, все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Финальная сцена полна того пафоса, который звучал в самом начале. Они встречаются, она плачет, они чувствуют, что они ближе, чем муж и жена, самые нежные друзья, и он видит, что начинает сидеть, и знает, что только смерть положит конец их любви. Плечи, на которых лежали его руки, были теплые и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует по-настоящему, первый раз в жизни. Они советуют, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, что сделать, чтобы навсегда быть вместе. Они не находят решения, и в типично чеховской манере рассказ обрывается на полусловие вместе с естественным течением жизни. Все традиционные правила повествования нарушены в этом чудесном рассказе в 20 примерно страниц. Здесь нет проблемы, нет обычной кульминации, нет точки в конце, но этот рассказ один из самых великих в мировой литературе. Повторим теперь некоторые свойства, присущие этому и другим чеховским рассказам. Первое. История излагается самым естественным из возможных способов. Не после обеда, возле камина, как у Тургенева или Мопассана, но так, как рассказывают о самом важном в жизни, неторопливо, не отвлекаясь и слегка приглушенным голосом. Второе. Точная глубокая характеристика достигается внимательным отбором и распределением незначительных, но поразительных деталей, с полным презрением к развернутому описанию, повтору и подчеркиванию свойственным рядовым писателям. В любом описании каждая деталь подобрана так, чтобы залить светом все действие. Третье. Нет никакой особой морали, которую нужно было бы извлечь, и никакой особой идеи, которую нужно было уяснить. Сравните эту особенность с тенденциозными рассказами Горького или Томаса Манна. Четвертое. Рассказ основан на системе волн, на оттенках того или иного настроения. Если мир Горького состоит из молекул, то здесь у Чехова перед нами мир волн, а не частиц материи, что, кстати, гораздо ближе к современному научному представлению о строении Вселенной. Пятое. Контраст между поэзией и прозой, постоянно подчеркиваемый, с такой проницательностью и юмором, в конечном счете оказывается контрастом только для героев. Мы же чувствуем, и это опять характерно для истинного гения, что Чехову одинаково дорого и высокое и низкое. Ломоть арбуза и фиолетовое море и руки губернатора — все это существенные детали, составляющие красоту и убогость мира. Шестое. Рассказ в действительности не кончается, поскольку до тех пор, пока люди живы, нет для них возможного и определенного завершения их несчастий или надежд или мечтаний. Седьмое. Кажется, что рассказчик все время изо всех сил стремится подметить детали, каждая из которых в иной прозе указывала бы на поворот в развитии действия. Например, двое гимназистов в театре могли бы подслушать объяснения и пошли бы слухи, или чернильница могла означать письмо, меняющее течение рассказа. Но именно потому, что эти мелочи не имеют значения, бессмысленны, они крайне важны в создании атмосферы именно этого рассказа. Вовраги, 1900 год. Действие рассказа Вовраги происходит полвека назад. Рассказ был написан в 1900 году. Место действия русское село Уклеево. Село это было известно лишь тем, что как-то на поминках старый дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения. Ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уже много времени, с тех пор дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеева ничего другого не рассказывали. Или, вернее, кроме этого и нечего было рассказывать. В этом эпизоде, по крайней мере, слышалась веселая человеческая улыбка. Все остальное было не только будничным, но и злым, серое осиное гнездо обмана и несправедливости. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волосное правление, в другом двухэтажном, как раз против церкви, жил Цибукин, Григорий Петров, епифанский мещанин. Оба этих дома обиталища зла. Все в рассказе «За исключением детей и липы», женщины-подростка, представляет собой ряд последовательных обманов, ряд масок. Первый обман Григорий держал бокалейную лавочку, но это было только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. С этим Григорием произойдет интересное перевоплощение в рассказе. У старого Григория два сына, один из них глухой, помогавший отцу подому, женат на приятной с виду здоровой молодой женщине, оказавшейся на деле сущим дьяволом, другой служит в полиции, он холост. Вы заметите, что Григорию очень по душе его невестка Аксинья. Почему, вскоре станет ясно. Старый Григорий, вдовец, женился вновь. Новую жену его зовут Варвара. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, с катертями, на окнах и в полисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Она она поначалу кажется доброй, очаровательной женщиной, во всяком случае, добрее старика. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись уже туманом, стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Григорий тяжелый человек, и хотя он мещанин, вышедший из крестьян, отец его, вероятно, был зажиточным крестьянином, он ненавидит крестьян. Потом начинается второй обман. Под веселостью Аксиньи таится та же страшная суть, поэтому Григорий так восхищается ею, эта красавица нечиста на руку. Аксиньи торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке, или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице, и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай, раза четыре садились за стол есть, а вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. Затем следует небольшой переход к ситцевым фабрикам и их владельцам. Назовем их для простоты хрымины. Третий обман. Супружеская измена. Аксинья не только обманывает покупателей в лавке, она также обманывает мужа с одним из этих фабрикантов. Четвертый обман. Всего лишь небольшой подлог, род самообмана. Провели телефон и в волосное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал, да, теперь нам без телефона будет трудновато. Пятый обман. Он связан со старшим сыном Григория, полицейским Анисимом. Тут мы оказываемся в самом логове обмана. Но Чехов не открывает всей правды об Анисиме. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи и бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Здесь кроется какая-то тайна, которая потом разъяснится, как, например, слова «Чьим-то чужим почерком очень красивым». Однажды он возвращается домой и что-то в нем выдает, что его уволили из полиции, но случай этот никого не трогает. Наоборот, он представляется праздничным. Анисима хотят женить. Варвара, жена Григория и мачеха Анисима говорит «Как же это такое, батюшки! Этих-тех парня уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох-те-тех!» Из другой комнаты ее тихая ровная речь слышалось как «Ох-те-х-те!» Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима. Тема детей Переход к главной героине рассказа девушке Липи. Она была дочерью вдовы-паденщицы и помогала матери нападенной работе. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе, грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица. И глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Она была молода, еще девочка с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться — это ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни. Шестой обман связан с Варварой, которая, хоть и приятно на вид, но на самом деле под пустой оболочкой ее поверхностной доброты ничего нет. Таким образом, вся семья Григория — оборотни, прикрывающие обман. Затем появляется Липа, а вместе с ней новая тема, тема доверия, детского доверия. Вторая глава заканчивается еще одним штрихом в характере Анисима. Он фальшив насквозь. С ним случилось нечто ужасное, и он неумело скрывает это. После Сматрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же вдруг вспомнив о чем-то задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро на красной горке, нежелание повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязан и говорил не то, что нужно. В третьей главе обратите внимание на светло-зеленое ситцевое платье Аксиньи, сшитое к свадьбе Анисима и Лип. Чехов последовательно описывает ее как присмыкающиеся. На востоке России водится вид гремучей змеи, которая называется желтое брюшко. Варваре шили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксиньи светло-зеленое с желтой грудью и со шлейфом. Хотя про портных сказано, что они хлыстовки, в начале века это не значило, например, что они холестали друг друга, хлысты были одной из многочисленных сект в России. Григорию даже удается обмануть двух бедных девушек. Когда портнихи кончили, то Цибукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стериновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом, на нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое. Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников, и Варваре дал столько же, Аксиния двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Это были фальшивые деньги. Автор намекает на Самородова, друга и сообщника Анисима, хмурого, тщедушного человека с красивым почерком, которым написаны письма. Постепенно становится ясно, что Самородов руководит их подпольным предприятием, и Анисим всячески старается набить себе цену, хвастаясь своей необыкновенной наблюдательностью и способностями полицейского. Как полицейский и как мистик он знает, однако, что украсть всякий может, а вот как сберечь? В этом любопытном персонаже сквозит какая-то занятная мистика. Прелестно описаны приготовления к свадьбе и настроения Анисима в церкви. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем, он молился и просил у Бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня, завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. На мгновение возникает детская тема. Послышался тревожный детский плач. — Милая мамка, унеси меня отсюда, косатка! — Тише там! — крикнул священник. Затем появляется новый персонаж Елизаров по прозвищу Костыль, плотник и подрядчик. Это трогательное существо, очень мягкий и наивный и немного выживший из ума человек. Он и Липа одинаково мягкие, простые и доверчивые люди, и оба они очень человечны, зато в них нет изворотливости, присущей злым персонажем рассказа. Костыль как будто одарен предвидением. Он интуитивно стремится предотвратить катастрофу, которую повлечет за собою эта свадьба. Анисим, и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит. — Деточки, 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 — бормотал он быстро, — Аксиньюшка, матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные. Он называет людей уменьшительными именами своих инструментов. Седьмой обман Еще одна подмена, еще один обман относится к волосному старшине и волосному писарю. Они, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волосного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Пропитались неправдой. Это и есть один из лейтмотивов рассказа. От вас не ускользнут разнообразные подробности, связанные со свадьбой. Бедный Анисим, предающийся размышлениям о своем бедственном положении, о роке, нависшем над ним, какая-то баба, кричащая на дворе, насосались нашей крови ироды, нет, на вас погибели, и замечательный портрет Аксиньи. У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное, зеленое, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее. Он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи, и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик Цибукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую. И по всему дому, и во дворе, в толпе пронесся гул одобрения. Сам вышел, сам! Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками. Но те, которые там во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все, и его богатства, и обиды. Молодчина Григорий Петров слышалась в толпе. Так старайся, значит, еще можешь заниматься. Все это кончилось поздно, во втором часу ночь. Анисим пошатываясь, обходил на прощание певчих, музыкантов и дарил каждому по-новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому, свадьба две тысячи стоила. Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать «Стой! я сыщу сейчас, я знаю, кто это украл, стой!» Он выбежал на улицу, погнался за кем-то, его поймали, повели под руки домой и пихнули его пьяного красного от гнева мокрого в комнату, где тетка уже раздевала липу, и заперли. Через пять дней Анисим, уважающий Варвару за ее порядочность, признается ей, что он в любую минуту может быть арестован. Когда он уезжает в город, следует замечательная сцена. Когда выезжали из-за врага наверх, то Анисим все оглядывался назад на село. Был теплый ясный день, в первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду и вверху и внизу пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую, ее недавно побелили, и вспомнил, как пять дней назад молился в ней. Оглянулся на школу с зеленой крышей на речку, в которой когда-то купался и ловил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена, и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым. Это его последняя мысль. А затем с Липой происходит чудесная перемена. Грехи Анисима не только томят и его, и Липу, но и сам он кажется Липе их олицетворением, хотя она совершенно не представляет себе его запутанной жизни. Теперь, когда он уехал, они больше не тяготят ее, и она свободна. Босая в старой поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок. Теперь Чехов должен справиться с труднейшей задачей. Он хочет воспользоваться тем, что Липа наконец заговорила, чтобы заставить ее, молчаливую, бессловесную, найти слова и заговорить о фактах, которые приведут к катастрофе. Она с костылем возвращается с богомолья, мать идет позади и Липа говорит. А теперь Аксиньи боюсь. Она ничего все усмехается, а только часом взглянет в окошко. А глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины младшие ее сбивают. У вашего старика, говорят, есть землица Бутекина, десятин сорок землиц, говорят, с песочком и вода есть. Так ты, говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы вдоль войдем. Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорное. Вчера за обедом Аксиньи говорит старику, я, говорит, хочу в Бутекине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчих, говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели, видно, не понравилось. Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе. А она глазами метнула, зубами заскриготила. Подарь оладьи не ест. Когда они подошли к межевому столбу, костыль потрогал его. Прочен ли? Деталь, характерная для этого персонажа. В этот миг он, Липа и девушки, собирающие грибы, выглядят счастливыми, наивными, милыми людьми на фоне страдания и несправедливости. Они встречают идущих с ярмарки. То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь и точно была рада, что ее не продали. Между Липой и счастливой непроданной лошадью намечается неявная символическая связь. Хозяин Липы исчез. И еще один момент, отражающий тему детства. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах. Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно. Липа присматривается и прислушивается к этому мальчику, потому что она сама должна скоро родить. В следующем отрывке Липи и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных кротких душ, быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире в числе бесконечного ряда жизней и они сила. Я хотел бы обратить ваше внимание на выражение «кроме своих испуганных кротких душ». И отметьте еще прекрасное изображение летнего вечера. Наконец-то вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цибукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цибукин без сертука в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай, и горела на столе лампа. — Дедушка, говорил за воротами косарь, как бы дразня, заплати хоть половину, дедушка. На следующей странице Григорий понимает, что серебряные рубли фальшивые, и отдает их Аксинья, чтобы она бросила их в колодец, но она отдала их косарям. — Озорная ты баба, говорит Григорий, ошарашенный и встревоженный. — И зачем ты отдала меня сюда, маменька? — спрашивает Липа свою мать. После пятой главы проходит определенный отрезок времени. Одно из самых пронзительных мест в рассказе в главе шестой, когда решительная и блаженная и равнодушная ко всему, что происходит, к заслуженной участи ее недоумка мужа и к страшному змеиному злу, исходящему от Аксиньи, решительно и блаженно отрешившись от всякого зла, Липа поглощена своим ребенком, делясь с этим худосочным младенцем своими собственными, самыми красочными впечатлениями, единственным ее представлением о жизни. Она подбрасывает его на руках и в такт нараспев повторяет «Ты вырастешь большой-большой, будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем, на поденку пойдем», точно так же, как ее самые яркие воспоминания детства связаны с мытьем полов. «Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так?» продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. «Кто он? Какой он из себя? Легкий как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает». Эта глава кончается тем, что Анисима приговаривают к шести годам каторжных работ и ссылают в Сибирь. Затем еще одна прелестная подробность. Старый Григорий говорит, «С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим, перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие, какие, я смешал со своими. И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой Дмитрий Филатч, все бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. Вот, бывал, дяденька, как выпьет, то смеется, никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые, и кажется, что они все фальшивые. Ну, вот, бог с тобой. Покупаю на вокзале билет, даю три рубля и думаю, будто они фальшивые, и страшно мне, должно нездоров. С этой минуты у него мешается рассудок, вернее, он чувствует себя спасенным. Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай, сказал он. И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова. Он перекрестил ребенка. И внучка береги. Сына нет, так внучка остался. Слезы потекли у него по щекам, он всхлипнул и отошел. Немного погодя, он лег спать и уснул крепко после семи бессонных ночей. Это была счастливейшая Липина ночь, до ужасных происшествий, которые последовали за ней. Григорий пишет завещание, по нему земля в Бутекине, на которой Аксинья жгла кирпич, переходит Никифору, Аксинья в ярости. — Эй, Степан, позвала она глухого, поедем в одну минуту домой. К моему отцу, к матери поедем. С арестантами я не хочу жить. Собирайся. Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренной, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала. — Ой, батюшки, уймите ее, стонала Варвара. — Что ж она такое? Отдайте ей Бутекина, отдайте ради Христа Небесного. Затем происходит кульминация. Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корытой и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз когда Аксинья вошла, липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. Отдай сюда, проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. — Не твое это дело мое белье трогать. Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть. Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела. — Взяла мою землю, так вот же тебе! Сказавшая это Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в уклееве, и не верилось, что небольшое слабое существо, как липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча со своей прежней наивной улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша, и пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там. Враг уничтожен, Аксинья вновь улыбается, земля автоматически перешла к ней. Глухой развешивающий белье, гениальная чеховская находка. Детская тема продолжается, когда Липа идет пешком весь долгий-долгий путь из больницы. Ее ребенок умер, она несет его тело, завернутое в одеяло. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила. — Чего ж тебе еще? — говорила женщина тихо в недоумении. — Чего ж тебе? Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе. — Не пьет, сказала Липа, глядя на лошадь. На эту небольшую группу нужно обратить внимание. Мальчик не ее. Вся эта группа символизирует семейное счастье, которое у нее отнято. Отметьте неназойливость чеховского символизма. Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать, и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко неизвестно где кричала «Выбь точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо». Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда, в кустах, за поселком, и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета, и опять начинало. В пруде сердито надрываясь перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова «И ты ткова, и ты ткова». Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой, ведь жизнь дается только один раз. Хороший писатель отличается от плохого уже тем, что у плохого обычно поет один соловей, как в пошлых стихах, а у хорошего заливаются несколько, как в природе. Люди, которых встречает липа, вероятно, торговцы запрещенными спиртными напитками, но липи они кажутся другими в лунном свете. Вы святые? спросила липа у старика. Нет, мы из Ферсанова. Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. Почти библейская интонация в русском тексте. И парень тихий, я и подумала, это должно святые. А тебе долечили в Уклеево. Садись, подвезем, да кузьменок. Те там прямо нам влево. Вавила сел на подводу с бочкой, старик и липа сели на другую, поехали шагом, вавила впереди. Мой сыночек весь день мучился, сказал Элип. Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол, стою и упаду возле кровати, и скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться, когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов, зачем? А кто ж его знает, ответил старик. Проехали с полчаса молча. Всего знать нельзя. Зачем, да как, сказал старик. Птиц положено не четыре крыла, два, потому что и на двух летать способно. Так человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает. Ничего, повторил он, твое горе с полгоря, жизнь долгая, будет еще и хорошего, и дурного, всего будет, велика матушка Россия, сказал он и поглядел в обе стороны. Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая, будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России, и назад вернулся в родную деревню, назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, если помер, то царство ему небесное, глядит на меня жалостно, слезы текут, эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. А домой приехал, как говорит, с Николани двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу, а что ж, скажу тебе, потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще б годочка в двадцать пожил. Значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, сказал он, и опять посмотрел в стороны, и оглянулся. Когда Ли повернулась домой, то скотина еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами. — Эх, липа, проговорил он, не уберегла ты, внучка. Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка. И мальчик-то был хорошенький, приговаривала она. — Ох, те-хте, один был мальчик, и того не уберегла глупенькая. Безгрешной липе даже не пришло в голову рассказать людям, что ее ребенка убила Аксинья. Семья явно поверила, что липа по неосторожности случайно ошпарила ребенка, перевернув ковш с кипятком. После панихиды липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей, — не горюйте, младенц, таковых есть царствие небесное. И только когда все разошлись, липа поняла, как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, и что она тут ни при чем лишняя. И другие это тоже чувствовали. — Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях. По случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. — Замолчи! Лип хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче. — Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, Катаржанка, вон! — Ну, 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 засуетился старик. — Аксютка, угомонись, матушка, плачет, понятное дело, дитё померло. — Понятное дело, передразнила его Аксинья. — Пускай переночует, а завтра чтоб и духу ее тут не было. — Понятное дело, передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. Тонкая нить, связывавшая липу с этим домом, порвалась, поэтому она навсегда уходит отсюда. Тайная становится явным всегда и всюду, только не с Аксиньей. — Механические свойства Варваринок добродетелей прекрасно проиллюстрированы тем, как она варит варенье. Его слишком много, оно засахаривается и становится несъедобным. Мы вспоминаем, что бедная липа так любила его. Варенье мстит Варваре. Письма от Анисима, написанные тем же великолепным почерком, все идут и идут. Видно, его дружок Самородов отбывает вместе с ним срок на сибирских рудниках. Так что и здесь правда выходит наружу. Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа. Полубезумный старик Григорий жалкий, всеми забытый, самый светлый голос истины в рассказе. Однажды, это было в ясный осенний день, перед вечером старик Цибукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесять, без зубов. Костыли сторож разговаривали. — Дети должны кормить стариков, поить. — Чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением. — Она, невестка-то, выгнала свекра из собственного дома. Старику ни поесть, ни попить, куда пойдет? Третий день не ешь. — Третий день, — удивился Костыль, — вот так сидит, все молчит, ослаб. О чем молчать? Подать в суд? Ее б в суде не похвалили. — Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав. — Чего? — Баба ничего, старательная. В их нем деле без этого нельзя, без греха то есть. — Из собственного дома, продолжал Яков с раздражением, наживи свой дом, тогда и гони. Эк, нашлась какая, подумаешь, язва. Сыбукин слушал и не шевелился. — Собственный дом или чужой, все равно, лишь бы тепло было, да бабы не ругались, сказал Костыль и засмеялся. — Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая, и бывало все, купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, лошадь, умирала, а все говорила, купи, пеша не ходить, а я только пряники ей покупал, больше ничего. — Муж-то глухой, глупый, продолжал Яков, не слушая Костыля, так дурак дураком, все равно, что гусь. Не, что он может понимать? Ударь гусь по голове палкой, и то не поймет. Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику, Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цибукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду. Появление нового персонажа, старого беззубого сторожа Якова в этой последней главе — еще одна гениальная находка Чехова, напоминающая о том, что жизнь продолжается, и хотя рассказ кончается, он будет продолжаться, потечет дальше, как течет сама жизнь вместе с новыми и старыми действующими лицами. Обратите внимание на обобщение в конце рассказа. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Блестящий змеиный хвост, символ Аксиньи, тускнеет и исчезает в спокойном блаженстве ночь. Возвращались старухи из леса, и с ними ребята, внесли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. — Здравствуй, макарыч, сказала липа, увидев костыля. — Здравствуй, голубчик! — Здравствуй, липонька, обрадовался костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника, хо-хо, деточки мои, деточки, костыль всхлипнул. — Топорики мои любезные! Костыль не самый главный, но, в общем, добрый гений этой истории. Он живет, как в чаду, он произнес добрые напутственные слова на свадьбе, как бы пытаясь, но тщетно предотвратить несчастье. Старик Григорий упивается слезами слабый и молчаливый король лир. Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цебукин, и стало вдруг тихо-тихо, Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала «Здравствуйте, Григорий Петрович!» И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло, блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Липа опять же та, она растворяется в песне, счастливая в своем тесном мерке, связанная незримыми узами со своим мертвым ребенком в этих прохладных сумерках и в невинности своей, сама того не сознавая, несет своему богу розовую пыль кирпичей, осчастлививших Аксинью. Заметки о Чайке 1896 В 1896 году Чайка провалилась в Александринском театре в Петербурге. Зато через два года имела огромный успех в Московском художественном театре. Первая экспозиция — разговор двух эпизодических персонажей девушки Маши и деревенского учителя Медведенко прекрасно передает манеры и настроение обоих. Из него же мы узнаем о двух главных действующих лицах — начинающей актрисе Нине Заречной и поэте Треплеве, поставивших любительский спектакль в парковой аллее. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ, говорит учитель высоким стилем, столь свойственным русским полуинтеллигентам. У него есть свои причины для этого, он и сам влюблен. Тем не менее, нужно признать, что вступление излишне прямолинейно. Чехов, как и Ипсон, всегда стремился высказаться с полной определенностью, как можно быстрее. Сорин, рыхлый и добродушный помещик, заходит за своим племянником треплевом. Тот нервничает из-за пьесы. Рабочие, воздвигающие сцену, подходят и сообщают, что они идут купаться. Между тем, старик Сорин просит Машу передать отцу, управляющему, его имением, чтобы он отвязал собаку на ночь. — Говорите с моим отцом сами, отвечает она, давая ему отпор. Изумительно естественный ход в пьесе, сцепление нелепых мелких деталей, одновременно совершенно правдивых. Именно здесь и открывается чеховский талант. Во второй экспозиции Треплев беседует с дядей о своей матери, профессиональной актрисе, ревниво относящейся к молодой исполнительнице его пьесы. В ее присутствии нельзя упоминать о Дузе. — Попробуй похвалить ее, — восклицает Треплев. У другого автора полный портрет героини в прологе стал бы гнусным обращиком традиционной драматургии, в частности потому, что молодой человек обращается к ее собственному брату. Но одной только силой таланта Чехову удается преодолеть ее. Все детали очень забавны. У нее семьдесят тысяч в банке. Но попроси у нее взаймы, и она станет плакать. Затем он говорит о современном театре, называя его рутиной, о его пошлой обывательской морали и о новых формах, которые он хочет создать. Говорит о себе, о своем унизительном положении сына-артистки, которая всегда окружена знаменитыми артистами и писателями. Монолог довольно длинный. Отвечая на ловко поставленный вопрос о Тригорине, он говорит о нем, о друге его матери, литераторе, что он мил, талантлив, но после Толстого и Золя не захочешь читать его. Обратите внимание на то, что Золя упомянут вслед за Толстым, характерно для молодых авторов конца девяностых годов, похожих на Треплева. Появляется Нина. Она боялась, что отец, соседний помещик, не отпустит ее. Сорин созывает публику, потому что всходит луна и пора начинать представление. Обратите внимание на два типично чеховских поворот. Сорин напевает начальные строки из шубертовской песни. Затем обрывает себя и со смехом рассказывает пошлую историю о том, как кто-то что-то заметил однажды о его пении. Когда Нина и Треплев остаются одни, они целуются. И вдруг сразу же после этого она спрашивает, это какое дерево? Он отвечает, что это вяз. Отчего она такая темная? продолжает она. Эти мелочи объясняют лучше, чем все, что было изобретено до Чехова, мечтательную беспомощность человеческих существ. Старик, исковеркавший свою жизнь, утонченная девушка, которая никогда не будет счастлива. Возвращаются работники. Пора начинать. Нина говорит о своем страхе рампы. Она должна играть перед Тригориным, автором отличных рассказов. Не знаю, не читал, холодно замечает Треплев. Критики, которые любят подмечать подобные вещи, уже писали о том, что если стареющая актриса Аркадина ревнует к любительской актрисе Нине, пока только мечтающей об актерской карьере, то ее сын, неудачник и малоодаренный молодой писатель ревниво относится к действительно талантливому писателю Тригорину, очевидно, двойнику самого Чехова, тоже профессионального литератора. Приходит публика. Сначала Дорн, пожилой доктор, и жена Шамраева, управляющего имением Сорина, старая любовь Дорна. Затем входят Аркадина, Сорин, Тригорин, Маша и Медведенко. Шамраев спрашивает Аркадину о старом комике, которому он привык аплодировать. — Вы все спрашиваете про каких-то допотопных, отвечает она с раздражением. Но вот поднимается занавес, сверкает настоящая луна, и вместо задника виднеется озеро. Нина сидит на камне и произносит лирический монолог в стиле Метерлинка, мистическую банальность, замысловатую пошлость. — Это что-то дикаденское, шепчет Аркадина. «Мама», — умоляюще говорит сын. Нина продолжает. Предполагается, что она душа, вещающая, когда вся жизнь умерла на земле. Приближаются багровые глаза дьявола. Аркадина смеется надо всем, треплев, выходит из себя, кричит, чтобы дали занавес, и уходит. Остальные упрекают ее в том, что она обидела сына. Но она сама оскорблена, капризный, самолюбивый мальчишка, хотел поучить, как надо писать и что нужно играть. Вся тонкость в том, что, хотя треплев и хочет уничтожить старые формы искусства, ему не хватает таланта, чтобы найти новые. И вот что делает Чехов. Кто еще осмелился бы сделать главного положительного героя, то есть человека, который должен завоевать симпатии зрителей, кто еще осмелился бы представить его маленьким поэтом, наделив настоящим талантом наименее привлекательных персонажей пьес, вздорную, самовлюбленную актрису и занятого собой чрезвычайно предвзятого писателя, чистой воды профессионала. За озером раздается пение. Аркадина вспоминает времена, когда эти места наполняли веселье и молодость. Она сожалеет, что обидела сына. Потом знакомит Тригорина с Ниной. Я всегда вас читаю. Затем звучит прелестная небольшая пародия на самого Чехова, обожавшего противопоставлять поэзию прозе. И декорация была прекрасная, говорит Тригорин. И после небольшой паузы добавляет, должно быть в этом озере много рыбы. Нина с изумлением узнает, что человек, который, по ее словам, испытал наслаждение творчества, может любить рыбную ловлю. И вдруг, невзначай, снова типично чеховский и удивительно правдивый прием. Явно продолжая прерванный разговор, Шамраев вспоминает забавный эпизод, случившийся в театре много лет назад. После неудачной шутки наступает пауза и никто не смеется. Все расходятся и Сорин опять жалуется на то, что воет собака. Шамраев повторяет тот же анекдот о синодальном певчем, а Медведенко, интересующаяся социалистическими идеями, бедный школьный учитель спрашивает, сколько жалования получает синодальный певчий. Вопрос остается без ответа, что потрясло многочисленных критиков, требовавших от пьесы фактов и цифр. Помню, я где-то читал торжественное заверение, что драматург должен сообщить публике точные доходы всех персонажей, иначе их настроение и поступки до конца непонятны. Но Чехов с его гениальной небрежностью и гармонией банальных мелочей достигает большего, чем заурядные рабы причинно-следственных связей. Дорн говорит Треплеву, который вновь появляется на сцене, что ему понравилась пьеса, вернее, то, что он из нее услышал. Он продолжает развивать собственные идеи и представления о жизни и искусстве. Треплев, сначала тронутый его похвалой, дважды прерывает его. Где заречная? Он убегает почти в слезах. Молодость, молодость, вздыхает доктор. Маша замечает, когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость. Она нюхает табак к пущему негодованию Дорна. Затем внезапно впадает в истерику и признается, что страстно и безнадежно влюблена влюблена в Треплево. Как все нервны и сколько любви о колдовское озеро. Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что? На этом заканчивается первый акт. И легко понять, почему посредственные зрители, так же, как и критики, эти жрецы посредственности были так раздосадованы и смущены. Здесь нет никакого явного конфликта, вернее, их несколько, но они ни к чему не ведут, ибо что за конфликт между вспыльчивым, но мягким сыном и его вспыльчивой и столь же мягкой матерью, вечно сожалеющих, а поспешно сказанных словах? Ничего особенного не сулит и встреча Нины с Тригориным, и любовные интриги остальных героев заводят в тупик. Явный тупик в конце первого акта оскорблял людей, жаждавших хорошей схватки. Но, несмотря на то, что Чехова сковывали традиции, которые он сам же и нарушал, например, довольно плоские экспозиции, то, что оказалось среднему критику чпухой и ошибкой, в сущности было зерном, из которого когда-нибудь вырастет действительно великая драматургия. Ибо при всей моей любви к Чехову я должен сказать, что, несмотря на его подлинную гениальность, он не создал истинного шедевра драматургии. Его заслуга в том, что он нашел верный путь из темницы причинно-следственных связей и разорвал путь, исковывающий пленников искусства драмы. Я надеюсь, что драматурги будущего будут не просто механически копировать чеховские приемы, присущие лишь ему одному, его дарованию, а значит, неподражаемые, но найдут новые, обещающие еще большую свободу для драматурга. Теперь же обратимся к следующему действию и посмотрим, какие сюрпризы оно готовит для раздраженной и озадаченной публики. Действие второе Площадка для крокет Часть дома и озера Аркадина дает Маше несколько наставлений, как должна держаться женщина. Из случайно оброненного замечания мы узнаем, что она уже давно любовница Тригорина. Вместе с Ниной, получившей возможность побыть здесь, так как отец и мачка уехали на три дня, приходит Сорин. Бессвязный разговор вертится вокруг плохого настроения отрепливо, вокруг плохого здоровья Сорина. Маша сдерживая восторг. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным, у него прекрасный печальный голос, а манера как у поэта. Сорин храпит в кресле контраст. Дорн Спокойной ночи. Аркадина Петруша. Сорин А. Аркадина Ты спишь? Сорин Нисколько. Пауза. Чехов непревзойденный мастер паузы. Аркадина Ты не лечишься, а это нехорошо, брат. Сорин Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет. Дорн лечиться в шестьдесят лет. второй акт, пока конфликты, кульминация, нервно нервно дожидаются за кулисами. Но все отлично, автор знает, что он делает. Маша встает. Завтракать пора, должно быть. Идет ленивую, вялую походкой. Ногу отсидела, уходит. Затем входит Шамраев. Он недоволен тем, что его жена с Аркадиной хотят ехать в город. Все лошади заняты на уборке урожая. Они ссорятся. Шамраев выходит из себя и отказывается от места. Можно ли счесть эту сцену конфликтом? К нему ведут несколько нитей, скажем, короткая ремарка о том, что надо отвязать собаку на ночь. Но помилуйте, скажет горделивый критик, что за пародия. Даже моралист не заметит тут парадокса типичного, как может показаться для уходящего класса. Подчиненный укоряющей свою хозяйку не очень типичен для русской провинциальной жизни. Это лишь случай, основанный на столкновении определенных персонажей. Он мог произойти, а мог и не произойти. Набоков вычеркнул этот абзац. Здесь простодушно и с большой самоуверенностью Чехов-новатор по старинке заставляет Нину, героиню, теперь оставшуюся одну на сцене, размышлять вслух. «Да, она начинающая актриса, но даже это не может служить извинением для старого пристарого приема. Мы слышим довольно плоский краткий монолог. Ее смущает, почему знаменитая актриса плачет, не сумев настоять на своем, а знаменитый писатель целый день ловит рыбу. треплев возвращается домой с охоты и бросает мертвую чайку к ногам Нины. «Я имел подлость убить сегодня эту чайку», а затем добавляет, «скоро таким же образом я убью самого себя». Нина риска с ним. «В последнее время вы выражаетесь какими-то символами, но простите», кладет чайку на скамью, «я слишком проста, чтобы понимать вас». Обратите внимание, что эта мысль будет иметь очень изящное продолжение. Нина сама превратится в живой символ, которого она сейчас не понимает и который Треплев истолковывает неправильно. Треплев неистово упрекает ее в холодности, в равнодушии к нему после провала его пьесы. Он говорит о своих неудачах. Здесь слышится слабый намек на комплекс Гамлета, который Чехов внезапного выворачивает наизнанку, связывая другой гамлетовский мотив с Тригорином, читающим на ходу книгу «Слова, слова, слова», дразнит его Треплев и удаляется. Тригорин записывает в записную книжку краткие наблюдения за Машей, нюхает табак и пьет водку, всегда в черном, ее любит учитель. Сам Чехов любил набрасывать в записную книжку наблюдения, которые могли ему пригодиться. Тригорин рассказывает Нине, что он и Аркадина, возможно, уедут из-за ссоры с Шамраевым. В ответ на замечание Нины, как «Должно быть замечательно быть писателем», Тригорин произносит прелестный монолог почти на три страниц. Он так хорош, так типичен для автора, который нашел повод заговорить о себе, что забываешь про нелюбовь современного театра к длинным монологам. Замечательно подчеркнуты все мелочи его работы. Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю науз, притерный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Или такой отрывок «Когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны». Или «Да, когда пишу приятно, но едва вышло из печати, а публика читает «Да, мило, талантливо». «Мило, но далеко до Толстого». Или «Прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше». Это собственный опыт Чехова. Нина продолжает повторять ему, что она с радостью перенесла бы все эти горести и разочарования ради настоящей славы. Тригорин, глядя на озеро и примечая подробности пейзажа, говорит, что ему жаль уезжать отсюда. Она показывает ему дом на противоположном берегу, где жила ее мать. Нина «Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок». Тригорин, «Хорошо у вас тут». Увидев чайку, «А это что?» Нина, чайка. Константин Гаврил чубил. Тригорин, красивая птица. Право не хочется уезжать. Вот уговорите-ка, Ирина Николаевна, чтобы она осталась». Записывает в книжку. «Нина, что это вы пишете?» Тригорин, «Так, записываю». Сюжет мелькнул. «Прячь книжку». Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая как вы, любит озеро как чайка, и счастлива, и свободна как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку». Пауза. В окне показывается Аркадина. Аркадина, «Борис Алексеевич, где вы?» Тригорин, «Сейчас». Аркадина, «Мы остаемся». Тригорин уходит в дом. Нина подходит к рампе после некоторого раздумья. Сон. Занавес. О конце второго акта нужно сказать три вещи. Прежде всего, мы уже заметили слабое место автора, изображение молодой поэтичной женщины. Нина немного фальшива. Последний ее вздох у рампы старомоден, и старомоден именно потому, что проигрывает по сравнению с совершенной простотой и естественностью всей пьесы. Мы знаем, конечно, что она актриса и все прочее, но что-то здесь неладно. Тригорин признается Нине в том, что нечасто встречает молодых девушек и уже забыл и не может себе представить, как чувствует себя в 18-19 лет, поэтому в его рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Эти слова Тригорина можно парадоксальным образом отнести к чехову драматургу, так как в его коротких рассказах, например, в «Доме с мезонином» или «В даме с собачкой», молодые женщины отличаются необыкновенной живостью, но лишь потому, что они немногословны. Здесь же они пускаются в долгие разговоры и сразу обнажаются его слабость. Чехов был немногословен, это первое. Второе. По всей видимости, и судя по его собственному подходу к писательскому ремеслу, по его наблюдательности и так далее, Тригорин действительно хороший писатель, но почему-то его записи о птице, озере и девушке не производит впечатление завязки хорошего рассказа. В то же время мы уже догадываемся, что сюжет пьесы будет в точности повторять канву именно этой истории. Интерес теперь сосредоточен на том, сможет ли Чехов создать хороший рассказ из несколько избитого сюжета в записной книжке Тригорина. Если ему это удастся, значит, мы были правы, предположив, что Тригорин замечательный писатель, способный из пошлого сюжета сотворить прекрасный рассказ. И, наконец, третье. Как сама Нина не понимает всей глубины символа, когда Треплев приносит мертвую птицу, так и Тригорин не понимает, что, оставаясь в доме возле озера, он становится охотником, убивающим птицу. Иначе говоря, конец второго действия опять непонятен для рядового зрителя, потому что ничего еще нельзя предвидеть. Единственное, что произошло, ссора, решено ехать, отъезд откладывается, настоящий интерес сосредоточен в самой запутанности сюжетных линий, в художественных полунамеках. Действие третье через неделю. Столовая в доме Сорина. Тригорин завтракает, и Маша рассказывает ему о себе, чтобы он, как писатель, воспользовался ее рассказом. Из первых же ее слов становится ясно, что Треплев покушался на самоубийство, но раны его несерьезны. Обратите внимание на то, что согласно правилам, которые мне очень не нравятся, нельзя, чтобы герой погибал между действиями, но он может неудачно покушаться на самоубийство, и наоборот нельзя, чтобы самоубийство срывалось в последнем акте, когда герой уходит за сцену, чтобы покончить с собой. Набоков вычеркнул этот абзац. Ясно, что Маша все еще любит Треплева и, желая его забыть, хочет выйти замуж за школьного учителя. Далее мы узнаем, что Тригорин и Аркадина собираются уезжать. Между Ниной и Тригорином происходит разговор. Она дарит ему медальон с выгравированным названием одной из его книг и номером страницы и строки. Когда появляются Аркадина и Сорин, Нина поспешно уходит, прося Тригорина уделить ей несколько минут до отъезда. Но, заметьте, ни слова о любви не сказано, и Тригорин выглядит эдаким тугодумом. Действие продолжается, Тригорин что-то бормочет про себя, пытаясь вспомнить строчку на указанной странице. Тут в доме есть мои книжки? У брата в кабинете. Он уходит, чтобы найти нужный том. Вот прекрасный повод удалить его со сцены. Сорин и Аркадина обсуждают причины неудачной попытки самоубийства Треплева. Ревность, праздность, гордость. Когда он просит взаймы, она начинает кричать, как и предсказывал ее сын. Сорин возбужден, и у него припадок головокружения. После того, как Сорин уведен, Треплев и Аркадина беседуют. Сцена слегка истеричная и не слишком убедительная. Первый поворот. Он предлагает матери, чтобы она одолжила денег Сорину. Та бросает в ответ, что она актриса, а не банкирша. Пауза. Второй поворот. Он просит ее сменить ему повязку на голове. И когда она с нежностью выполняет его просьбу, он напоминает о ее великодушном поступке, который она забыла. Он говорит, как сильно любит ее. И вот третий поворот. Но зачем она поддается влиянию этого человека? Вопрос приводит ее в ярость. Он говорит, что произведения Тригорина притят ему. Она замечает, что это зависть, называет его ничтожеством. Они злобно ссорятся. Треплев начинает плакать. Они снова мирятся. Прости свою грешную мать. Он признается, что любит Нину, но безответно. Он больше не может писать. Все надежды угасли. Неровность настроения здесь слишком очевидна. Это почти демонстрация, где каждый герой верен себе. Сразу же после этого следует ужасная оплошность. Входит Тригорин, переворачивая страницы книги в поисках строки, а затем читает на публику. Вот, если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Совершенно ясно, что отыскав книгу в библиотеке Сорина на нижней полке, Тригорин естественно присел бы на корточке там же и нашел нужную строчку. Одна ошибка, как обычно, влечет за собой другую, следующая фраза тоже неудачна. Тригорин мыслит вслух. отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль, и мое сердце так болезненно сжалось. Сентенция явно слабая, и хорошего писателя, как Тригорина, едва ли охватили бы подобные патетические раздумья. Чехов внезапно столкнулся с трудной задачей. Как изобразить автора человечным? И все испортил, заставив его взобраться на Катурны, чтобы зрителям было виднее. Тригорин без обиняков говорит своей любовнице, что хочет остаться и попытать счастье с Ниной. Аркадина падает на колени и с большим мастерством молит его. Мой прекрасный, дивный, ты последняя страница моей жизни и так далее. Ты лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России и так далее. Тригорин объясняет зрителям, что у него нет воли, вялый, слабый, всегда покорный, затем что-то записывает в книжку. Он говорит, утром слышал хорошее выражение «девичий бор, пригодится», потягивается, значит ехать, опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Обратите внимание, что здесь, как и в разговоре матери с сыном, когда мы наблюдали смену настроения, герой слишком явно превращается в профессионального автора. Потом еще одна демонстрация Шамраев. Набоков вычеркнул этот абзац. Шамраев ходит, чтобы сказать, что лошади поданы. Рассказывает о старом актере, которого знал когда-то. Конечно, он верен себе, как и в первом действии, но здесь как будто происходит нечто любопытное. Мы уже обратили внимание на то, что Чехов нашел новый прием, как оживить своих персонажей, вкладывая в их уста какую-нибудь глупую шутку или глуповатые наблюдения или неуместное воспоминание, вместо того, чтобы принуждать скрягу, все время толковать о золоте, а врачей о пилюлях. Но теперь упрямая богиня детерминизмом стит, и то, что поначалу казалось прелестной ремаркой, окольно приоткрывающей характер говорящего, становится неизбежной и всеобъемлющей чертой, как скупость скряги. Записная книжка Тригорина, слезы Аркадиной, при упоминании о деньгах, театральные воспоминания Шамраева стали ярлыками, столь же неприятными, как и повторяющиеся нелепости в классических пьесах. Вы понимаете, что я имею в виду? Какая-нибудь острота, которую повторяет герой на протяжении всей пьесы в самый неожиданный момент или когда ее ждут? Ясно, что Чехов, сумевший создать новый и лучший вид драмы, попался в им же расставленные сети. Думаю, что, зная он немного больше об их многочисленных разновидностях, он не попался бы в них. И еще, я думаю, он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес, был недостаточно взыскателен к себе в отношении некоторых технических приемов этого жанра. В предотъездной сутолоке Аркадина выдает трем слугам рубль, равный в то время пятидесяти центам, и повторяет, что они должны поделить его между собой. А Тригорину удается обменяться несколькими словами с Ниной. Мы видим, как он красноречиво превозносит ее кротость, ее ангельскую чистоту и прочее. Она признается, что решилась стать актрисой и ехать в Москву. Они назначают друг другу свидание и долго целуются за анвес. Совершенно бесспорно, что, хотя в этом действии есть несколько удачных мест, главным образом в формулировках, оно сильно уступает первым двум. Заметьте, как странно мстит богиня детерминизма, о которой я уже говорил. Демон этот подстерегает незадачливого автора именно в ту минуту, когда ему кажется, что он достиг успеха. И главное, именно теперь, когда, следуя правилам жанра, автор вернулся к традиционному ходу и начинает вырисовываться нечто вроде кульминации, публика ждет, если не обязательной сцены, требовать ее от Чехова было бы слишком, то, по крайней мере, ее подобие, что, как ни странно, одно и то же. Я имею в виду сцену, которую ждет зритель, можно назвать ее решающей. И именно такие сцены самое слабое место Чехова. Набоков вычеркнул этот абзац. Действие четвертое. Прошло два года. Чехов спокойно жертвует старинным законом единства времени, чтобы сохранить единство места, ибо совершенно естественно, что следующим летом мы вновь встречаемся с Тригорином и Аркадиной, которых ждут в поместье ее брат. Гостиная превратилась в кабинет Треплева, тут множество книг, входит Маша и Медведенко, они женаты, у них ребенок. Маша тревожится за Сорина, который боится одиночества. Они говорят о театре в темном саду, голом, безобразном, как скелет. Шамраева, мать переведут в другое место, забудет о нем. Случайно мы узнаем, что Треплев пишет для журналов. Старый Сорин устроил спальню в комнате Треплева. Вполне естественно для человека, страдающего астмой, желать какой-нибудь перемены. Ее не надо путать с техническим приемом удерживания на сцене. Между доктором Сорином и Медведенко завязывается прелестный разговор. Аркадина ушла на станцию, чтобы встретить Тригорина. Доктор вспоминает, что он потратил много времени и денег на путешествие за границу. Потом разговор уходит в сторону, пауза. Затем говорит Медведенко. Медведенко, позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился? Дорн, Генуя, Треплев, почему Генуя? Доктор объясняет, просто впечатление. Живешь в толпе, сливаешься с нею и начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа, вроде той, в пьесе. Кстати, где теперь эта молодая актриса? Весьма естественный переход. Треплев рассказывает Дорну о Нине. У нее был роман с Тригориным, был ребенок, ребенок умер. Она не очень талантливая актриса, хотя вполне профессиональная, играет главные роли, но грубо, безвкусно, с резкими жестами. Бывали момент, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но только моменты. Дорн спрашивает, значит, все-таки есть талант? И Треплев отвечает, что понять трудно. Обратите внимание, что Нина в том же положении, что и Треплев, когда речь идет о творческих достижениях. Он продолжает рассказывать, что повсюду следовал за нею, куда она, туда и он. Но она никогда его близко не подпускала. Иногда она писала ему. Когда Тригорин бросил ее, она немного помешалась, подписывалась чайкой. Обратите внимание, что Треплев забыл о происшествии. Он добавляет, что теперь она здесь, гуляет где-то в поле, не решается подойти и ни с кем не желает разговаривать. Сорин, прелестная была девушка. Дорн, что-с? Сорин, прелестная, говорю, была девушка. Затем со станции возвращается Аркадина с Тригорином. Запутавшись в этих сценах, мы видим, жалкого медведенка, на которого цыкает тесть. Тригорин и Треплев пожимают друг другу руки. Тригорин привез журнал из Москвы с рассказом Треплева и с легкомысленным добродушием известного писателя, покровительствующего младшему собрат Паперу, рассказывает ему, как люди интересуются им, находят его таинственным. Затем все они, кроме Треплева, садятся играть в лото, как заведено у них в дождливые вечера. Треплев, перелистывая журнал, разговаривает сам с собой. Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. Мы видим, как играют в лото, очень чеховская прекрасная сцена. Кажется, чтобы достичь высот своего таланта, ему нужно, чтобы герои держались свободно, чувствовали себя как дома, удобно устроились, пусть это и не спасает их от милой лени, мрачных мыслей, беспокойных воспоминаний и так далее. И хотя герои не расстались со своими странностями и привычками, Сорин вновь посапывает, Регорин говорит о рыбной ловле, Аркадина вспоминает о своих театральных триумфах, все это звучит более естественно, чем фальшивый драматический тон предыдущего действия, потому что вполне естественно, что в том же месте с теми же людьми через два года будут повторяться те же трогательные милые пустяки. Автор дает нам понять, что критика жестоко бронит трепливо. Выкрикиваются номера луто, Аркадина не прочла и строки из сочинения сына. Затем они прерывают игру и идут ужинать, все, кроме трепливо, который продолжает размышлять над своей рукописью. Монолог его столь хорош, что в нем не коробит даже условность. Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Как и большинство профессиональных наблюдений в пьесе, оно относится к самому Чехову, но только отчасти, только в тех случаях, когда он допускает оплошность, как в предыдущем акте. Треплев читает «Бледное лицо, обрамленное темными волосами». Это бездарно, говорит он и зачеркивает. Начну с того, как герой разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса, вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно. Прекрасно сформулированное различие между искусством Чехова и его современников. Затем происходит встреча с Ниной, которую с точки зрения традиционной драматургии можно считать кульминацией или решающей сценой пьесы. Действительно, сцена прекрасна. Нина говорит в манере Чехова, когда его перестали занимать чистые, страстные, романтические девицы. Она устала, расстроена, несчастна, череда воспоминаний, подробностей. Она все еще любит Тригорина и отталкивает трепливо с его бескрайними чувствами, а он в последний раз пытается уговорить ее остаться с ним. «Я чайка», повторяет она без всякой логики. «Нет, не то. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа». «Это не то». «Останьтесь, я дам вам поужинать», говорит Треплев, хватаясь за последнюю соломинку. Все это сделано прекрасно. Она отказывается, вновь говорит о своей любви к Тригорину, который так безжалостно бросил ее. Затем перескакивает на монолог из пьесы Треплева в начале первого действия и поспешно уходит. Конец действия великолепен. Треплев после паузы «Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму». Обратите внимание, это его последние слова, потому что теперь, хладнокровно уничтожив свои рукописи, он отпирает правую дверь и уходит в соседнюю комнату, а затем стреляется». «Дорн, старайся отворить левую дверь». Странно. Дверь как будто заперта. Входит и ставит на место кресло. Скачка с препятствиями. Входит Аркадина, Полина Андреевна, Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин. Аркадина, красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа. Шамраев подводит Тригорина к шкафу. «Вот вещь, о которой я, Давич, говорил. Достает из шкафа чучело чайки. Ваш заказ». Тригорин, глядя на чайку. «Не помню». Подумав. «Не помню». Направо за сценой выстрел. Все вздрагивают. Аркадина испуганно. Что такое? Дорн. «Ничего. Это должно быть в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь». Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается. Так и есть. Лопнула склянг с эфиром. Напевает. «Я вновь пред тобой стою очарован». Аркадина садясь за стол. Фу! Я испугалась. Это мне напомнило, как закрывает лицо руками. Даже в глазах потемнело. Дорн перелистывает журнал Тригорину. «Тут месяца два назад была напечатана одна статья, письмо из Америки. И я хотел вас спросить, между прочим. Берет Тригорина за талию и отводит к рампе. Так как я очень интересуюсь этим вопросом, тоном ниже в полголоса, уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Занавес. Повторяю, концовка замечательная. Заметьте, что традиция самоубийства за сценой нарушается главной героиней. Не понимая, что произошло и вспоминая давно забытый эпизод, она невольно говорит правду. Обратите внимание, кто произносит последние слова в пьесе, чтобы засвидетельствовать смерть и удовлетворить законное любопытство зрителей врача звать не надо. И, наконец, вспомните, что перед неудавшейся попыткой самоубийства Треплев проговаривается о своем плане. Здесь же нет ни единого намека на его решение. Однако самоубийство в большей степени правдоподобно. Набоков вычеркнул этот отрывок. Максим Горький 1868-1936 В повести детства Горький вспоминает о жизни в доме его деда по материнской линии Василия Коширина. История удручающая. Дед был жестоким извергом, а двое его детей, которым мальчик приходил с племянником, хоть и были запуганы отцом, сами, в свою очередь, всю жизнь измывались над женами и детьми. Обстановка в доме слагалась из бесконечной брани, бессмысленной грызни, жестокой порки, откровенной наживы и унылых молитв. А между ротами и тюрьмой, пишет биограф Горького Александр Роскин. Среди непросыхающей трясины улицы стояли дома коричневые, зеленые, белые, но всюду в них, как у Коширинах, ссорились из-за пригорелого пирога и скисшего молока, также развлекались именинами и поминками, сытостью до ушей и выпивкой до свинства. Дело происходило в Нижнем Новгороде, в среде хуже некуда, то есть Мещанской, занимавшей промежуточное положение между крестьянством и нижней ступенью среднебуржуазного класса. Утратив прочную связь с землей, этот класс людей не приобрел взамен ничего, что могло бы заполнить образовавшуюся пустоту и перенял худшие пороки среднего слоя без искупающих их добродетелей. У отца тоже было несчастливое детство, но вырос он прекрасным и добрым человеком. Он умер, когда сыну исполнилось четыре года, и овдовевшей матери пришлось вернуться в родное гнездо и поселиться там с ее гнусным семейством. Единственное светлое воспоминание тех лет связано у Горького с образом бабушки, которая, несмотря на омерзительную обстановку в доме, сохранила счастливый оптимизм и огромный запас доброты. Лишь благодаря ей мальчик понял, что на свете бывает счастье и что жизнь это и есть счастье, несмотря ни на что. в 10 лет Горький начал зарабатывать себе на жизнь. Он перепробовал немало работы ремесел, служил в обувной лавке, мыл посуду на пароходе, работал подмастерьем у чертежника и иконописца, занимался собиранием старья и ловлей птиц. Потом ему открылся мир книг и он начал читать все, что мог достать. Сначала читал все без разбора, но очень скоро у него сложился прекрасный и тонкий вкус. Страстно желая учиться, он приехал поступать в Казанский университет, но вскоре понял, что туда ему не попасть. Полунищем он очтился в компании босиков и стал записывать свои ценнейшие наблюдения, вскоре ошеломившие читателей обеих столиц. Ему вновь пришлось тяжело работать, он нанялся о подручном пекаре, и его рабочий день продолжался четырнадцать часов, вскоре он стал участвовать в революционном подполье, где встретил более близких по духу людей, чем в пекарне, и по-прежнему читал все, что мог, художественную и научную, социальную, и медицинскую литературу, все, что мог достать. В возрасте девятнадцати лет он пытался покончить с собой. Рана оказалась опасной, но он выздоровел. Записка, найденная у него в кармане, гласила, «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейны, выдумавшего зубную боль в сердце». Он исходил пешком всю Россию, дошел до Москвы и оттуда отправился прямиком к Толстому. Толстого не было дома, но графиня пригласила его в кухню и угостила кофе с булочками. Она заметила, что к мужу стекается несметное число бродяг, с чем Горький вежливо согласился. Вернувшись в Нижний, он поселился с двумя революционерами, высланными из Казани за участие в студенческих демонстрациях. Когда полиция получила приказ арестовать одного из них и обнаружила, что он улизнул, она арестовала Горького. «Какой вы революционер?» сказал ему на допросе жандармский генерал. «Вы тут пишете и вообще? Вот когда я выпущу вас, покажите ваши рукописи Короленко». После месяца тюремного заключения Горького освободили. Он последовал совету жандармского генерала и отправился к Короленко, которого тоже подозревали в революционных симпатиях. Короленко был очень добрым человеком, известным хотя и второразрядным писателем и любимцем интеллигенции. Он так раскритиковал сочинение Горького, что тот надолго оставил литературу и уехал в Ростов, где короткое время бурлачил на Волге. Таким образом, отнюдь не Короленко, а некто Александр Калюжный, политический ссыльный, с которым он случайно познакомился в Тифлисе, помог Горькому войти в литературу. Очарованно его красочными рассказами об увиденном в бесчисленных скитаниях, Калюжный настойчиво советовал Горькому записать их в той простодушной манере, в которой он их рассказывал. Когда рассказ был написан, он же отнес и напечатал его в местной газете. Это случилось в 1892 году. Горькому исполнилось 24 года. Позднее Короленко все же очень помог Горькому, не только ценным советом, но и работой. Он нашел ему место в редакции газеты, где сам сотрудничал. В тот год Горький окунулся в работу с головой. Бедняга учился, совершенствовал свой стиль и все время писал рассказы, которые потом печатались в газете. В конце этого года он получил известность, после чего посыпались предложения из местных газет. Он принял предложение из Нижнего и вернулся в родной город. В своей суровой прозе он подчеркнуто обнажал горькую правду современной русской жизни. И все же каждая его строчка дышала непобедимой верой в человек. Как ни странно, этот художник непригляднейших сторон жизни ее звериной жестокости был в то же время величайшим оптимистом русской литературы. Он не скрывал своих революционных симпатий, что способствовало его популярности среди радикальной интеллигенции, но одновременно заставило полицию усилить бдительность, так как он уже давно значился в списках подозрительных. Скоро его арестовали. При обыске у другого арестованного революционера нашли его фотографию с дарственной надписью, но потом выпустили за отсутствием улик. Он вернулся в Нижний, где снова подвергся полицейскому надзору. Его двухэтажный деревянный дом теперь круглые сутки окружали странные люди. Один из них, сидя на тумбе, делал вид, что смотрит в небо, другой стоял, прислонившись к фонарю, якобы погрузившись в газету. Кучер, сидевший на козлах экипажа, подогнанного к парадным дверям, тоже вел себя необычно. Он охотно соглашался возить Горького и его гостей хотя бы бесплатно. Все эти люди были обыкновенные сыщики. Горький занялся благотворительной деятельностью, устраивал рождественские благотворительные обеды для бедных детей, открыл приют для безработных и бездомных с библиотекой и пианино, рассылал деревенским ребятишкам альбомы для наклеивания вырезок из журналов. И вместе с тем он так сильно увлекся революционной работой, что даже нелегально переправил из Петербурга мимеограф для издания подпольной литературы в Нижнем Новгороде. Это было серьезным нарушением. Снова последовали аресты и тюрьма. К тому времени он уже был тяжело болен. Общественное мнение, с которым в дореволюционной России нельзя было не считаться, поддерживало Горького изо всех сил. Его защищал Толстой. По всей России прокатилась волна протестов. Правительство было вынуждено уступить общественному мнению. Горького выпустили из тюрьмы, и он очутился под домашним арестом. Теперь у него в прихожей и на кухне сидели полицейские. Один из них все время входил к нему в кабинет, рассказывает биограф. Однако, немного погодя, мы видим, что Горький снова принялся за работу, часто писал по ночам и, встретив на улице знакомого, безмятежно заговорил с ним о необходимости революции. Скажем, прямо обращались с ним не слишком сурово. Госбезопасность скрутила бы его в один миг. Встревоженные власти выслали его в Арзамас, глухой городишко на юге России. Насилие над Горьким вызвало гневное осуждение Ленина, пишет Роскин. Развившаяся у него болезнь чахотка, как и у Чехова, в ссылке обострилась, и друзья, включая Толстого, надавили на власти. Горькому разрешили поехать в Крым. Еще раньше в Арзамасе, под самым носом у секретной полиции, он занимался революционной деятельностью. Здесь же он написал пьесу «Мещане», изобразив скуку и затхлость, окружавшие его в детстве. Она не получила той известности, которая выпала на долю его следующей пьесы «На дне». Еще в Крыму, сидя как-то вечером в темноте на террасе, Горький мечтал вслух о будущей пьесе. Он рассказывал, что главным действующим лицом явится лакей из богатого дома, попавший в ночлежку и уже не выбравшийся оттуда. Больше всего он берег воротничок от фрачной рубашки, единственное, что связывало его с прежней жизнью. В ночлежке было тесно, обитатели ее ненавидели друг друга, но в последнем акте наступала весна, сцена заполнялась солнечным светом, ночлежники выбирались из своего смрадного жилья, забывали о ненависти. Роскин, Максим Горький Когда пьеса на дне была окончена, успех ее превзошел ожидание автора. Каждый персонаж, выведенный в пьесе, живое лицо и настоящее раздолье для хорошего актера. Постановку осуществил Московский художественный театр, который разделил ее неимоверный успех. Пьеса прославилась на весь мир. Наверное, сейчас уместно сказать несколько слов об этом удивительном театре. До его возникновения самое изысканное меню, которое могли получить российские театралы, в основном предлагалось столичными императорскими театрами. У них было достаточно средств, чтобы привлечь самые дорогостоящие таланты, но возглавляли их люди весьма консервативные, что в искусстве нередко приводит к убогости и ограниченности, так что даже лучшие постановки отличались необычайной банальностью. Однако для талантливого актера высшим достижением считалась работа на императорской сцене, так как частные театры прозябали в бедности и никак не могли соперничать с императорскими. Когда Станиславский и Немирович Данченко основали свой небольшой театр, положение вскоре стало меняться. Из довольно заурядного предприятия театр начал приближаться к тому, чем он и должен быть, храмом подлинного и отточенного искусства. Московский художественный театр существовал исключительно на частные средства его основателей и их немногочисленных друзей и не нуждался в большом финансировании. Главная мысль, которую он стремился воплотить на сцене, заключалась в служении искусству не ради прибыли или славы, но ради высшего предназначения самого искусства. Все роли в спектакле считались главными. Каждая деталь привлекала к себе столь же пристальное внимание, как и выбор пьес. Лучшие актеры никогда не отказывались от эпизодических ролей, которые им поручали по одной причине, они должны были соответствовать их дарованию и могли принести наибольший успех. Ни одна пьеса не исполнялась до тех пор, пока режиссер не убеждался, что художественное воплощение достигло совершенства в каждой мельчайшей детали постановки, независимо от количества репетиций. Времени на них не жалели. Водушевление, сопутствовавшее этому высокому служению, вдохновляло каждого представителя труппы, и если посторонние соображения, не связанные с поиском творческого совершенства, становились для кого-то важнее, он или она лишались своего места в этой театральной общине. Увлеченные сильнейшим творческим порывом, основатели театра, актеры, жившие одной огромной семьей, выкладывались на каждые постановки так, словно это был единственный спектакль в их жизни. В этом горении чувствовались почти религиозный восторг и трогательное самопожертвование. Работа труппы отличалась удивительной слаженностью. Актеры заботились прежде всего об успехе всей труппы, а не о своем собственном. В зал запрещалось входить после поднятия занавеса, аплодировать между сценами было не принято. Таков был дух этого театра. Что же касается его главных идей, которые произвели революцию в русском театре, превратив немного подражательные учреждения, всегда готовые заимствовать иностранные приемы, после того, как их тщательно отработали в западных театрах, в великое творческое объединение, вскоре ставшее образцом для подражания и источником вдохновения западных режиссеров, то главное из них заключалось в том, что актеру прежде всего следовало избегать застывшие манеры игры, набивших оскомину приемов, а вместо этого все свое внимание и силы он должен был направить на постижение сценического персонажа. Стремясь убедительно изобразить драматического героя, актер, исполнявший роль, во время репетиции должен был перевоплотиться в воображаемый характер и сохранять в действительной жизни его манеры и интонации, подходящие к случаю, а выйдя на сцену, произносить его слова как свои, словно он и есть тот человек и говорит от себя в своей естественной манере. Что бы ни говорили об этой системе, одно несомненно, если талантливые люди подходят к искусству с единственной целью искреннего служения ему в полную меру своих способностей, результат всегда вознаграждает старание. Так случилось и с художественным театром. Успех его был огромен. Длинные очереди выстраивались еще днем, чтобы пробиться в небольшой вестибюль, самые талантливые молодые актеры искали возможности перейти к москвичам, предпочитая их императорским театральным труппам. Скоро у театра родилось несколько филиалов, первая, вторая и третья студии, сохранявшие прочную связь с отчим домом, хотя каждая двигалась в своем собственном художественном направлении. Был создан театр-студия Габима, где играли на идиш, хотя лучшие режиссеры и исполнители были неевреями. Эта студия самостоятельно добилась необычайного успеха. Одним из лучших актеров Московского художественного театра, по странной случайности, был его основатель и режиссер. И я бы добавил его полновластный глава Станиславский, в то время как Немирович Данченко оставался соправителем и вторым режиссером. Самый большой успех на сцене театра получили пьесы Чехова, На дне Горького и некоторые другие. Но чеховские пьесы и На дне никогда не исчезали из репертуара и вероятно будут навеки связаны с именем этого театра. В начале 1905 года, в канун так называемой Первой Русской Революции, власти приказали войскам расстрелять толпу рабочих, устроивших мирную демонстрацию, чтобы доставить петицию царю. Позднее стало известно, что демонстрацию организовал двойной агент, агент-провокатор правительства. Толпы людей, в том числе и дети, стали жертвами этой расправы. Горький написал решительное обращение ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств, где называл эти события предумышленным убийством, а царя главным палачом. Естественно, он был арестован. На сей раз волна протестов против его ареста прокатилась по всей Европе. Знаменитые ученые, политики, художники требовали, чтобы власти снова пошли на уступки и выпустили его. Вообразите себе советское правительство, которое идет на уступки. После чего он вернулся в Москву и открыто участвовал в революционной деятельности, собирая деньги для закупки оружия и отдав свою квартиру под оружейный склад. Революционные студенты устроили в его жилище что-то вроде тира и активно тренировались в стрельбе. Когда революция окончилась поражением, Горький легко перебрался через границу и уехал в Германию, затем во Францию, а потом в Америку. В Соединенных Штатах он выступал на митингах, продолжая разоблачать российское правительство. Здесь же он написал свою длинную повесть «Мать», вещь явно второго сорта. С этого времени Горький переезжает за границу и становится близким другом Ленина. В 1913 году была объявлена амнистия, и Горький не только вернулся в Россию, но даже умудрился издавать в ней во время войны свою «Летопись». После большевистского переворота осенью 1917 года Горький снискал огромное уважение Ленина и других большевистских лидеров. В литературных кругах он тоже получил широкую известность. Отнесся он к ней спокойно и скромно, понимая, что скудные образования не позволяют ему стать настоящим знатоком литературы. Кроме того, он широко использовал свои связи, стремясь помочь людям, подвергавшимся политическим преследованиям. С 1921 по 1928 год он снова жил за границей, главным образом в Соренто, отчасти из-за обострившейся болезни, отчасти из-за политических разногласий с советской властью. В 1928 году его отправили на родину. С 1928 года до самой смерти, 1936 год, он жил в России, где издавал несколько журналов, написал несколько пьес и рассказов и по-прежнему много пил, как, впрочем, и всю жизнь. В июне 1936 года он сильно заболел и умер на благоустроенной даче, предоставленной ему советским правительством. Существует множество свидетельств, что он был отравлен советской тайной полицией, так называемой ЧК. Художественный талант Горького не имеет большой ценности, но он не лишен интереса, как яркое явление русской общественной жизни. на плотах 1895 год. Возьмем и рассмотрим типичный короткий рассказ Горького, например, на плотах. Приглядитесь к авторской экспозиции. Некто Митя и некто Сергей сплавляют плод по широкой и туманной Волге. Владелец плота, находящийся где-то на корме, сердит покрикивает, а Сергей бормочет, и до читателя доносятся его бормотания. Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку, вплоть до читателя. Жаль было еще работника нанять Кащею снахачу, ну и рви теперь глотку-то. Автор выделяет его последние слова одному богу известно, сколько писателей обыгрывали этот прием, которые Сергей прорычал достаточно громко, чтобы их услышали, в том числе и читатель, ибо такого рода экспозиция выглядит необычно, как первая сцена какой-нибудь старой поблекшей пьесы, где слуга и горничная, вытирая пыль, судачат о своих господах. Вскоре из длинного монолога Сергея мы узнаем, что отец нашел Мите хорошенькую жену, а потом стал жить с невесткой. Сергей, здоровый циник, смеется над тщедушным ипохондриком Митей, и они затевают многословный разговор, риторический и фальшивый, который Горький обычно вводит в таких случаях. Митя объясняет, что он хочет вступить в религиозную секту, и тут бедный читатель вынужден заглянуть в глубины старой доброй русской души. Действие переносится на другой конец плота, где мы видим отца с его возлюбленной Марьей, Митиной женой. Это волевой, яркий персонаж, часто встречающийся в билетристике. Она обольстительная женщина, изгибающаяся как кошка или рысь, и прижимающаяся к своему любовнику, который собирается сказать речь. Мы вновь слышим не только резкую авторскую интонацию, но почти видим его, пробирающегося среди своих героев и подающего им реплику «Грех делаю, точно знаю». «Ну что ж», говорит старик, «тяжко ему, знаю, а мне?» Стараясь, чтобы оба диалога между Митей и Сергеем и между отцом и Марьей звучали более правдоподобно, автор, как опытный драматург, не приминул заметить, что герой говорил ведь, иначе читателю пришлось бы недоумевать, с какой стати нужно было помещать эти пары на плод, плывущие по Волге, навязывая им разговор об их жизненных коллизиях. С другой стороны, если герои действительно то и дело возвращаются к своим разговорам, трудно поверить, что плод их куда-нибудь приплывет. Люди не очень склонны к многословию, когда они движутся сквозь туман по широкой и полноводной реке, но это и есть, по моему мнению, голый реализм. Наступает рассвет, и горькому удается кое-что подметить в пейзаже. Бледный изумрудный ковер лугов блестел бриллиантами росы. Довольно-таки ювелирная картина. Тем временем на плоту отец предлагает Марье убить Митю, и на губах ее играет загадочная улыбка. Занавес. Заметьте, что схематизм горьковских героев и механическое построение рассказа восходят к давно мертвому жанру норовоучительной басни или средневековых моролите. И обратите внимание на его низкий культурный уровень, по-русски он называется псевдоинтеллигентностью, что совершенно убийственно для писателя, обделенного остротой зрения и воображения, способными творить чудеса под пером даже необразованного автора. Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь маломальский успех, требуют определенного интеллектуального размаха, который у Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое нагромождение идей, требуют чего-то взамен, он вечно выискивал с ног сшибательные факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился поразить и потрясти воображение, и поскольку его так называемые могущественные неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной оценки, Горький произвел неожиданно сильные впечатления на русских, а затем и зарубежных читателей. Я своими ушами слышал, как умнейшие люди утверждали, что сентиментальный рассказ «26 и 1» — истинный шедевр. Эти 26 изгоев работают в подвале в очередной пекарне. Грубые, неотесанные, сквернословящие мужики окружают почти религиозным обожанием юную барышню, которая ежедневно приходит к ним за хлебом, а затем, когда ее соблазняет солдат, глумятся над ней. Вот это-то и показалось читателю чем-то новым, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что рассказ обращик заурядной мелодрамы или традиционного плоского сентиментального жанра в его наихудшем варианте. В нем нет ни одного живого слова, ни единой оригинальной фразы, одни готовые штампы, сплошная патока с небольшим количеством копоти, примешанные ровно настолько, чтобы привлечь внимание. Отсюда всего один шаг до так называемой советской литературы. Пошляки и пошлость Мещанин — это взрослый человек с практичным умом, корыстными общепринятыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды. Я говорю именно о взрослом солидном человеке, так как ребенок или подросток с повадками мещанина всего лишь попугай, подражающий манерам законченных обывателей. Ведь попугаем быть легче, чем белой вороной. Обыватель и мещанин в какой-то степени синонимы. В обывателе удручает не столько его повсеместность, сколько сама вульгарность некоторых его представлений. Его можно назвать благовоспитанным и буржуазным. Благовоспитанность предполагает галантерейную, изысканную вульгарность, которая бывает хуже простодушной грубости. Рыгнуть в обществе грубо, но рыгнуть и сказать «прошу прощения» не просто вульгарно, но еще и жеманно. Понятие буржуазность я заимствую у Флобера, а не у Маркса. Буржуазность во флоберовском понимании свидетельствует скорее о складе ума, чем о содержимом кошелька. Буржуа — это самодовольный мещанин, величественный обыватель. Маловероятно, чтобы этот тип существовал в первобытном обществе, хотя элементы мещанства можно обнаружить и там. Представьте себе на мгновение людоеда, требующего к обеду изысканно разделанную человеческую голову. Точно точно так же американский обыватель желает, чтобы отечественные апельсины всегда были ярко-оранжевыми, лососина нежно-розовый, а виски золотисто-желтым. Но, как правило, мещанство возникает на определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться. Обыватель явление всемирное. Оно встречается во всех классах и нациях. Английский герцог может быть столь же вульгарным, как американский пастор, французский бюрократ или советский гражданин. У Ленина, Сталина и Гитлера представление об искусстве и науке было насквозь буржуазным. Рабочий или шахтер нередко оказываются такими же откровенными буржуа, как банковский служащий или голливудская звезда. Мещане питаются запасом банальных идей, прибегая к избитым фразам и клише. Их речи забилуют тусклыми, невыразительными словами. Истинный обыватель весь соткан из этих заурядных убогих мыслей, кроме них у него ничего нет. Но надо признать, что в каждом из нас сидит эта заклишированная сущность. И все мы в повседневной речи прибегаем к словам штампом, превращая их в знаки и формулы. Это не означает, однако, что все люди обыватели, но предостерегает от машинального обмена любезностями. В душный день каждый второй прохожий непременно спросит вас, вам не очень жарко. Из этого не следует, что ваш собеседник пошляк. Он может оказаться обыкновенным попугаем или словоохотливым иностранцем. Когда вас спрашивают, как поживаете, ответ прекрасно может прозвучать унылым штампом, но начниво распространяться о своем здоровье, вы рискуете прослыть педантом и занудой. Иногда банальность хороший щит или надежная уловка от разговора с дураками. Я встречал просвещеннейших людей, поэтов, ученых, которые в кафе обходились двумя-тремя словами «Да, нет, благодарю вас». Персонаж, выступающий под именем величественного пошляка, не просто обыватель новичок, нет, это профессиональный жеманник с головы до пят, законченный тип благопристойного буржуа, всемирный продукт заурядности и косности. Он конформист, приспособившийся к своей среде. Ему присущи лжеидеализм, лже сострадание и ложная мудрость. Обман верный союзник настоящего обывателя. Великие слова красота, любовь, природа звучат в его устах фальшиво и своекорыстно. Таков Чичиков из мертвых душ, Скинпол из холодного дома, наконец, Омэ из мадам Бавари. Обыватель любит пустить пыль в глаза и любит, когда это делают другие, поэтому всегда и всюду за ним по пятам следует обман и мошенничество. Обыватель с его неизменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться, пролезть, разрывается между стремлением поступать как все и приобретает ту или иную вещь потому, что она есть у миллионов и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. Он жаждет останавливаться в лучших отелях, путешествовать в первом классе океанского лайнера с капитаном в белоснежном кителе и с великолепным сервисом. Соседство с главой компании и европейским аристократом может вскружить ему голову. Нередко он сноб. Богатство и титул приводят его в восторг. Дорогая, сегодня я болтал с герцогиней, Пошляк не увлекается и не интересуется искусством, в том числе и литературой. Вся его природа искусству враждебна. Но он с жадностью поглощает всяческую информацию и отлично натренирован в чтении газет и журналов. Он ревностный читатель Saturday Evening Post и, просматривая газету, обычно отождествляет себя с героями передовиц. Представитель сильного пола воображает себя симпатичным судебным исполнителем или другой важной птицей, скажем, замкнутым холостяком с душой ребенка и игрока в гольф. Если это читательница, эдакая мещаночка, она видит себя в роли обворожительной, румяной, белокурой секретарши, с виду девчушка, в душе благочестивая мать, сочетавшаяся законным браком со своим молодцеватым шефом. Обыватель не отличает одного автора от другого. Читает он мало и всегда с определенной целью, но может вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные, прелестные книги. Винегрет и Симоне де Бувуар, Достоевского, Сомерсета Моема, доктора Живаго и мастеров эпохи Возрождения. Его не очень интересует живопись, но престижа радио он охотно повесит в гостиной репродукции Ван Гога или Уистлера, втайне предпочитая им Нормана Рокуэлла. В своей приверженности к утилитарным материальным ценностям он легко превращается в жертву рекламного бизнеса. Сама по себе реклама может быть очень хороша. Иные ролики поднимаются до настоящих высот искусства. Речь не об этом. Суть в том, что реклама всегда играет на обывательской гордости обладание вещью, будь то комплект нижнего белья или набор столового серебра. Я имею ввиду определенный тип рекламы. К примеру, в доме появился радиоприемник или телевизор, машина, холодильник, посуда, все что угодно. Их только что доставили из магазина. От удовольствия мать всплескивает руками, возбужденные дети толпятся вокруг, младшенькие вместе с собакой тянутся к тому месту, куда водрузили идола, даже бабушка со всеми лучистыми морщинками виднеется где-то на заднем плане. А в стороне от всех, заложив большие пальцы в пройму жилета, с победоносным видом высится отец, он же папаша, он же горделивый даритель. Мальчики и девочки в рекламе неизменно усыпаны веснушками, а у малышей всегда отсутствуют передние зубы. Я ничего не имею против веснушек, на самом деле они очень идут иным юным созданием. Вполне возможно, специальное исследование подтвердит, что у большинства маленьких американских граждан они есть, а в другом исследовании докажут, что у всех удачливых судебных исполнителей и красивых домохозяек в детстве они были. Повторяю, я не имею ничего против веснушек как таковых. Но я считаю неслыханной пошлостью то, что с ними сделали рекламные и прочие агентства. По рассказам очевидцев, если мальчик без веснушек или слегка веснущатый должен появиться на экране, ему наклеивают искусственные веснушки, минимум 22 штуки, 8 на каждой щеке и 6 на носу. В комиксах веснушки напоминают сильную сыпь. В одном сериале они были обозначены крошечными кружками. Если веснущатых юных героев обычно играют белокуры или рожеволосые красавчики, то у молодых статных мужчин, как правило, темные волосы и густые черные брови. От шотландца до кельта такова эволюция. Глубочайшая пошлость источаемой рекламы не в том, что она придает блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье можно купить и что покупка эта в какой-то мере возвеличивает покупателя. Конечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвреден. Каждый знает, что сотворен он продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. Самое забавное не в том, что здесь не осталось ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, приготовляющих или поглощающих божественные хлопья. Не в том, что игра чувств ведется по законам буржуазного общества. Нет, самое забавное, что это теневой иллюзорный мир, и в его реальное существование втайне не верят ни продавцы, ни покупатели, особенно в нашей мудрой, прагматичной и мирной стране. У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанина — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым. Я утверждаю, что простой, нетронутый цивилизацией человек редко бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. Чтобы превратиться в пошляка, крестьянину нужно перебраться в город. Крашенный от руки галстук должен прикрыть мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрытая пошлость. Возможно, само слово так удачно найдено русскими от того, что в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса. В современной России стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил перестали замечать пошлость, поскольку в советской России развелась своя особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой. В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность, так же, как показное глубокомыслие. Но пошляки есть всюду, в любой стране, и в Америке, и в Европе. И все же в Европе их больше, чем здесь, несмотря на старания американской рекламы. Искусство перевода В причудливом мире словесных превращений существует три вида грехов. Первое и самое невинное зло, очевидные ошибки, допущенные по незнанию или непониманию. Это обычная человеческая слабость и вполне простительная. Следующий шаг в ад делает переводчик, сознательно пропускающий те слова и абзацы, в смысл которых он не потрудился вникнуть, или же те, что, по его мнению, могут показаться непонятными или неприличными смутно воображаемому читателю. Он не брезгует с самым поверхностным значением слова, которое к его услугам предоставляет словарь, или жертвует ученостью ради мнимой точности. Он заранее готов знать меньше автора, считая при этом, что знает больше. Третье и самое большое зло в цепи грехопадений настигает переводчика, когда он принимается полировать и приглаживать шедевр, гнусно приукрашивая его, подлаживаясь к вкусам и предрассудкам читателей. За это преступление надо подвергать жесточайшим пыткам, как в средние века за плагиат. Вопиющие ошибки первой категории в свою очередь делятся на две группы. Недостаточное знание иностранного языка может превратить самую расхожую фразу в блистательную тираду, о которой и не помышляет автор. Bien это генераль всеобщее благоденствие становится утверждением уместным в устах мужчины. Хорошо быть генералом. Причем в генералы это благоденствие произвел французский переводчик Гамлета, еще и поподчевав его при этом икрой. Или же в переводе Чехова на немецкий язык учитель, едва войдя в класс, погружается в чтение своей газеты, что дало повод величавому критику сокрушаться о плачевном состоянии школьного обучения в дореволюционной России. На самом-то деле Чехов имел в виду обыкновенный классный журнал, в котором учитель отмечал отсутствующих учеников и ставил отметки. И наоборот, невинные английские выражения «ферст найт» и «паблик хаус» превращаются в русском переводе в первую брачную ночь и публичный дом. Приведенных примеров достаточно, они смешны и режут слух, но тут нет злого умысла и чаще всего скомканное предложение сохраняет свой исходный смысл в контексте целого. В другую категорию из той же группы промахов попадают ошибки не столь явные, более сложные, вызванные приступом лингвистического дальтонизма, внезапно поразившим переводчик. То ли пленившись более редким значением слова вместо очевидного и под рукой лежащего, что предпочитает есть эскимос, эскимо или тюлений жир, переводчик отмечает эскимо, то ли положившись на неправильное значение, которое от многократного перечитывания отпечаталось в его памяти, он умудряется придать неожиданный и подчас весьма изощренный смысл самому невинному выражению или простой метафоре. Я знал одного добросовестнейшего поэта, который, сражаясь с переводом, так изнасиловал оригинал, что из «Is Ciclet or with the pale cast of thought» его чело покрыто задумчивостью создал бледный лунный свет. В слове «Ciclet» он увидел лунный серп. «Ciclet» «Lunny серп», «To Ciclet» «Покрывать бледностью». А немецкий профессор, с присущим ему национальным юмором, возникшим из амонимического сходства дугообразного стрелкового оружия и растения, которые по-русски называются одним словом «Лук», перевел пушкинское «Улукоморье» оборотом на берегу Лукового моря. Другой и гораздо более серьезный грех. Когда опускаются сложные абзацы, все же простителен, если переводчик и сам не знает, о чем идет речь. Но до чего же отвратителен самодовольный переводчик, который прекрасно их понял, но опасается озадачить тупицу или покоробить святошу. Вместо того, чтобы радостно покоиться в объятиях великого писателя, он неустанно печется о ничтожном читателе, предающемся нечистым или опасным помыслам. Самый трогательный образчик викторианского ханжества попался мне в старом английском переводе Анны Карениной. Вронский спрашивает Анну, что с ней. Я беременна. Курсив переводчика в слове беременна, отвечает Анна, предоставляя иностранному читателю гадать, что за таинственная восточная болезнь поразила ее. А все потому, что, по мнению переводчика, беременность могла смутить иную невинную душу, и лучше было написать русское слово латинскими буквами. Но попытки скрыть или завуалировать истинный смысл слова выглядят досадными мелочами рядом с третьей категорией промахов, когда, красуясь перед читателем, является самовлюбленный переводчик, который обставляет бодуар Шехерезады на свой вкус и с профессиональной виртуозностью прихорашивает своих жертв. Так в русских переводах Шекспира Офелию было принято украшать благородными цветами вместо простых трав, которые она собирала. Там ива есть, она склонившей ветви, глядится в зеркале кристальных вод, в ее тени плела она гирлянды из лилии, роз, фиалок и жасмина. Перевод Кронеберга Санкт-Петербург 1863 год Пышность этих ботанических излишеств говорит сама за себя. При этом переводчик походя исказил лирические отступления королевы, придав ей явное недостающего благородства и заодно устранил свободных пастухов. Королева над речкой ива свесила седую, листву в поток. Сюда она пришла, гирлянды плесьть из лютика, крапивы, купав и цвета с красным хохолком, которые пастухи зовут так грубо, а девушки ногтями мертвеца, ей травами увить хотелось иву. Цитата из перевода Бориса Пастернак. Каким образом можно было составить подобный букет, бродя по берегу Эвана или Хелья? Это уже другой вопрос. Серьезный русский читатель таких вопросов не задавал. Во-первых, потому что не знал английского текста, а во-вторых, потому что на ботанику ему было в высшей степени наплевать. Единственное, что его интересовало, это вечные вопросы, которые немецкие критики и русские радикальные мыслители открыли у Шекспира. Поэтому то, что произошло с комнатными собачками гонорильи в строке «Trey Blanche and Sweetheart See they bark at me», безжалостно превращенный в «Для чего собачья стая лает на меня?» ни у кого не вызывало возражений. Перевод Дружинина Санкт-Петербург 1857 Эта стая проглотила весь местный колорит, все неповторимые и сочные детали. Но возмездие бывает сладостным, даже неосознанное. Величайший русский рассказ «Гоголевская шинель». Его главная черта иррациональная часть, образующая трагический подтекст этой истории, без которой она была бы просто бессмысленным анекдотом, неразрывно связана с особым стилем, которым она написана. Множество нелепых повторов одного и того же нелепого наречия звучит столь навязчиво, что становится каким-то зловещим заговором. Здесь есть отрывки, которые выглядят вполне невинными. Но стоит взглянуть пристальнее, и вы замечаете, что хаос притаился в двух шагах, а какое-нибудь слово или сравнение вписаны Гоголем так, что самое безобидное предложение вдруг взрывается кошмарным фейерверком. Здесь есть та спотыкающаяся неуклюжесть, которую автор применяет сознательно, передавая грубую материю наших снов. Все это напрочь исчезло в чинном бойком и чрезвычайно прозаичном английском переложении. Загляните в перевод Клода Фильда, чтобы больше никогда не заглядывать в него. Вот пример, который создает у меня ощущение, будто я присутствую при убийстве и не в силах его предотвратить. Гоголь в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований. Фильд, обставленные претенциозными вещицами, купленными и так далее. Заигрывания с великими и не очень великими иностранными шедеврами может привести к тому, что в этом фарсе окажется замешанной ни в чем не повинная третья сторона. Совсем недавно один известный русский композитор попросил меня перевести на английские стихотворения, которые 40 лет назад он положил на музыку. Он настаивал, что перевод должен особенно точно передавать акустическую сторону текста. К несчастью, текст этот оказался известным стихотворением Эдгара по колокола в переводе Константина Бальмонта. Что представляют собой многочисленные переводы Бальмонта, легко понять из его собственных сочинений. Он отличался почти патологической неспособностью написать хотя бы одну мелодичную строчку. Пользуясь готовым набором затасканных рифм, подбирая на ходу первую попавшуюся метафору, он превратил стихи, стоившие по немалых усилий, в нечто такое, что любой российский рифмоплет мог бы состряпать в один присест. Переводя стихотворение обратно на английский, я озаботился только о том, чтобы найти слова, напоминавшие по звучанию русские. Теперь, если кому-то попадется мой английский перевод, он может по глупости перевести его снова на русский, так что стихотворение, в котором уже ничего не осталось от Эдгара По, подвергнется еще большей бальмонизации, пока в конце концов колокола не превратятся в безмолвие. Еще более гнусным фарсом отдает история, которая произошла с утонченнейшим романтичным стихотворением Бодлера «Приглашение к путешествию». Русский перевод принадлежит Перу Мережковского, обладавшего еще меньшим поэтическим талантом, чем Бальмонт. Начинается он так. «Голубка моя, умчимся в края». Стихотворение это в переводе немедленно приобрело бойкий размер, так что его подхватили все русские шарманщики. Представляю себе будущего переводчика русских народных песен, который захочет их вновь офранцузить. «Поедем в Нижний, мой малыш» и так далее до дурной бесконечности. Оставляя в стороне вышеупомянутых врунов, безобидных болванов и беспомощных поэтов, можно выделить три типа переводчиков, не имеющих никакого отношения к трем названным ступеням грехопадения, однако не застрахованных от тех же ошибок. К ним относятся ученый муж, жаждущий заразить весь мир своей любовью к забытому или неизвестному гению, добросовестный литературный паденщик и, наконец, профессиональный писатель, отдыхающий в обществе иностранного собрата. Ученый муж, можно надеяться, в переводе будет точен и педантичен. Сноски он дает на той же странице, что и в оригинале, а не отправляет в конец книги. С его точки зрения они никогда не бывают исчерпывающими и слишком подробными. Боюсь, что трудолюбивая дама, корпящая в одиннадцатом часу ночи над одиннадцатым томом какого-нибудь собрания сочинений, будет куда менее точной и педантичной. Но суть не в том, что ученый делает меньше грубых ошибок, чем труженица. Суть в том, что, как правило, и он, и она безнадежно лишены хоть какого-нибудь творческого дара. Ни знания, ни усердия не заменят воображение, и стиля. Но вот за перо берется подлинный поэт, одаренный и тем и другим, и между сочинением собственных стихов находит отдохновение, переводя что-нибудь из Лермонтова или Верлена. Обычно он либо не знает язык подлинника и безмятежно полагается на подстрочник, сделанный не столь блестящим, но значительно более образованным человеком, либо зная язык, не обладает педантичностью ученого и опытом профессионального переводчика. В этом случае чем больше его поэтический дар, тем сильнее искрящийся рябь его красноречия замутняет гениальный подлинник. Вместо того, чтобы облечься в одежды автора, он наряжает его в собственные одежды. Теперь уже можно судить, какими качествами должен быть наделен переводчик, чтобы воссоздать идеальный текст шедевра иностранной литературы. Прежде всего, он должен быть столь же талантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны быть одной природы. В этом и только в этом смысле Бодлер и По, или Жуковский и Шиллер, идеально подходят друг другу. Во-вторых, переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода, происхождение слов и словообразования, исторические аллюзии. Здесь мы подходим к третьему важному свойству. Наряду с одаренностью и образованностью, он должен обладать способностью к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и поведения, нравы и мышления с максимальным правдоподобием. Недавно я попытался перевести нескольких русских поэтов, которые прежде были исковерканы плохими переводами или вовсе не переводились. Мой английский, конечно, гораздо беднее русского. Разница между ними примерно такая же, как между домом на две семьи и родовой усадьбой, между отчетливо осознаваемым комфортом и безотчетной роскошью. Я далеко не удовлетворен достигнутым, но мои студии раскрыли некоторые правила, которые могут пригодиться другим переводчикам. К примеру, я столкнулся с немалыми сложностями в переводе первой строки одного из величайших стихотворений Пушкина «Я помню чудное мгновение». Я помню чевно я мгно вайн уай. Я передал русские слоги, подобрав наиболее схожие английские слова и звуки. Русские слова в таком обличье выглядят довольно безобразно, но в данном случае это не важно. Важно, что шеф и вайн шеф жевать, вайн тщетный фонетически перекликаются с русскими словами, означающими прекрасные и емкие понятия. Мелодия этой строки с округлым и полнозвучным словом «чудное» в середине и звуками «м» и «н» по бокам, уравновешивающими друг друга, умиротворяет и ласкает слух, создавая при этом парадокс, понятный каждому художнику слова. Если посмотреть в словаре эти четыре слова, то получится глупое, плоское и ничего не выражающее английское предложение «I remember a wonderful moment». Как поступить с птицей, которую вы подстрелили и убедились, что она не райская, а всего лишь упорхнувшая из клетки попугай, который, трепыхаясь на земле, продолжает выкрикивать глупости? Как не старайся, английского читателя не убедишь, что «I remember a wonderful moment» совершенное начало совершеннейшего стихотворения? Прежде всего, я убедился, что буквальный перевод в той или иной мере всегда бессмыслен. Русское «я помню» гораздо глубже погружает в прошлое, чем английское «I remember» плоская фраза, которая, как неумелый ныряльщик, падает на живот. В слове «чудное» слышится сказочное «чуть», окончание слова «луч» в дательном потеже и древнерусское «чу», означавшее «послушай» и множество других прекрасных русских ассоциаций. И фонетические, и семантические «чудные» относятся к определенному ряду слов, и этот русский ряд не соответствует тому английскому, в котором мы находим «I remember». И напротив, хотя английское слово «remember» в контексте данного стихотворения не соответствует русскому смысловому ряду, куда входит понятие «помню» оно, тем не менее, связано с похожим поэтическим рядом слово «remember» в английском, на который при необходимости опираются настоящие поэты. Ключевым моментом в строке Хаусмана «What are those blue remembered hills?» «Что за синие вспомнившиеся холмы?» в русском переводе становится ужасное растянутое слово «вспомнившееся», «горбатое» и «ухабистое», и никак внутренне не связанное с прилагательным «синие». В русском, в отличие от английского, понятие «синевы» принадлежит совершенно иному смысловому ряду, нежели глагол «помнить». Связь между словами, несоответствие различных семантических рядов в различных языках, предполагают еще одно правило, по которому три главных слова в строке образуют столь тесное единство, что оно рождает новый смысл, который ни одно из этих слов по отдельности или в другом сочетании не содержит. Не только обычная связь слов-предложения, но и их точное положение по отношению друг к другу и в общем ритме строки делает возможным это таинственное преобразование смысла. Переводчик должен принимать во внимание все эти тонкости. Наконец, существует проблема рифмы. К слову, «мгновение» можно легко подобрать по меньшей мере две тысячи рифм, в отличие от английского «moment», которому не напрашивается ни одна рифма. Положение этого слова в конце строки тоже не случайно, так как Пушкин осознанно или бессознательно понимал, что ему не придется охотиться за рифмой, но слово «moment» в конце предложения вовсе не обещает легкой поживы. Поставив его в хвосте фразы, мы поступили бы исключительно опрометчиво. С этими сложностями я столкнулся, переводя первую строку стихотворения Пушкина, так полно выражающую автора его неповторимость и гармонию. Изучив ее со всей тщательностью и с разных сторон, я принялся за перевод. Я бился над строчкой почти всю ночь и в конце концов перевел ее, но привести ее здесь значит, уверить читателя в том, что знание нескольких безупречных правил гарантирует безупречный перевод. Приложение Торжество добродетели Поверхностному уму может показаться, что автор этой статьи находится в более выгодном положении, чем любой советский критик, который, живо чувствуя классовую подоплеку литературы, проводит отчетливую черту между литературой буржуазной и пролетарской. Мое преимущество перед ним как будто заключается в том, что я совершенно несознательный элемент, не питаю никакой классовой ненависти к людям, живущим лучше меня, к золотозубому биржевику, хлещущему с утра шампанское, или упитанному швейцару, состоящему, как, впрочем, все берлинские швейцары в коммунистическом ордене, а посему могу подходить к политике, философии, литературе без буржуазных или иных предрасположений. Однако проницательный и честный советский критик ответит, что человеческий внеклассовый подход к вещам абсурд, или точнее, что самая беспристрастность оценки есть уже скрытая форма буржуазности. Утверждение чрезвычайно важное, ибо из него следует, что выдержанный коммунист, потомственный пролетарий и нездержанный помещик, потомственный дворянин, по-разному воспринимают простейшие в мире вещи. Удовольствие от глотка холодной воды в жаркий день, боль от сильного удара по голове, раздражение от неудобной обуви и много других человеческих ощущений, одинаково свойственных всем смертным. Напрасно я стал бы утверждать, что ответственный работник чихает и зевает так же, как безответственный буржуа. Не я прав, а советский критик. Все дело в том, что классовое мышление некая призрачная роскошь, нечто высокодуховное и идеальное, единственное, что может спасти от понятного отчаяния пролетарского человека, анатомически устроенного по буржуазному образцу и обреченного не только жить под буржуазной синевой небо и работать буржуазными пятипалыми руками, но и носить в себе до конца дней того костлявого персонажа, которого буржуазные ученые зовут буржуазным словом скелет. И вот получается любопытная вещь. Как Марксово учение приобретает вдруг оттенок необычайной духовности при сопоставлении его с низкой буржуазной анатомией самого Марксоведа, точно так же и советская литература по сравнению с литературой мировой проникнута высоким идеализмом, глубокой гуманностью, твердой моралью. Мало того, никогда ни в одной стране литература не славила так добро и знание, смирение и благочестие, не ратовала так за нравственность, как это делает с начала своего существования советская литература. Если уж искать слабую аналогию, то нужно обратиться к невинному младенчеству европейской литературы, к тому весьма отдаленному времени, когда разыгрывались бесхитростные мистерии и грубоватые басни. Черти с рогами, с купцы с мешками, сварливые жены, толстые мельники и пройдохи дьяки. Все эти литературные типы были до крайности просты и отчетливы. Моралью кормили до отвала. Разглагольствовали звери, домашний скот и лесные твари, и каждый из них изображал собой человеческий атрибут, был символом порока или добродетели. Но, увы, литература не удержалась на этой дидактической высоте, ее грехопадением была первая любовная песня. К счастью, нет никаких оснований предполагать, что советская литература в скором времени свернет с пути истины. Все благополучно, добродетель торжествует. Совершенно не важно, что превозносимое добро и караемое зло, добро и зло классовые. В этом маленьком классовом мире соотношение нравственных сил и приемы борьбы те же, что и в большом мире человеческом. Все знакомые литературные типы, выражающие собой резко и просто хорошее и худое в человеке или в обществе, светлые личности, никогда не темнеющие, и темные личности, обреченные на беспросветность, все эти старые наши знакомые, резонеры, злодеи, праведные грубияны и коварные льстицы опять теснятся на страницах советской книги. Тут и отголосок хижины дяди Тома, и своеобразное повторение какой-нибудь темы из старых приложений к Ниве. Молодая княжна увлекается отцовским секретарем, честным разночинцем с народническими наклонностями, и искание розы без шипов на торном пути, от политического неведения к большевистскому откровению, и факел знания, и рыцарские приключения, где красный рыцарь разбивает один полчища врагов. То, что в общечеловеческой литературе до сих пор так или иначе еще держится в произведениях высоконравственных дам и писателей для юношества, и будет, вероятно, держаться до конца мира, повторяется в советской литературе как нечто новое, с опломбом, с жаром, с упоением. Мы возвращаемся к самым истокам литературы, к простоте, еще не освещенной вдохновением, и к нравоучительству, еще не лишенному пафоса. Советская литература несколько напоминает те отборные елейные библиотеки, которые бывают при тюрьмах и исправительных домах для просвещения и умиротворения заключенных. Имена не запоминаются, имен нет. Матрос в изображении писателя второго сорта и матрос в изображении писателя сорта третьего ничем друг от друга не отличны, и только обезумевший от благонамеренности пролетарский критик может там и сям выскоблить ересь. В этой, в лучшем случае, второсортной литературе первого сорта в продаже нет. Тип матроса также отчетлив, как, скажем, старинный тип простака. Этот матрос, очень любимый советскими писателями, говорит Амба, добродетельно матюгается и читает разные книжки. Он женолюбив, как всякий хороший здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается. Матрос светлая личность, хотя и туповат. Несколько похож на него тип солдата, другой баловень советской литературы. Солдат тоже любит тискать налитых всякими соками деревенских девчат и ослеплять своей белозубой улыбкой сельских учительниц. Как и матрос, солдат часто попадает из-за бабы в просак. Он всегда жизнерадостен, отлично знает политическую грамоту и щедр на бодрые восклицания вроде «А ну, ребята!» Мужики избирают его председателем, причем какой-нибудь старый крестьянин неизменно ухмыляется в бороду и одобрительно говорит «Здорово загнул парень», то есть старый крестьянин прозрел. Но популярность матроса и солдата ничто перед популярностью партийца. Партийц угрюм, мало спит, много курит, видит до поры до времени в женщине товарища и очень прост в обращении, так что всем делается хорошо на душе от его спокойствия, мрачности и деловитости. Партийная мрачность, впрочем, вдруг прорывается детской улыбкой или же в трудном для чувств положении он кому-нибудь жмет руку и у боевого товарища сразу слезы навертываются на глаза. Партийц редко бывает красив, но зато лицо у него точно высечено из камня. Светлее этого типа просто не сыскать. «Эх, брат!» говорит он в минуту откровенности, и читателю дано одним глазком увидеть жизнь, полную лишений, подвигов и страданий. Его литературная связь с графом Монте-Кристо или с каким-нибудь вождем краснокожих совершенно очевидно. Такой ответственный работник не моется вовсе. Ответственная работница, о которой речь дальше, брызжет себе в лицо водой и туалет окончен. Беспартийный обтирается холодной водой, спецбуржуазного происхождения обтирается не водой, а одеколоном, следуя воскресному роскошествованию Чичкова. Ни один из типов, излюбленных советскими писателями, не знаком с ванной, и этот аскетизм находится в связи с тем известным отвращением, которое стыдливая добродетель искони питает к мытью. Прогуливаясь далее по галерее литературных образов, мы встречаем тип старшего рабочего или иногда чиновника. Это человек с говорком, с лукавинкой. Писатель делает его беспартийным только для того, чтобы разоблачить мнимую или поверхностную партийность иных ребят, мошенников и хулиганов. «Зачем мне в партию?» говорит он. «Я и так большевик. Дело не в обрядах, а в вере». Другой тип беспартийного, того, который обтирается холодной водой, личность подозрительная, из бывших интеллигентов, белая кость из него так и прет. Его изобличают и гонят в шею, или же благодаря женщине, добродетельной коммунистке, он вдруг начинает понимать свое ничтожество. Он открывает собою серию злодеев. Вот, например, кулак. Почему-то чаще всего мельник. У него толстый живот, он хитер и жаден, сперва эксплуатирует бедняков, а затем, когда, как гром господень настигает его революция, примыкает к кадетской партии довольно бесстрашно, в своей грешной слепоте ругает в лицо большевиков, пришедших реквизировать у него муку и мельницу, и должным образом гибнет от удара штыка в его толстый живот. А вот птица покрупнее, спец или председатель треста, живущий в великосветской обстановке, с женой, кричащей на прислугу и с канарейкой, поющей на кухне. Опустившись еще ниже, находим старую графиню. Старая графиня говорит Мерси, жеманно кланяется и пьет чай, отставив мизинец. Изредка мелькают белогвардейские сангвиники, генералы, попы и так далее. Достоин внимания и тип интеллигента, профессор или музыкант. Он скучноват, страдает разными болезнями, слабоволен и с тайной завистью смотрит на своих детей, вступивших в коммунистический союз молодежи. Политически он в худшем случае меньшевик. Еще проще обстоит дело с типами женскими. У советских писателей подлинный культ женщины. Появляется она в двух главных разновидностях. Женщина буржуазная, любящая мягкую мебель, духи и подозрительных спецов, и женщина-коммунистка, ответственная работница или страстная неофитка. На ее изображение уходит добрая половина советской литературы. Эта популярная женщина обладает эластичной грудью, молода, бодра, участвует в процессиях, поразительно трудоспособна. Она помесь революционерки, сестры милосердия и провинциальной барышни. Но кроме всего она святая. Ее случайные любовные увлечения и разочарования в счет не идут. У нее есть только один жених, классовый жених Ленин. Нетрудно представить себе, какая при наличии данных типов может получиться фабула. Если говоря на метафизическом советском языке установка в романе на пол, то вскрывается отношение героини к матросу, к солдату, к бедняку, к кулаку, к сомнительному специалисту и к ее надушенной сопернице, супруге специалиста. Как и простоватый, но все же святой матрос иногда невольно грешит против класса в своем здоровом, но неосмотрительном увлечении буржуазной женщиной, так и святая героиня Катя или Наталья бывает иногда введена в дьявольское заблуждение, и предмет ее нежных забот оказывается еретиком. Но, как и матрос, героини находят в себе силы разбить козни лукавого и вернуться в лоно класса. Партиец застреливает недостойную возлюбленную, комсомолка на другом углу застреливает недостойного поклонника, другой тип романа обличительный, проворовавшихся чиновников постигает суровые кары, или мрачный ответственный работник тонко вскрывает страшную ересь, сокрытую в соблазнительных речах и действиях беспартийного. Еще показывается молодежь, какую она должна быть и какую быть не должна, а не то сельский учитель прилежно ищет истину и находит ее в коммунизме. Писатели получше любят тему неверующего интеллигента на фоне радостной кумачевой советской жизни. Торжество добродетели полное по всему фронту, выражаясь опять на соответствующем языке. Если попадается ересь, то для мирянина это неощутимо, и нужно быть пролетарским критиком, искушенным в этих высоких материях, чтобы найти тайную печать дьявола. Я умышленно не касаюсь того, хорошо ли или плохо это служение добродетели. Меня только занимает вопрос, стоило ли человечеству в продолжении многих столетий углублять и утончать искусство писания книг, и русские писатели работали над этим немало, стоило и стоит ли трудиться, когда так просто вернуться к давным-давно забытым образцам, мистериям и басням, вызывающим, быть может, зевоту у простого народа, но зато с должной силой восхваляющим добродетель и бечующим порог. Давайте лучше, господа, захлопнем наши грешные буржуазные книги, вытащим праведного советского цензора из его скромной кельи, ему тесно в его классовом мерке, он достоин большего простора, давайте вытащим его, дадим ему всемирные полномочия, пускай он с твердостью фильмового режиссера направляет нас на путь добра, беспощадно карает зло, обличает взяточничество, лицемерие, гордыню человеческую и на фоне брежущей зари соединяет в дивном поцелуе уста простой девушки и благочестивого парня, а вы талантливые грешники молчок. Ахо Досевичи Статья впервые опубликована на русском языке современные записки Париж 1939 год печатается по изданию Набоков роман рассказы эссе Санкт-Петербург Энтар 1993 год Крупнейший поэт нашего времени литературный потомок Пушкина под Тютчевской линии он останется гордостью русской поэзии пока жива последняя память о ней. Его дар тем более разителен, что полностью развился в годы отупления нашей словесности, когда революция аккуратно разделила поэтов на штатных оптимистов и заштатных пессимистов, на тамошних здоровяков и здешних ипохондриков, причем получился разительный парадокс. Внутри России действует внешний заказ, вне России внутренний. Правительственная воля, беспрекословно требующая ласково литературного внимания к трактору или парашюту, к красноармейцу или полярнику, то есть некой внешности мира, значительно могущественнее, конечно, наставления здешнего обращенного к миру внутреннему, едва ощутимого для слабых, презираемого сильными, побуждавшего в двадцатых годах к рифмованной тоске парастральной колонне, а ныне дошедшего до религиозных забот не всегда глубоких, не всегда искренних. Искусство, подлинное искусство, цель которого лежит напротив его источника, то есть в местах возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густонаселенной области душевных излияний, выродилось у нас, увы, в лечебную лирику. И хоть понятно, что личное отчаяние невольно ищет общего пути для своего облегчения, поэзия тут ни при чем, схима или сена компетентнее. Общий путь, какой бы он ни был, в смысле искусства, плох именно потому, что он общий. Но если в пределах России мудрено себе представить поэта, отказывающегося гнуть выю, то есть достаточно безрассудного, чтобы ставить свободу музы выше собственной, то в России запредельной легче, казалось бы, найти смельчакам, чуждающимся какой-либо общности поэтических интересов этого своеобразного коммунизма душ. В России и талант не спасает, в изгнании спасает только талант. Как бы ни были тяжелы последние годы Ходосевича, как бы его не томила наша бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное добротное человеческое равнодушие не содействовало его человеческому угасанию, Ходосевич для России спасен, да и сам он готов признать сквозь желчь и кипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что положение он занимает особое, счастливое одиночество, недоступной другим высоты. Тут нет у меня намерения кого-либо задеть кадилом. Кое-кто из поэтов здешнего поколения еще в пути и, как знать, дойдет до вершин искусства, коль не загубит себя в том второсортном Париже, который плывет с легким креном в зеркалах кабаков, не сливаясь никак с Парижем французским, неподвижным и непроницаемым. Ощущая как бы в пальцах свое разветвляющееся влияние на поэзию, создаваемую за рубежом, Ходосевич чувствовал и некоторую ответственность за нее. Ее судьбой он бывал более раздражен, нежели опечален. Дешевая унылость казалась ему скорее пародией, нежели отголоском его европейской ночи, где горечь, гнев, ангелы, зияние гласных, все настоящее, единственное, ничем не связанное с теми дежурными настроениями, которые замутили стихи многих его полуучеников. Говорить о мастерстве Ходосевича бессмысленно и даже кощунственно по отношению к поэзии вообще, к его стихам, в резкой частности. Понятие мастерство, само собой рождая свои кавычки, обращаясь в предаток, в тень и требуя логической компенсации в виде любой положительной величины, легко доводит нас до того особого задушевного отношения к поэзии, при котором от нее самой в конце концов остается лишь мокрое от слез место. И не потому это грешно, что самые чистые рыдания все же нуждаются в совершенном знании правил стихосложения, языка, равновесия слов, и смешно это не потому, что поэт, намекающий в стихах неряшливых на ничтожество искусства перед человеческим страданием, занимается сожеманным притворством, вроде того, как если бы гробовых дел мастер сетовал на скоротечность земной жизни. Размолвка в сознании между выделкой и вещью потому так смешна и грязна, что она подрывает самую сущность того, что, как его ни зови, искусство, поэзия, прекрасное, в действительности неотделимо от всех своих таинственно необходимых свойств. Другими словами, стихотворение совершенное, а таких в русской литературе наберется не менее трехсот, можно так поворачивать, чтобы читателю представлялась только его идея, или только чувство, или только картина, или только звук, мало ли что еще можно найти от инструментовки до отображения, но все это лишь произвольно выбранные грани целого, ни одна из которых в сущности не стоило бы нашего внимания и уж, конечно, не вызвало бы никакого волнения, кроме разве косвенного, напомнило какое-то другое, целое, чей-нибудь голос, комнату, ночь, не обладай все стихотворение той сияющей самостоятельностью, в применении которой определение мастерства звучит столь же оскорбительно, как подкупающая искренность. Сказанная далеко не новость, но хочется это повторить по поводу Ходосевича. В сравнении с приблизительными стихами, то есть прекрасными именно своей приблизительностью, как бывают прекрасны близорукие глаза и добивающимися ее также способом точного отбора, какой бы сошел при других более красочных обстоятельствах стиха «Заммастерство». Поэзия Ходосевича кажется иному читателю не в меру чеканной, употребляю умышленно этот неаппетитный эпитет. Но все дело в том, что ни в каком определении формы его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии. Мне самому дико, что в этой статье, в этом быстром перечне мыслей, смертью Ходосевича возбужденных, я как бы подразумеваю смутную его непризнанность или смутно полемизирую с призраками, могущими оспаривать очарование и значение его поэтического гения. Слава, признание — все это и само по себе довольно неверный по формам феномен, для которого лишь смерть находит правильную перспективу. Допускаю, что немало наберется людей, которые с любопытством, читая очередную критическую статью в возрождении, а критические высказывания Ходосевича при всей их умной стройности были ниже его поэзии, были как-то лишены ее биения и обаяния, попросту не знали, что Ходосевич поэт. Найдутся вероятные такие, которых на первых порах озадачит его посмертная слава. Кроме всего, он последнее время не печатал стихи, а читатель забывчив, да и критика наша, взволнованно занимающаяся, не застраивающаяся современностью, не имеет ни досуга, ни слов о важном напоминать. Как бы то ни было, теперь все кончено. Завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие потусторонней свежестью и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, еще немного сместилась жизнь, еще одна привычка нарушена, своя привычка чужого бытия. Утешения нет, если поощрять чувство утраты личным воспоминанием о кратком, хрупком, тающем, как градина на подоконнике, человеческом образе. Пушкин или правда и правдоподобие Статья впервые опубликована в 1937 году к 100-летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина La Nouvelle Revue Francaise Париж. Одно из немногих произведений Набокова, написанных по-французски, печатается по изданию Набоков роман рассказа эссе Санкт-Петербург Энтар 1993 год. Жизнь порой обещает нам праздники, которые никогда не состоятся или дарят нам готовых персонажей для книг, которых мы никогда не напишем. А бывает, что она нам преподносит подарок, а его неожиданную полезность мы оцениваем гораздо позже. В свое время я знал одного занятного человека. Если он еще жив, в чем я сомневаюсь, он должен стать украшением сумасшедшего дома. Когда я его встретил, он был на грани помешательства. Его безумие причиной которого, как говорили, было падение с лошади в ранней молодости, выражалось в том, что, целиком опустошив рассудок, оно заполнило его ложной старостью. Мой больной не только считал себя старше, чем он был на самом деле, но ему еще и казалось, что он участвовал в событиях прошлого века. Этот человек, приближающийся к сорокалетию, крепкий и краснолицый, рассказывал мне с легким покачиванием головы свойственным мечтательным старикам, как мой дед совсем еще ребенком забирался к нему на колени. Быстрый подсчет, который я мысленно произвел, слушая его, заставил меня дать ему совершенно неправдоподобный возраст. Поистине поразительным было то, что с каждым годом, по мере того, как болезнь прогрессировала, он отдалялся во все более глубокое прошлое. Когда я его встретил двенадцать лет тому назад, он мне рассказывал о взятии Севастополя. Месяц спустя со мной уже беседовал генерал Бонапарт. Еще неделя, и вот мы уже в разгаре вандейской битвы. Если мой маньяк еще жив, то он должно быть очень далеко, возможно, среди норманнов или даже кто знает, в объятиях Клеопатры. Бедная странствующая душа, удаляющаяся все быстрее и быстрее по склону времени. И с каким обилием слов, с каким оживлением, какой высокомерной или проницательной улыбкой. Впрочем, он прекрасно помнил реальные события своей жизни, только странно переставлял их. Так, рассказывая о своем несчастном случае, он его постоянно отодвигал все дальше в прошлое, постепенно меняя декорацию, как в этих драмах классического театра, в которых костюм глупо меняют в зависимости от эпохи. В его присутствии невозможно было упомянуть ни об одной знаменитой личности прошлого, чтобы он с невероятным великодушием старого болтуна не поспешил добавить какое-нибудь свое о ней воспоминание. Между тем, запас образования, которого он скорее нахватался, чем получил, родившись в бедной и провинциальной среде и прослужив в каком-то заброшенном полку, так и остался совсем ничтожным. Ах, какой бы это мог быть восхитительный спектакль, интеллектуальное пиршество, если бы утонченная культура, глубокие знания в истории и минимум природного таланта составили компанию его блуждающему слабоумию. Вообразите, что бы мог Карлейль извлечь из такого безумия. К несчастью, мой бедняга был, по существу, необразован и слишком плохо эрудирован для того, чтобы наслаждаться редкостным психозом, и довольствовался тем, что питал свое воображение набором банальностей и расхожих идей, более или менее ложных. Вскрещенных рук Наполеона трех волосков железного канцлера или меланхолии Байрона и нескольких мелких анекдотов, называемых историческими, которыми грамматисты начиняют свои учебники, ему, увы, вполне хватало для описания деталей и характера, и все великие мужи, которых он близко знал, становились у него похожими друг на друга, как братья. Нет ничего более странного, чем наблюдать картину мании, кажется уже по своей сути, предполагающей знакомство со всем миром, вдохновение, проницательность и обреченной на блуждание в пустой голове. Я вспоминаю этого бедного больного всякий раз, как только раскрываю одно из любопытных творений, которые принято называть романизированными биографиями. Я вижу здесь ту же потребность прожорливого, но ограниченного ума захватить какого-нибудь аппетитного великого человека, какого-нибудь сладкого беззащитного гения и ту же решительность ловкого, хорошо информированного господина, который переходит в далекое прошлое так же просто, как переходит бульвар с вечерней газетой в кармане. Как это делается, хорошо известно. Сначала берут письма знаменитого человека, их отбирают, вырезают, расклеивают, чтобы сделать для него красивую бумажную одежду, затем пролистывают его сочинения, отыскивая в них его собственные черты, и, черт возьми, не стесняются. Мне приходилось сталкиваться с совершенно курьезными вещами в подобных повествованиях о жизни великих, вроде биографии одного известного немецкого поэта, где от начала до конца пересказывалось содержание его поэмы «Мечта», представленное как размышление над мечтой его собственной. Действительно, что может быть проще, чем заставить великого человека вращаться среди людей мыслей, предметов, описанных им самим, и выпотрошить до полусмерти его книги для того, чтобы начинить ими свою собственную. Биограф-романист делает те находки, которые ему выгодны, а то, что выгодно ему, как правило, становится едва ли не самым худшим для его героя, и история жизни последнего неизбежно бывает искажена, даже если факты в ней достоверны. И вот, слава богу, мы имеем психологию сюжета, игривый фрейдизм, навязчивое описание мыслей героя в какой-то момент, набор случайных слов, напоминающий железную проволоку, соединяющую жалкие кости какого-нибудь скелета, литературный пустырь, где среди чертополоха валяется старая вспоротая мебель, неизвестно, как сюда попавшая. Сумасшедший, которого я вспомнил, тоже рассказывал анекдотические истории об императорах и поэтах так, словно эти люди жили с ним на одной улице. Зажав в уголке рта папиросу, он в непринужденной манере рассуждал о босых ногах Толстого, серебристой сединя почтенного Тургенева, цепях Достоевского и, наконец, добирался до любовных увлечений Пушкина. Не знаю, есть ли во Франции такие календари, как наши, когда на обратной стороне каждого листка дается текст для пятнадцатиминутного чтения, словно предлагая вам прочитать эти несколько назидательных и занятных строк, неизвестные составители хотели возместить вам потерю еще одного дня, страничку, с числом которого вы собираетесь оторвать. Обычно сверху вниз следовали дата какой-нибудь битвы, поэтическая строфа, идиотская пословица и обеденное меню. Часто там фигурировали стихи Пушкина. Именно здесь читатель совершенствовал свое литературное образование. Эти несколько жалких стров, плохо понятых, прореженных как гребень, огрубевших от постоянного повторения кощунственными губами, возможно, составили бы все, что русский мещанин знал о Пушкине, если бы не несколько популярных опер, которые якобы заимствованы из его творчества. Бесполезно повторять, что создатели либретто эти зловещие личности, доверившие Евгении Онегина или Пиковую даму посредственной музыки Чайковского преступным образом уродуют пушкинский текст. Я говорю преступным, потому что это как раз тот случай, когда закон должен был бы вмешаться. Раз он запрещает частному лицу клеветать на своего ближнего, то как же можно оставлять на свободе первого встречного, который бросается на творение гения, чтобы его обокрасть и добавить свое, с такой щедростью, что становится трудно представить себе что-либо более глупое, чем постановку Евгения Онегина или Пиковой дамы на сцене. Наконец, к календарю и опере у неискушенного читателя присоединяются воспоминания начальной школы, сочинения, все время одни и те же, о героях Пушкина. Не забудем еще несколько скабрезных каламбуров, которые любят ему приписывать, и тогда у нас сложится достаточно правдивая картина состояния пушкинского духа у громадного большинства русских. Наоборот, те из нас, кто действительно знает Пушкина, поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью. И так радостно осознавать, что плоды его существования и сегодня наполняют душ. Все доставляет нам удовольствие. Каждый из его переносов, естественных, как поворот реки, каждый нюанс ритма, так же, как мельчайшие подробности его жизни, вплоть до имен людей его окружавших, а сейчас слившихся с ним в одну тень. Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по ним распознать каждый этап взлета его вдохновения, которым создавался шедевр. Читать все до одной его записи, поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать, в этом одна из радостей нашей жизни. Ровно сто лет минуло с тех пор, как на дуэли, на закате дня, в снегу, он был смертельно ранен красивым тупицей по имени Жорж Дантес, приволокнувшимся за его женой, молодым авантюристом, полным ничтожеством, который, возвратившись во Францию, пережил его на полвека, чтобы затем со спокойной душой умереть восьмидесятилетним стариком и сенатором. Жизнь Пушкина, все ее романтические порывы и озарения готовят столько же ловушек, сколько и искушений сочинителям модных биографий. В последнее время в России их много написано. Я видел одну или две достаточно безвкусных. Но, помимо этого, существует еще и благой бескорыстный труд нескольких избранных умов, которые, копаясь в прошлом, собирая мельчайшие детали, вовсе не озабочены изготовлением мишуры на потребу вульгарного вкуса. И все-таки наступает роковой момент, когда самый целомудренный ученый почти безотчетно принимается создавать роман, и вот литературная ложь уже поселилась в этом произведении добросовестного эрудита так же грубо, как втворение беспардонного компилятора. Короче говоря, по-моему, то, что делают с гением в поисках человеческого элемента, похоже на ощупывание и осматривание погребальной куклы, такой же, как розовые трупы покойных царей, которые обычно гримировали для похоронных процессий. Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге. Сомневаюсь в этом. Думается уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, ее неизбежно искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем. А какое наслаждение для мечты русского проникнуть в мир Пушкина? Жизнь поэта как пародия его творчества. Век времени, кажется, хочет повторить жест гения, придавая его воображаемому существованию такой же колорит и такие же очертания, какие поэт дал своим творениям. В сущности не имеет значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь большой обман. предположим, окажись у нас возможность вернуться назад и пробраться в эпоху Пушкина, мы бы его не узнали. Ну и что? Это удовольствие, даже очень строгий критик, делающий в своем воображении то же самое, что и я, мне не может испортить. Вот он, этот невысокий живой человек, маленькая смуглая рука которого написала первые и самые прекрасные строки нашей поэзии. Вот он, взгляд голубых глаз, составляющих резкий контраст с темными кудрявыми волосами. В то время, то есть к 1830 году, в мужском костюме еще отражалась необходимость пользоваться лошадью, мужчина был все еще всадник, а не похоронный агент, то есть практический смысл одежды еще не исчез, тогда со смыслом исчезла и красота. Лошадью пользовались всерьез, и действительно были необходимы сапоги с отворотами и широкий плащ. Отсюда и определенная элегантность, которой воображение наделяет Пушкина. Впрочем, он, следуя капризу времени, любил наряжаться цыганом, казаком или английским дэнди. Не будем забывать, что любовь к маскараду, действительно характерная черта поэт. Смеющийся во все горло, пристукивая каблуками, он мелькает передо мной, как мелькают люди, вдруг в порыве ветра, возникающие на пороге какого-нибудь ночного кабаре. Никогда больше не увидишь их лиц, освещенных уличным фонарем, не услышишь голосов и веселых шуток. Потому что прошлое — это ли не кабаре, кабаре в разгаре ночи, дверь которого я открываю с нетерпением? Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль. Какая разница? Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил. Одно за другим сменяются видения. Вот он на набережной Невы, мечтатель, облокотившийся о гранитный парапет, искрящийся при луне и инии. В театре с моноклем, в розоватом свете, под звуки скрипок, расталкивающий с модной заносчивостью соседей, чтобы занять свое место. Потом в деревенской усадьбе, сосланные из столицы за несколько вольнодумных строк, в ночной рубашке взъерошенной, марающей стихи на серой бумаге, в которую оборачивали свечи, жующий яблок. Я вижу его идущим по проселочной дороге, листающим книги в лавке, целующим стройную ножку возлюбленной, или в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном, струящимся во дворе старинного татарского дворца, с летающими ласточками под его сводами. Эти видения столь мимолетны, что подчас я не успеваю различить, держит ли он в руке трость или чугунную палку, с которой ходил специально для того, чтобы тренировать кисть для стрельбы, имея склонность к пистолетам, как все его современники. Пытаюсь следить за ним глазами, но он от меня постоянно убегает, чтобы вновь появиться. Вот он, рука заложена за борт Ревенгота, рядом со своей женой, красивой женщиной выше его ростом, в черной бархатной шляпе с белым пером. И, наконец, сидящий на снегу с простреленным животом, он долго целится в Дантес, так долго, что тот больше не может терпеть и медленно прикрывается пистолетом. Вот прекрасная романизированная биография. Или я сильно ошибаюсь. Пойдя этим путем, можно написать целую книгу. Однако я не виноват в том, что у меня возникли эти видения, видения близкие всем русским, которые знают своего Пушкина. Он также неизбежно составляет часть нашей интеллектуальной жизни, как таблица умножения или что-то другое, привычное нашему уму. Возможно, все это обманчиво, и настоящий Пушкин не узнал бы себя, но если я вложил сюда хоть немного той любви, которую испытываю к его произведениям, то эта воображаемая жизнь не напоминает ли, если не самого поэта, то его творчество? Когда говорят об эпохе, которую у нас принято называть Пушкинской, то есть времени между тысяча восемьсот двадцатом и тысяча восемьсот тридцать седьмым годами, невольно поражает явление скорее оптического, нежели интеллектуального характера. Жизнь в те времена сейчас нам кажется, как бы сказать, более наполненной свободным пространством, менее перенаселенной, с прекрасными небесными и архитектурными просветами, как на какой-нибудь старинной литографии с прямолинейной перспективой, на которой видишь городскую площадь, не бурлящую жизнью и поглощенную домами с выступающими углами, как сегодня, а очень просторную, спокойную, гармонически свободную, где, может быть, два господина беседуют, остановившись на мостовой, собака чешет ухо задней лапой, женщина несет в руке корзину, стоит нищий на деревянной ноге, и во всем этом много воздуха, покоя, на церковных часах полдень, и в серебристо-жемчужном небе одно единственное легкое продолговатое облачко. Создается впечатление, что во времена Пушкина все знали друг друга, что каждый час дня был описан в дневнике одного, в письме другого, и что император Николай Палыч не упускал ни одной подробности из жизни своих подданных, точно это была группа более или менее шумных школьников, а он бдительным и важным директором школы. Чуть вольное четверостишье, умное слово, повторяемое в узком кругу, наспех написанная записка, переходящая из рук в руки в этом непоколебимом высшем классе, каким был Петербург, все становилось событием, все оставляло яркий след в молодой памяти века. По-моему, Пушкинская эпоха последняя в беге времени, куда наше воображение еще может проникнуть без паспорта, наделяя детали жизни чертами, заимствованными из живописи, которая тогда еще сохраняла монополию в изобразительном искусстве. Подумать только, проживи, Пушкин, еще два-три года, и у нас была бы его фотография. Еще шаг, и он вышел бы из тьмы, богатый нюансами и полный живописных намеков, где он остается, прочно войдя в наш тусклый день, который длится уже сто лет. Вот что я считаю достаточно важным. Фотография, эти несколько квадратных сантиметров света, торжественно откроет к 1840 году новую эру в изображении, продолжающуюся до наших дней, откроет так, что, начиная с этой даты, до которой не дожили ни Байрон, ни Пушкин, ни Геты, мы находимся во власти нашего современного представления, и в этом представлении все знаменитости второй половины девятнадцатого века принимают вид дальних родственников, одетых во все черное, словно они носили траур по былой радужной жизни, чьи портреты всегда стоят в углах грустных и темных комнат, в мягкой, но отяжелевшей от пыли драпировкой на заднем плане. Отныне этот тусклый домашний свет ведет нас через Гризайль век. Очень возможно, что придет время, когда эта эпоха упрочившейся фотографии в свою очередь нам покажется художественной ложью, обязанной чьему-то особому вкусу, но пока все еще не так, и как же повезло нашему воображению, Пушкин не состарился и никогда не должен носить это тяжелое сукно с причудливыми складками, эту мрачную одежду наших прадедов с маленьким черным галстуком и пристегивающимся воротничком. Я старался изо всех сил, чтобы описать воистину непреодолимые трудности, возникающие перед самым доверчивым умом, когда он пытается воскресить не с романтическим правдоподобием, а единственно правдиво образ великого человека, умершего сто лет назад. Признаем свое поражение и обратимся скорее к его творчеству. Конечно, нет ничего скучнее, чем описывать большое поэтическое наследие, если оно не поддается описанию. Единственно приемлемый способ его изучить, читать, размышлять над ним, говорить о нем с самим собой, но не с другими, поскольку самый лучший читатель — это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей. Охватившее меня в этот момент желание разделить с кем-то свое восхищение поэтам, в сущности чувство опасное, не несущее ничего хорошего выбранной теме. Ведь чем больше людей читает книгу, тем меньше она понята, словно от распространения ее смысл теряется. Произведение обретает подлинное лицо, как только стихнет первый всплеск литературной известности. А для сочинений малопереводимых, хранящих свою тайну во мраке иностранного языка, вопрос особенно усложняется. нет ни одного француза, которому можно было бы сказать, если вы хотите узнать Пушкина, возьмите его произведение и уединитесь с ними. Решительно наш поэт не привлекает переводчиков. Толстой, равный ему по происхождению, или Достоевский, по происхождению ниже его, пользуются во Франции такой же славой, как некоторые национальные писатели. Но имя Пушкина, для нас так наполненное музыкой, для француза остается резким и невыразительным на слух. Несомненно, поэту всегда сложнее перейти национальные границы, чем прозаику. Но когда речь идет о Пушкине, трудности имеют более глубокую причину. Русское шампанское, сказал мне как-то на днях один утонченный эрудит. Ведь не будем забывать, что именно французскую поэзию целый период этой поэзии Пушкин предоставил в распоряжение русской музы. Поэтому, когда его стихи были переведены на французский, читатель стал узнавать в них то французский XVIII века, поэзию рос с шипами эпиграмм, то псевдоэкзотический романтизм, который смешивает Севилью, Венецию, Восток, в бабушах и материнскую Грецию, чей мед так сладок. Бабуши мягкие туфли без задников, преимущественно на Востоке. Это первое впечатление настолько скверно, эта старая любовница столь бесцветна, что французский читатель был обескуражен. Сказать, что Пушкин колосс, который держит на своих плечах всю поэзию нашей страны, банально. Но как только берешься за перо переводчика, душа этой поэзии ускользает, и у вас в руках остается только маленькая золоченая клетка. Весь следующий день я посвятил этому неблагодарному тяжкому труду. Вот, например, знаменитое стихотворение, где русский глагол кажется струится от счастья бытия, но в переводе оно становится не больше, чем подстрочником. Речь идет о стихотворении «Три ключа». В оригинале здесь и далее Набоков приводит свои французские переводы стихотворения Пушкина. Хотя, кажется, все слова на месте, я считаю, что эти строки не дают представления о богатой лирике нашего поэта. Однако, должен признать, что постепенно я начал получать удовольствие от работы. Это уже не было дурным желанием познакомить с Пушкиным иностранного читателя, а чудесным ощущением полного погружения в поэзию. Я старался не вверять Пушкина французскому языку, а стал погружаться в своего рода транс, так, чтобы без моего сознательного участия совершалось чудо, происходила полная метаморфоза. Наконец, после нескольких часов этого внутреннего бормотания, этого урчания в душе, сопровождавшего процесс поэтического творчества, я решил, что чудо свершилось. Но, как только я с моим жалким французским языком иностранца записал эти совершенно новые строки, они начали блекнуть. Разрыв между русским текстом и готовым переводом открылся мне теперь во всей своей печальной реальности. Например, я выбрал стихотворение дивной простоты в русском звучании, где слова, совершенно простые сами по себе, становятся как бы немного больше натуральной величины, словно от прикосновения Пушкина они вернули свою первозданную полноту, свою свежесть, которую потеряли у других поэтов. Вот тусклая копия, которую я из него сделал. Перевод стихотворения «Не пой, красавец, при мне». Занимаясь переводами, я с любопытством обнаруживал, что любое стихотворение, за которое я брался, странно перекликалось со стихами того или иного французского поэта. Но скоро мне стало ясно, что Пушкин тут ни при чем. Причиной было немнимое французское отражение, которое принято находить в его стихах, а то, что я в этот момент поддавался влиянию литературных воспоминаний. Руководствуясь этими услужливыми воспоминаниями, я оставался, если неудовлетворенным, то, по крайней мере, не очень раздраженным своими переводами. Вот одно из стихотворений, перевод которого, как я считаю, немного успешней других. По-французски стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Я попытался также перевести несколько отрывков из поэмы драм Пушкина. В порядке любопытства вот одна из наиболее прекрасных онегинских строк. Я много бы дал, чтобы хорошо перевести эти четырнадцать строк. Перевод строфы «Зачем крутится ветер во враге» из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский». Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов. Это достаточно правдоподобный Пушкин, вот и все, правда в другом. А проследив все его поэтическое творчество, заметим, что в самых его затаенных уголках звучит одна истина, и она единственная на этом свете, истина искусства. Как было бы увлекательно проследить сквозь века развитие одной идеи? Не шутя, осмелюсь сказать, это был бы идеальный роман, ибо очищенный и освобожденный от всякого человеческого налета, этот абстрактный образ, казалось бы, живущий, напряженной жизнью, показывает всем, будь то хоть Шекспир, хоть Гораций, ценность их заключается в одном, в их творчестве. Сейчас самое время об этом вспомнить, поскольку в том, что касается литературы, мы сбиваемся с пути. Например, так называемый человеческий документ уже сам по себе красивый фарс, а вся эта социология, которая кривляется в современном романе, столь же отвратительно, сколь смешна. Я вовсе не хочу сказать, что век, в котором мы живем, расслаивается с прозрачной волнистостью северного сияния. Так можно было бы взять идею прекрасного, чтобы исторически проследить ее нравственные муки и сделать из этого что-то более живое, чем авантюрный роман. Как драматична судьба пушкинского творчества. Он еще не умер, когда критик Белинский с его ограниченным умом не нашел ничего лучшего, как затеять с ним ссор. Нашли, видите ли, что его недостаточно занимали события времени. Гегелевская философия у нас плохо привелась, однако ни на одно мгновение не поблекла истина Пушкина, нерушимая как сознание. Наоборот, кажется, дивный дух сейчас воцарился в мире. Когда среди людей есть человек, его лучезарное влияние стоит лучших умов прошлого. Конечно, с обывательской точки зрения может показаться, что мир становится все хуже и хуже. Это и надоедливый шум, заполонивших все вокруг автомобилей, и страх перед катастрофой, которой нас пугают газеты, но взгляд философа, созерцающего жизнь, искрится доброжелательностью, подмечая, что в сущности ничего не изменилось и по-прежнему остаются в почете добро и красота. Если же жизнь иногда кажется мрачной, то только от близорукости. Для тех, кто умеет смотреть, она предстает такой же полной открытии и наслаждений, какой она являлась поэтом прошлого. Право же я не перестаю спрашивать себя, как художнику удается мимоходом вдруг превращать жизнь в маленький шедевр. Сколько раз на улице я был поражен вдруг неожиданно возникавшим и также неожиданно исчезавшим театральным зрелищем. Вот, залитый солнечным светом, едет грузовик полный угля, и угольщик с черным лицом сидит на высоком сиденье, зажав в уголке рта удивительно зеленый липовый стебель. А однажды, в очень ранний час, я увидел здорового берлинского почтальона, вздремнувшего на скамейке, в то время как два других из-за цветущего жасминового куста с нарочитым комизмом подкрадывались на цыпочках, чтобы запихнуть ему в нос табак. Я видел драмы, манекен в нетронутом костюме, правда, с разодранным плечом, печально валялся в грязи среди опавших листьев. Ни дня не проходит, чтобы эта сила, это ярмарочное вдохновение не создавало там или сям какой-нибудь сиюминутный спектакль. Поэтому хотелось бы думать, то, что у нас зовется искусством, в сущности ничто иное, как живописная правда жизни. Нужно уметь ее улавливать, вот и все. Тогда жизнь становится занимательной, когда погружаешься в такое состояние духа, при котором самые простые вещи раскрываются перед нами в своем особенном блеске. Идешь, остановишься, смотришь на проходящих людей, а потом начинается спешка. А когда вдруг замечаешь на улице ребенка, удивленного каким-нибудь происшествием, которое он когда-нибудь обязательно вспомнит, возникает чувство сопричастности времени, поскольку ты ведь видишь этого ребенка накапливающим воспоминания для будущего, которые он уже сам представляет. К тому же мир так велик. Только обыватели, сидя в полумраке своего жилища, любят думать, что путешествия уже не раскрывают никаких тайн. На самом деле горный ветер также будоражит кровь, как и прежде, и погибнуть, идя на благородный риск, всегда было законом человеческой чести. Сегодня больше, чем когда-либо, поэт должен быть так же тверд, спокойный, угрюм, как того хотел Пушкин сто лет назад. Порой самый безупречный художник пытается сказать свое слово в защиту гибнущих или недовольных, но он не должен поддаваться этому искушению, так как можно быть уверенным, если дело заслуживает страдания, оно лишь после них принесет неожиданные плоды. Нет, решительно, так называемой социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт моих сограждан, нет места в лучах моей лампы. И если я не требую башни из слоновой кости, то только потому, что доволен своим чердаком. Предисловие к герою нашего времени Статья впервые опубликована в 1958 году Нью-Йорк Дабл-Дэй печатается по изданию Набоков роман рассказы эссе Санкт-Петербург Энтар 1993 год В 1841 году за несколько месяцев до своей смерти в результате дуэли с офицером Мартыновым у подножья горы Машук на Кавказе Михаил Лермонтов 1814 1841 написал пророческие стихи В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я Глубокая еще дымилась рана По капле кровь точилась моя Лежал один я на песке долины Уступы скал теснилися кругом И солнце жгло их желтые вершины И жгло меня Но спал я мертвым сном И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне Меж юных жен увенчанных цветами Шел разговор веселый обо мне Но в разговор веселый не вступая Сидела там задумчива одна И в грустный сон душа ее молодая Бог знает чем была погружена И снилась ей долина Дагестана Знакомый труп лежал в долине той В его груди дымясь чернела рана И кровь лила хладеющей струей Это замечательное сочинение в оригинале везде пятистопный ямб с чередованием женской и мужской рифмы можно было бы назвать тройной сон Некто Лермонтов или точнее его лирический герой видит во сне будто он умирает в долине у восточных отрогов кавказских гор Это сон первый который снится первому лицу Смертельно раненому человеку второму лицу снится в свою очередь молодая женщина сидящая на перу в петербургском не то московском особняке Это сон второй внутри сна первого Молодой Молодой женщине сидящей на перу снится второе лицо Этот человек умирает в конце стихотворения лежащая в долине далекого Дагестана Это сон третий внутри сна второго внутри сна первого который сделав замкнутую спираль возвращает нас к начальной строфе Витки пяти этих четверостишей сродни переплетению пяти рассказов составивших роман Лермонтова герой нашего времени В первых двух Белла и Максим Максимович автор или говоря точнее герой рассказчик любознательный путешественник описывает свою поездку на Кавказ по военно-грузинской дороге в 1837 году или около того это рассказчик первый выехав из Тифлиса в северном направлении он знакомится в пути со старым воякой по имени Максим Максимович какое-то время они путешествуют вместе и Максим Максимович сообщает рассказчику первому о некоем Григории Александровиче Печорине который тому пять лет неся военную службу в Чечне севернее Дагестана однажды умыкнул Черкешинку Максим Максимович это рассказчик второй и история его называется Белла при следующем своем дорожном свидании Максим Максимович рассказчик первый и рассказчик второй встречают самого Печорина последний становится рассказчиком третьим ведь еще три истории будут взяты из журнала Печорина который рассказчик первый опубликует посмертно внимательный читатель отметит что весь фокус подобной композиции состоит в том чтобы раз за разом приближать к нам Печорина пока наконец он сам не заговорит с нами но к тому времени его уже не будет в живых в первом рассказе Печорин находится от читателя на троюродном расстоянии поскольку мы узнаем о нем со слов Максима Максимовича да еще в передаче рассказчика первого во второй истории рассказчик второй как бы самоустраняется и рассказчик первый получает возможность увидеть Печорина собственными глазами с каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимович предъявить своего героя в натуре и вот перед нами три последних рассказа теперь когда рассказчик первый и рассказчик второй отошли в сторону мы оказываемся с Печориным лицом к лицу из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой рассказы наплывают разворачиваются перед нами то все как на ладони то словно в дымке а то вдруг отступив появится вновь уже в ином ракурсе или освещение подобно тому как для путешественника открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта этот путешественник Лермонт Фанни Печорин пять рассказов располагаются друг за другом в том порядке в каком событие становится достоянием рассказчика первого однако хронология их иная в общих чертах она выглядит так первое около 1830 года офицер Печорин следуя показенной надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд останавливается в приморском городке Тамань порт отделенный от северо-восточной оконечности полуострова Крым нешироким проливом история которой с ним там приключилась составляет сюжет Тамани третьего по счету рассказа в романе второе в действующем отряде Печорин принимает участие в стычках с горскими племенами и через некоторое время 10 мая 1832 года приезжает отдохнуть на воды в Пятигорск в Пятигорске а также в Кисловодске близ лежащем курорте он становится участником драматических событий приводящих к тому что 17 июня он убивает на дуэли офицера обо всем этом он повествует в четвертом рассказе княжна Мери третье 19 июня по приказу военного командования Печорин переводится в крепость расположенную в Чеченском крае в северо-восточной части Кавказа куда он пребывает только осенью причины задержки не объяснены там он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимычем об этом рассказчик первый узнает от рассказчика второго в Бели с которой начинается роман четвертое в декабре того же года 1832 Печорин уезжает на две недели из крепости в казачью станицу севернее Терека где приключается история описанная им в пятом последнем рассказе фаталист пятое весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку которую спустя четыре с половиной месяца убивает разбойник Казбич в декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором времени возвращается в Петербург об этом мы узнаем в Бели шестое проходит около четырех лет и осенью 1837 года рассказчик первый и рассказчик второй держа путь на север делают остановку во Владикавказе и там встречают Печорина который уже опять на Кавказе проездом в Персию об этом повествует рассказчик первый в Максиме Максимиче втором рассказе цикла седьмое в 1838 или 1939 году возвращаясь из Персии Печорин умирает при обстоятельствах возможно подтвердивших предсказания что он погибнет в результате несчастливого брака рассказчик первый публикует посмертно его журнал полученный от рассказчика второго о смерти героя рассказчик первый упоминает в своем предисловии 1841 к журналу Печорина содержащему Тамань княжну Мери и Фаталиста таким образом хронологическая последовательность пяти рассказов если говорить об их связи с биографией Печорина такова Тамань княжна Мери фаталист Белла Максим Максимович маловероятно чтобы в процессе работы над Беллой Лермонтов уже имел сложившийся замысел княжны Мери Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод сообщаемые Максимом Максимовичем в Белле не вполне совпадают с деталями упомянутыми самим Печорином в княжне Мери Во всех пяти рассказах немало несообразностей одна другой примечательнее однако повествование движется с такой стремительностью и мощью столько мужественной красоты в этой романтике от замысла живеет такой захватывающей цельностью что читателю просто не приходит в голову задуматься из чего собственно русалка в Тамане заключила что Печорин не умеет плавать или почему драгунский капитан полагал что секунданты Печорина не найдут нужным принять участие в заряживании пистолетов положение в каком оказывается Печорин вынужденный в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого могло бы выглядеть куда как нелепо если забыть о том что наш герой полагался отнюдь не на случай но на судьбу об этом совершенно недвусмысленно говорит последний и надо сказать лучший рассказ фаталист важнейшая сцена которого также построена на предположении заряжен пистолет или не заряжен и в котором между Печорином и Вуличем происходит как бы заочная дуэль где все предуготовления к смерти берет на себя не фатоватый драгунский капитан но сама судьба особая роль в композиции книги отведена подслушиванию составляющему столь же неуклюжий сколь и органичный элемент повествования что касается подслушивания то его можно рассматривать как разновидность более общего приема под названием случайность другой разновидностью является например случайная встреча всем ясно что автор желающий сочетать традиционные описания романтических приключений любовные интриги ревность мщения и тому подобное с повествованием от первого лица и не имеющий при этом намерения изобретать новую форму оказывается несколько стесненным в выборе приемов эпистолярный роман восемнадцатого века в котором героиня писала о своей наперснице о герое старому школьному приятелю плюс всевозможные вариации уже набил такую оскомину во времена Лермонтова что едва ли он мог избрать этот жанр а с другой стороны поскольку наш автор был озабочен прежде всего тем как двигать сюжет а вовсе не тем как разнообразить и шлифовать его маскируя механику этого движения то он и прибегнул к очень удобному приему позволяющему Максиму Максимовичу и Печорину подслушивая и подсматривая оказываться свидетелями тех сцен без которых фабула была бы не вполне ясна или не могла бы развиваться дальше В самом деле автор так последовательно использует данный прием на протяжении всей книги что читатель уже не воспринимает его как странные капризы случая и едва обращает внимание на эти почти житейские проявления судьбы В Белле подслушивание имеет место трижды Рассказчик второй слышит из-за забора как мальчик уговаривает Башебузука продать ему коня Позднее он же подслушивает сначала под окном а затем под дверью два решающих объяснения между Печорином и Беллой В Тамане Рассказчик третий стоя за выступающей скалой слышит разговор девушки и слепого дающие понять всем заинтересованным лицам включая читателя что речь идет о контрабанде то же лицо используя другой наблюдательный пункт утес над берегом становится свидетелем заключительного разговора контрабандистов В княжне Мэри рассказчик третий подслушивает или подсматривает ни много ни мало восемь раз что позволяет ему постоянно быть в курсе событий Из-за угла галереи он наблюдает как Мэри поднимает стакан уроненный беспомощным Грушницким стоя за высоким кустом он слышит как они же обмениваются трогательными репликами из-за спины толстой дамы до него долетает беседа после которой драгунский капитан подобьет пьяненького господина каких мы позже встретим у Достоевского оскорбить княжну Мэри отойдя на неопределенное расстояние он наблюдает украдкой как Мэри зевает над шутками Грушницкого находясь в толпе танцующих на балу он ловит ее на смешливые реплики в ответ на пылкие признания Грушницкого благодаря неплотно притворенному ставню он становится свидетелем того как драгунский капитан с Грушницким замышляют осрамить его Печорина на дуэли сквозь не совсем задернутый занавес он видит Мэри задумчиво сидящую на постели в ресторации из-за двери ведущей в угловую комнату где сидит Грушницкий со своей компанией Печорин слышат как его обвиняют в посещении княжны нынче ночью и наконец более чем кстати доктор Вернер секундант Печорина подслушивает разговор между драгунским капитаном и Грушницким из которого он и Печорин делают вывод что только один пистолет будет заряжен растущая осведомленность героя побуждает читателя сгорать от нетерпения в ожидании роковой встреч когда Печорин всеми этими фактами прижмет к стене Грушницкого Это первый английский перевод романа Лермонтова Есть несколько переложений но перевода по существу до сих пор не было Опытный ремесленник без особого труда превратит русский язык Лермонтова в набор гладеньких английских клише по ходу дела опуская развивая и пережевывая все что полагается Он неизбежно приглушит то что с точки зрения читателя этого послушного дурачка как его представляет себе издатель может показаться непривычным Перед честным переводчиком встает задача иного рода Начнем с того что следует раз и навсегда отказаться от расхожего мнения будто перевод должен легко читаться и не должен производить впечатление перевода Вот комплименты какими встретит всякий бледный пересказ наш критик пурист который никогда не читал и не прочтет подлинника Если на то пошло всякий перевод не производящий впечатление перевода при ближайшем рассмотрении непременно окажется неточным тогда как единственными достоинствами добротного перевода следует считать его верность и адекватность оригинала Будет ли он легко читаться это уже зависит от образца а не от снятой с него копии Предприняв попытку перевести Лермонтова я с готовностью принес в жертву требованием точности целый ряд существенных компонентов хороший вкус красоту слога и даже грамматику в тех случаях когда в тексте встречается характерный солицизм надо дать понять английскому читателю что проза Лермонтова далека от изящества она суха и однообразна будучи инструментом в руках пылкого невероятно даровитого беспощадно откровенного но явно неопытного молодого литератора его русский временами также коряв как французский Стендаль его сравнения и метафоры банальны его расхожие эпитеты спасает разви то обстоятельство что им случается быть неправильно употребленными словесные повторы в его описательных предложениях не могут не раздражать пуриста и все это переводчик обязан скрупулезно воспроизвести сколь бы велико ни было искушение заполнить пропуск или убрать лишнее к моменту когда Лермонтов начал писать русская проза успела обнаружить пристрастие к определенным словам ставшим обиходными для русского романа всякий переводчик в процессе своей работы начинает осознавать что помимо идиоматических выражений язык передающий содержит целый ряд постоянно повторяющихся слов которые хотя и не представляют труда для перевода встречаются в языке принимающим гораздо реже особенно в разговорной практике вследствие длительного употребления эти слова стали как бы указательными или знаковыми выводящими нас на перекрестке ассоциаций на сборные пункты взаимосвязанных понятий они скорее обозначают смысл нежели уточняют его среди приблизительно сотни таких слов указателей знакомых каждому изучающему русскую литературу можно выделить особых любимцев Лермонтова задуматься он невольно задумался неизъяснимый подойти невольно гибкий принять вид пристально мрачный молчать вдруг мелькать уже долг переводчика повторить по-английски эти слова со всей возможной педантичностью хотя бы даже удручающей с какой они встречаются в русском тексте я сказал со всей возможной педантичностью по той простой причине что в зависимости от контекста в некоторых случаях слово имеет два или более смысловых оттенков скажем a slight pause или a moment of silence могут оказаться лучшими эквивалентами для хрестоматийной минуты молчания чем буквальное a minute of silence не будем также забывать что если в одном языке писатели заостряют внимание на том или ином выражении лица жести способе движения в другом это само собой разумеется и потому редко находит или вовсе не находит своего словесного выражения небрежение русскими писателями девятнадцатого века точными оттенками цветового спектра приводило к заимствованию несколько курьезных эпитетов употребление которых оправдывается литературной традицией в случае с Лермонтовым это озадачивает ведь он был не просто художником в буквальном смысле этого слова но вообще имел хороший глаз на цвет и умел передавать его так на страницах героя нашего времени лица различных персонажей то и дело багровеют краснеют розовеют желтеют зеленеют и синеют четыре и раза в романе повторяется романтический эпитет тусклая бледность галлицизм означающий матовую лишенную всякого оттенка белизну в тамане лицо малолетней преступницы покрывает тусклая бледность изобличавшая волнение душевное в княжнем мере это имеет место трижды тусклая бледность покрывает лицо княжны когда она обвиняет печорина в неуважении к ней тусклая бледность покрывает лицо печорина обнаруживая следы мучительной бессонницы и непосредственно перед дуэлью тусклая бледность покрывает щеки грушницкого в то время как его совесть ведет внутреннюю борьбу с его гордостью помимо таких кодовых фраз как ее губы слегка побледнели он покраснел рука чуть-чуть дрожала и тому подобное чувства выдают себя внезапными и решительными жестами в бели печорин ударяет кулаком по столу чтобы усилить слова она никому не будет принадлежать кроме меня через две страницы он уже ударяет себя кулаком в лоб кое-кто из комментаторов расценивает этот жест как специфический восточный при мысли что он не сумел расположить к себе Беллу и довел ее до слез Грушницкий грушницкий тоже ударяет кулаком по столу поверив печорину что Мэри с ним грушницким просто кокетничает то же проделывает и драгунский капитан требуя внимания кроме того на протяжении всего романа герои друг друга постоянно хватают за руку берут под руку и тянут за рукав топанье ногою о землю тоже в большом почете у Лермонтова но это внешнее выражение эмоций было вновь для русской литературы того времени Максим Максимович в Беле топает ногой о землю в порыве раскаяния в княжне Мэри Грушницкий топает ногой от досады а драгунский капитан от брезгливости здесь не место разбирать характер Печорина вдумчивый читатель без труда составит себе мнение о нем прочитав книгу однако о Печорине написано столько нелепости людьми смотрящими на литературу с позиции социологии что уместно будет коротко предостеречь от возможных ошибок едва ли нам стоит принимать всерьез как это делают многие русские комментаторы слова Лермонтова утверждающего в своем предисловии которое само по себе есть искусная мистификация будто портрет Печорина составлен из пороков всего нашего поколения на самом деле этот скучающий чудак продукт нескольких поколений в том числе нерусских очередное порождение вымысла восходящего к целой галереи вымышленных героев склонных к рефлексии начиная от Сен-Пре любовника Юлии де Танж в романе Руссо Юлия или новая Элоиза 1761 и Вертера воздыхателя Шарлотты Эс в повести Гёте страдания молодого Вертера 1774 в России того времени известно главным образом по французским переложениям например Савелинджа 1804 Через Рене Шатабриано 1802 Адольфа Констана 1815 и героев байроновских поэм в особенности Геура 1813 и Корсара 1814 пришедших в Россию во французских прозаических пересказах Пишо которые начали выходить с 1820 года и кончая Евгением Онегином 1823 1831 Пушкина а также разнообразной хотя и более легковесной продукцией французских романистов первой половины того же столетия Надье Бальзак и так далее Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает конечно своеобразие плоду возвращенному на другой почве однако сомнительно чтобы рассуждение о притеснении свободы мысли со стороны тиранического режима Николая Первого 1825-55 помогли нам его распробовать В исследовании посвященном герою нашего времени не лишне было бы отметить сколь бы огромный подчас даже патологический интерес не представляло это произведение для социолога для историка литературы проблема времени куда менее важна чем проблема героя что касается последнего то молодому Лермонтову удалось создать вымышленный образ человека чей романтический порыв и цинизм тигриная гибкость и орлиный взор горячая кровь и холодная голова ласковость и мрачность мягкость и жестокость душевная тонкость и властная потребность повелевать безжалостность и осознание своей безжалостности остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран и эпох в особенности же для молодежи восхищение героем нашего времени со стороны критиков старшего поколения по-видимому есть не что иное как окружаемые ореолом воспоминания о собственном отрочестве когда они зачитывались романом в летних сумерках с жаром отождествляя себя с его героем нежели объективная оценка с позицией зрелого понимания искусства о прочих персонажах романа в сущности тоже почти нечего сказать самый трогательный среди них несомненно пожилой штабс-капитан Максим Максимович недалекий грубоватый чувствительный земной бесхитростный и совершенный неврастенник эпизод когда обманувшее его ожидание встреча со старым другом печорином заставляет его совершенно потерять голову трогает сердце читателя как одно из самых психологически тонких описаний в литературе что до нескольких злодеев в романе то Казбич с его цветистой речью в передаче Максима Максимовича весь вышел из литературной ориенталистики а впрочем не будет большого греха если американские читатели перепутают черкесов Лермонтова с индейцами Фенемора Купера В самом неудачном из всех рассказов Тамани который некоторые русские критики по непонятным мне причинам ставят выше остальных Янко перестает нам казаться откровенно банальным только тогда когда мы замечаем что отношения между ним и слепым мальчиком возвращают нас как приятное эхо к разговору между героем романа и его обожателем в Максиме Максимович Другого рода перекличку находим в княжне Мэри Если Печорин романтическая тень Лермонтова а Грушницкий как уже отмечалось в русской критике гротескная тень Печорина то на низшем уровне имитации находится слуга Печорина Драгунский капитан этот злой гений Грушницкого едва ли поднимается выше заурядного комического персонажа а постоянные напоминания о его тайных интригах довольно скоро начинают действовать на нервы Не менее раздражают прыжки и пение дикарки в тамане Вообще женские образы не удавались Лермонтову Мэри типичная барышня из романов напрочь лишенная индивидуальных черт если не считать ее бархатных глаз которые впрочем к концу романа забываются Вера совсем уже придуманная героиня столь же придуманной родинкой на щеке Белла восточная красавица с коробки рахат лукума Что же в таком случае составляет вечную прелесть этой книги? Отчего ее так интересно читать и перечитывать? Уж конечно не ради стиля хотя как это не покажется забавным школьные учителя в России всегда склонны были видеть в ней образец русской прозы Этого нелепого мнения высказанного по утверждению мемуариста Чеховым можно придерживаться в том только случае если понятиями общественной морали или добродетели подменять суть литературного творчества либо надо быть критиком аскетом у которого вызывает подозрение роскошный изысканный слог и которого по контрасту неуклюжий а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит в восхищение своим целомудрием и бесхитростностью но подлинное искусство само по себе не есть нечто целомудренное или бесхитростное и довольно одного взгляда на отработанный до совершенства до магического артистизма стиль Толстого кое-кто считает его литературным преемником Лермонтова чтобы стали очевидны досадные изъяны лермонтовской прозы и все же если мы взглянем на него как на рассказчика и если вспомним что русская проза тогда пешком под стол ходила а нашему автору было каких-то 25 лет то нам останется только поражаться исключительной энергией повествования и замечательному ритму который ощущается не столько на уровне фразы сколько на уровне абзаца слова сами по себе незначительны но оказавшись вместе они оживают когда мы начинаем дробить фразу или стихотворную строку на составные элементы банальности то и дело бросаются в глаза а неувязки зачастую производят комический эффект но в конечном счете все решает целостное впечатление в случае же с лермонтовым это общее впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частностей в романе автор постарался отделить себя от своего героя однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина точно так же как сон в долине Дагестана зазвучит с особой пронзительностью когда читатель вдруг поймет что сон поэта сбылся конец книги май 1998 года звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский КОНЕЦ КОНЕЦ